Спокойный, осенний вечерок. На улице было весьма жарко, а потому, в предвкушении вечерней прохлады, на улицах стало появляться всё больше и больше людей. Солнце постепенно заходило за горизонт, меняясь на свою вечную подругу, ночную светило луну, и лишь последние тёплые лучи прежде палящего солнца падали на беззаботно расслабившийся люд. Сегодняшний день можно было бы назвать просто прекрасным, особенно для двух молодых людей. Четвёртый Хакаги, во всём мире известный как Жёлтая Молния Канохи, и его жена, уже в более узких кругах, скажем, только в деревне Кинахага Курина Сата, известные как Кровавая Хабанера, ждали рождения детей. Как предполагалось, должны были родиться два ребёнка, мальчик и девочка, но, наверняка знать никто не мог. Устрашал всё это дело лишь только один факт. Наличие биджу внутри кушаны, да и само то, что она джинчурики. Отличительной особенностью печати для биджу было то, что при родах она может ослабнуть до предела, а условный биджу, если слишком возжевает свободы, сможет вырваться наружу, мало того, что убив прежнюю джинчурики, так ещё и разгромив в хлам все вокруг себя. Об этом знало очень мало людей. Но всё же были те, кто знали. В целях безопасности для кушаны даже выделили что-то вроде бункера, либо же просто огромной пещеры далеко за пределами деревни, чтобы не подвергать опасности жизни сотен и тысяч людей, живущих в этой прекрасной или же не совсем прекрасной деревушке. Эти двое и ещё несколько людей вместе с ними направлялись как раз таки к этому убежищу. Шли медленно и неспешно, под взором чьих-то озлобленных, кривово-красных глаз, что желали смерти. И не только им, а всей Киноха Гакури Нусата. Роды могли бы пройти удачно, но ничего и никогда не идёт гладко. Уже к концу весьма интимного процесса, в гости наведался тот самый незнакомец. Из отверстия в маске блеснул пылающий ненавистью глаз, яркий, налитый кровью, красный глаз, что поверг четвёртого в ужас. Возможно, не только взгляд этих алых глаз вводил его в ужас, но и то, что его дети прямо сейчас находились в руках у незнакомца, который явно был настроен не на чайпитии. Йонда ими. Отойди от джинчирики. Иначе. Голос этого незнакомого мужчины звучал слишком угрожающе, и даже сбил жёлтую молнию с толку, что дало незнакомцу время для наступления. Первая же атака стала критичной для Мината. Растерянный таким жестоким развитием событий, он ничего не смог сделать, кроме как попытаться спасти своих детей. Мината совершил ответный выпад, намереваясь просто коснуться младенцев, а потом совершить хирайшин за пределы бункера, что у него неплохо получилось. Но Мината слишком волновался за своих детей как родитель, и из-за этого подверг деревню опасности как Хакаги. Нападавший схватил Кушану, схватил джинчирики. «Черт, это плохо!» Пронеслась мысль в голове четвёртого. У него появилось непреодолимое желание вернуться к жене и преподать тому ублюдку урок. Оставив, скажем так, груз четвёртый, поглощённый яростью, исчез в жёлтой молнии. Быстрое перемещение помогло ему спасти Кушану, которая, уже выбившись из силы отчаявшись, даже не двигалась, почти угодив под удар лапы великого и неповторимого Кьюби. «Ублюдок!» — вскрикнул четвёртый, но... его уже никто не слышал. Воздух стал слишком уж прохладен. Настолько, что прежде прогуливающиеся по ночной конохе люди стали спешно расходиться по своим домам. Небо заволокло тучами, что-то явно было не так. Воздух потяжелел, дышать стало труднее, неимоверная жажда крови распространилась по деревне. Начался ужасный холод, такой, будто бы сейчас все замёрзнут насмерть. «Куча сяно-джутсу!» — вскрикнул незнакомец, приложив ладонь к земле, и... прогремел взрыв. Нечто большое, нет, даже не так, нечто громадное возникло прямо в центре деревни. Взмахнув своими хвостами, развеяв завесу дыма, оно показалось. Чудище с девятью хвостами, напоминающее лису. По всей округе можно было услышать вопли и крики испуганных людей, «Это Кьюби!» «Двойная кавычка черт, спасайтесь!» «Двойная кавычка бежим!» Девятихвост и не упустил своего шанса разрушить что-нибудь самовольно, прежде чем быть подчинённым. Но и после его подчинения незнакомцам толком-то ничего не произошло. «Пора крушить!» «Кьюби!» Вновь блеснули алые глаза. Ненавидимый Шаринган сверкал за отверстие в уродливой светлой маске со странным рисунком, не внушавшим абсолютно никакого доверия. Тем временем, пока Кьюби развлекался как хотел, крайне истощённый четвёртый, не найдя нападавшего, решил сперва покончить с Девятихвостом. Непонятно, каким образом, очутившись на своём собственном лице, выбитом на скале, приготовившись к нападению, на Микадзе быстро был атакован бомбой хвастатого, от которой ему пришлось защищаться. Сложив тяжёлую серию печатей, тому всё-таки удалось переместить её подальше, но заканчивать на этом ведь никто не планировал, да? Именно. Почти моментально, за спиной Мината возник тот самый неизвестный. Незаметная атака не удалась, а потому ему пришлось применить силу своих, пусть и ненавидимых всеми, но красивых глаз. Какая реакция? Восхитился очхо ведь очхо же, да. Пропустив руку четвёртого сквозь себя, он схватил её. Казалось бы, вот и победа уже у него в руках, но нет. Хитрый Мината всё же сумел выбраться из ловушки Камуэ, сбежав при помощи Хирайшинно-джутсу. Везучий, чертяка! С долей ехидства проговорил загадочный незнакомец, исчезнув вслед за Мината. Поле битвы сменилось на какую-то поляну. «Ты не убежишь от меня!» Голос, уже раздражающий, звучал слишком надменно, чтоб игнорировать его. Ничего не отвечая, Мината бросился в атаку. Сперва ему нужно было понять, как работает эта техника. Конечно, его первый выпад был просто проигнорирован, удар прошёл насквозь, не оставив даже намёка на ранение, но вот противник смог нанести неслабый удар, успев материализоваться. Одним только. «Пинко?» «Ну да, он просто пнул четвёртого, но даже так сломал ему несколько ребер. Было ужасно, нестерпимо больно, даже обычное дыхание вызывало невыносимые приступы боли. Каха!» Мината даже дышать было трудно, а на противнике до сих пор не было ни царапины. Положение Хакаги было незавидным. Да и сам противник, кажется, расчехлял новое оружие, прикрепляя к своим рукам цепи, приколов их металлическими штырями прямо к запястьям. Зрелище было не из приятных, но Мината, Шинобе, убившему более тысячи людей собственными руками, было не привыкать. «Покажи мне что-нибудь!» «Ты же легенда!» Человек в Москве говорил с явной насмешкой над гордым званием «легенды своего времени», которое присвоили Мината почти одновременно, с появлением прозвища «жёлтая молния Канохи». Мината это нисколько не злило, сейчас дух его был холоден, а разум чист. «Ну, давай потанцуем!» Будто выругался четвёртый, молниеносно бросая свою особенную куну прямо в голову надоедливого ублюдка, что покусился на стольки жизни. Его жизнь, его жёны, деревни, жители и деревни, покусился на жизнь его семьи, названной Каноха Гакурина Сата, и за это он должен был заплатить своей кровью. Куной прошёл сквозь голову врага, но это была лишь часть плана. Не дожидаясь никаких действий со стороны противника, Мината просто исчез. Исчез во вспышке молния, тут же появившись за спиной неизвестного. Мгновенно в его руке возник сгусток чакры, названной Рассенганом. И спустя пару секунд, он жёстко вбил оппонента в землю. Четвёртый, не теряя ни секунды времени, быстро установил печать Хирайшина прямо на спину противника, который ещё и не подозревал, что на нём метко. «Достал меня!» «Не зря же тебя зовут Джоу!» Не успел он и договорить, как тут же получил ударку на М в живот. Четвёртый уже стоял возле него, устанавливая печать подавления. Контроль над Биджу во мгновение ока был утерян, и Учиха яростно воскликнул «Печать подавления!» «Ты совсем сдурел?» «Всё его планы провалились во мгновение ока!» «Кьюби больше не принадлежит тебе», надменно произнёс Мината, зло смотря на человека в маске, готовясь закончить этот бой, но... Бакухаццу! Резкий взрыв отбросил Мината достаточно сильно, чтобы, врезавшись во что-то твёрдое, он сломал себе ещё пару ребер. Боль становилась невыносимой, четвёртый был на грани потери сознания. «Я ещё вернусь, Йонды ими!» Это было последнее, что услышал Мината, прежде чем отключиться. Вся эта битва, истощение чакры, травмы все это выводило его из строя и сильно утомляло. Настолько, что тот даже двигаться сейчас толком не мог, даже был не в состоянии просто находиться в сознании. В деревне дела обстояли ещё хуже, нежели у Мината. Кьюби вырвался из-под контроля, и начал крушить деревню направо и налево. Он был в ярости, вновь эти ненавистные «Вялые глаза подчинили его». Буйствующий Кьюби в который раз подтверждал слово таинственного учихи. «Я могу освободить Кьюби, и у твоих дружков из Канохи не останет своей шанса». Так и звучали сие слова. Шиноби деревни сокрытые в листве умирали один за другим. Один за другим. Хирузин Сарутоби, который вот-вот готовился применить наследие четвёртого, а именно технику запечатывания Бога Смерти, на себе, запечатав Кьюби в животе Бога Смерти, но... На поле боя появилась Кашина, державшая в руках младенца, девочку. Хирузин Сама, нужно запечатать Кьюби. Предложение было правильным, я бы даже сказал, нужным, в данной ситуации. Но... Кушина, это же твой ребёнок, напомнил не менее важный нюанс. Хирузин, всё ещё сомневающийся в таком решении. Кушина же, кажется, была хладнокровна, как Шиноби. Не беспокойтесь, Хирузин Сама, её будут любить, как героя, но всё же, на последнем слове голос её дрогнул. Всё-таки, что-то тревожило Кушину, что только недавно стало матерью. Почему-то она всё равно переживала за своё чадо. Хорошо-тихо согласился Хирузин, уже начав складывать печати. Одна за другой. Вот уже Эк-Юби исчез, и бездыханное тело третьего упало на землю, но... Волнение и страх никуда не исчезли. Жизнь этого ребёнка более не будет спокойной. А может быть, и не этого ребёнка. Канаха, уже и оправившись после нападения Лиса, жила своей прежней жизнью. Ребёнок Джанчурики, как и говорила Кушина, был героем деревни. Микона Микадзе, непоседливая блондинка, чем-то напоминающая свою мать, как внешне, так и характером. Жизнь у этой малышки, не то что удалась, а была просто невероятной. Отец Хакаги, в деревне тебя уважает и любит как герой Канухи, а от родителей достаётся всё внимание. Но, что до второго ребёнка? Наруто, вроде бы. А кто его знает, как его звать, то, собственно, и родители уже и не помнят сами, даже назвали отбросом, позором семьи Каги деревни скрытой в листве, и этого хватит, более чем. Что самое интересное, любая ненависть к Хакаги, которой было немало из-за неопытности Мината, вся сразу же выливалась на маленького Наруто. Чего уж тут говорить, если его задирает собственная же сестра, а родители даже как зовут его не помнят. Хотя, Мината может быть и помнит. Немалое количество раз Наруто попадал под горячую руку, подвергаясь насилию со стороны отца, физическому насилию, конечно же. Это ещё пуще прежнего усугубляло ситуацию. А мальчишка? Мальчишка просто копил всю эту злобу, страшную злобу. Особенным, скажем, так, переломным моментом стал его день рождения в восемь лет. Сперва эти выскочки с обострением чувства собственного достоинства собрались компашкой, специально, чтобы поиздеваться толпой. Бороться против более чем десятерых детей, причём, тренированных детей, ведь все они вот-вот готовились поступать в Академию Ниндзя, было трудно, а потому Наруто в очередной раз был сбит и брошен, а после снова избит и снова брошен. Невероятная грусть и тоска нахлынула волной, да так, что в ней можно было просто захлебнуться. Мелкая дрожь прошла по телу. Поднялся жар, и начались лихорадочные галлюцинации. На сей раз мальчишка был сбит сильнее прежнего, да чего уж тут. Придорожный Саски решил взять и провести через правый глаз лезвием, ничего лучше не придумал идиот. Подняться было трудно, но Наруто не привыкать. Ему хотелось бы идти, идти отсюда подальше, бежать, хоть куда-то, главное, чтобы не быть больше здесь ни минуты. Дойти до дома было трудно. Празднование дня рождения его сестры было как раз в самом разгаре, а это значило, что можно под шумок собрать вещи и по-тихому свалить. Тело болело после избиений, но это его не остановило бы, особенно сейчас, когда он к этому так близок. В груди что-то болело, вспоминались редкие, но счастливые моменты жизни. На глаза навернулись слезы. Вот уже он пришел домой. С глазу капает кровь, и единственным, кто обратил на это внимание, стал имя Катоучиха. Мальчик, что у тебя с глазом, Наруто на секунду остановился. Его будто бы пронзило болью, и вновь это странное чувство. Чувство утраты. Упал холодно, осадил женщину-мальчишка, продолжив движение в свою комнату. Минато обернулся в сторону уже ушедшего Наруто, и после озадаченно развернул свой взор к Микату, а что у него с глазом. Саски, который сидел с аппетитом, уплетал мясо, как и его мать, отвел взгляд в сторону, будто бы даже ощущая свою вину в этом, а Миката же, несколько ошарашенный и увиденным, а также не совсем свойствен для детей тоном парнишки, чуть заикаясь, произнесла у него порез. На правом глазу кусочек мяса, что женщина держала в руке, уже перестал казаться ей таким аппетитным, как раньше. Даже не так. После такого, любая еда не лезла в горло, вовсе. Чуть переложив ладонь ко лбу, четвертый выглядел устышим. Нет, скорее подавленным. Кажется, тот постепенно начал замечать все, что он делает, или не делает. В один момент, ему захотелось пойти, и попросить прощения у сына, попробовать помочь ему. Но он не решился. Не решился исправить свои ошибки, как и всегда, эта нерешительность ему многого стоила. Аккуратно сложив последнюю вещичку, Наруто медленно вышел из дома через задний ход, чтобы не привлекать лишнего внимания, но... Хатаки Кукаши заметил исчезновение чакры Наруто, а также весьма легко вычислил, куда тот направляется. Легонько хлопнув Итачи по плечу, тот тихо произнес, «Пойдем-выйдем». Итачи же, ничего не спрашивая, просто поднялся, и слегка протерев рот от остатков пищи, вышел вместе с Кукаши на улицу. «Кукаши сенпэй, что случилось?» задал вопрос Итачи, а Кукаши медленно приподнял повязку. «Наруто!» Он пытался покинуть деревню, произнес Кукаши, запрыгивая на крышу дома. Итачи же, последовав его примеру, начал прыгать по крышам домов, медленно подходя к выходу из Канохи. «Наруто!» «Кто это?» задал еще один вопрос у Итачи. Седавласа посмотрел на Итачи несколько странно, а после вспомнив, что даже сам Минато толком не может назвать имя своего сына, просто удрученно вздохнул. «Сын Минато!» озадаченно таким отношением к мальцу ответил Кукаши, уже выйдя за пределы Канохи, все еще преследуя след чакры, выискивая настоящий. Мальчишка оказался смышленым, и создав клонов, наполнил их чакрой, сбивая свою чакру, делая ее более слабой, а чакру клонов делая более заметной. Но Кукаши опытный Шиноби, его так просто не проведешь, и уже после первых трех минут преследования, тот заметил подвох и начал преследование самой тусклой чакры. Уже вскоро мальчик забрел в тупик. Видимо он перепутал одну из двух троп, пусть и готовился к побегу так долго. Такая оплошность сейчас будет стоить ему всех стараний, признавать это было досадно. «Не подходите!» «Стоя на краю обрыва, к которому тот приблизился достаточно, чтобы вот-вот упасть», крикнул Наруто. Кукаши протянул руки вперед очень медленно, стараясь не делать лишних движений, в то время как Итачи был растерян, сильно растерян. «Наруто!» «Давай обсудим все, не стоит убегать!» «Я не наврежу тебе!» пытался убедить того Кукаши. «Вы все так говорите!» злобно произнес Наруто, сквозь боль открывая правый глаз. Радужка уже побелела, и посередине глаза виднелся разрез вертикальный, оставленный кунаем. «Ну как вам, Итачи-сын?» Творчество вашего братца ухмыляясь, злорадствую говорил Узум Маке, пока Итачи был погружен в еще больший шок. «Наруто, давай просто поговорим, и вернемся обратно в деревню». Еще раз попытался убедить того, не делать поспешных движений как Аши, но, все было тщетно. Наруто опустил взгляд, и Шиноби было уже подумал, что смог убедить того, но следующее слово красноволосов обрубили эту идею на корню. «Да я бы лучше сдох, чем вернулся в это гнилое место, знаешь ли». Наруто осмотрел обрыв. «Падение с него, скорее всего, приведет к смерти, но сейчас значения не имело Джин Чурики не я, а ненавидят меня так, будто лист запечатан во мне, понимаешь? Да чего уж тут мои собственные родители даже как зовут меня не знают», хахах злобно проговорил Наруто, медленно снимая небольшую шляпу, которую тот надел перед выходом. Адиос, амигос. Буквально прохрепел Наруто, делая шаг назад. Какаши без раздумий со всей скорости бросился к обрыву, но не успел. Еще долгое время он, и Итачи стояли в шоке. Только что произошло нечто невероятное, просто невозможное. Маленький мальчик, возрастом в семь или восемь лет, добровольно сбросился с обрыва, до последнего нежелавшего возвращаться домой, где его не ждут. Сильное разочарование не мог, что его учитель Акушина Сама, довели своего собственного сына до состояния такого отчаяния. Медленно возвращаясь в Канаху с пустыми руками, ни Какаши, ни Итачи не проронили ни слова. Медленно приближаясь к той бреши в воротах, из которой они вышли, из которой ранее вышел и Наруто, Какаши отправил Итачи домой. Иди домой, Итачи. Я думаю, что после такой весточки праздновать лица, а также его глаз. Какаши медленно приблизился к дому Хакаги, в котором как раз шло празднование. Медленно приоткрыв дверь, тот начал истощать Ки. Надев маску Анбуката, тот ненавязчиво встал на колено. «Какаши, чего это ты?» недоумевая спросил Минато, глотнув еще одну рюмку крепкого спиртного. «Хакаги Сама. Ваш сын Узума Киноруто погиб не получасу назад. Он пытался осуществить побег из деревни. Я с вороном отправились вслед за ним. Не желав возвращаться в Канаху, тот сбросился с обрыва. Сомневаюсь, что ему удалось бы выжить. Хакаги Сама, высота была внушительной и Какаши медленно поднялся и подойдя поближе к Минато, шепнул ему на самое ухо. Подробности будут в отчете. Я разочарован, Хакаги Сама. А после испарился, оставив после себя лишь дым. Рюмка в руках Минато лопнула. Осколки с силой впились в руку, так же, как и эта новость в сердце молодого Хакаги. Все, находившиеся там, услышали отчет Какаши. Празднование остановилось в мгновение ока. Все будто замерло, все сидели в дичайшем шоке. И лишь Микото, взяв своего мужа за руку, подошла к Минато, всадив тому крепкую пощечину. Сам же Фугаку свирепо взглянул над ругалыми глазами, удалившись из дому Хакаги. Остальные сидели, не в силах пошевелиться, как и сам Минато. Кушина заплакала, не в состоянии держать слез, а дети. Дети своей вины в этом не чувствовали никто, кроме Учихи Саски, который вслед за родителями также вышел из дому Хакаги. Эта ситуация заставила его сильно задуматься, ведь, на самом-то деле, они только что довели ни в чем неповинного, возможно, очень перспективного паренька до самоубийства, и... это было очень грустно. Тем временем Наруто, свалившись, вдруг заметил, что с обрыва, снизу, не было ни одной скалы либо чего-то острова. Лишь большое, глубокое озеро. Ударившись о водную гладь, сильно смягчая свое падение чекрой, Наруто решил бороться за жизнь. Сейчас, когда он действительно может выжить, он будет цепляться за жизнь, он будет бороться, и он выживет. Барахтаясь в воде, иногда выплывая на поверхность, Узумаки жадно глотал воздух, все еще не бросая борьбы. И вот. Наконец, почва под ногами, берег, он уже совсем близко. Вырвавшись из воды на сушу, и усевшись на щебнистой берегой, тот судорожно пытался отдышаться. Наглотался он водой достаточно, да и ударился весьма больно, но... он был жив, а это самое главное. Это значило, что теперь он сможет нести отмщение, а может быть... Все это лишь просто пустая трата времени, кто знает. Очнувшись под лучами палящего солнца, Наруто еле как поднялся, кряхтя от боли. Ужасные боли пронзали все его тело снова на острые лезвия, но, все же, тот не задумываясь о том, что надо делать, сразу же начал искать себе место для пристанища. Почти сразу же тот заприметил какую-то пещерку. Медленно проходя внутрь, тот осматривал пещеру. На самом-то деле, тут можно было бы найти немало полезных ископаемых, а труд, что выглядывали прямо с тем, и заканчивая самыми настоящими химическими реактивами, такими как азотная кислота. Но, сейчас это парнишку не волновало. Тот осматривал пещеру на жизнепригодность, так скажем, расхаживая и изучая местность. Конечно же, от его взгляда не ускользнуло нечто интересное. Меч, по своей форме и конструкции как катана. Светло-светло-желтое лезвие, красная гарта и рукоять, что выглядело весьма надежной. Меч был крепко-накрепко воткнут в булыжник. Наруто также пару раз из любопытства подергал его, в попытках вытащить, но безуспешно. Это ж прям как... Как этот, блять, как его. А, точно, экскалибур. Там, достанет из камня только достойный этого, все дела тихо комментировал Наруто, все еще не покидая попыток достать катану, но, все безуспешно. Ясно. Тебе, нужно тренироваться, обращаясь сам к себе, с долей иронии произнес мальчишка, выходя на улицу. Думаю, можно начать прямо сейчас. Негромко проговорил Наруто, и обнаружил, что его голос полностью осеип, или даже более того, охрип. Звучал он весьма угрожающе, так, как у Какаготара Чумару, но, сейчас это толком чего не бы важно. Сейчас было важно подумать, как тренироваться. Физические упражнения, конечно, он сделал бы, а в остальном? Для Шиноби ведь недостаточно одной физподготовки, ведь так. Ну, чтож, будем как-то выкручиваться. Пробегая уже седьмой раз вокруг озера, мальчишка усердно думал. И делая пресс, и отжимаясь, и приседая. Контроль чакры у него развит достаточно хорошо, но сейчас, он не хотел оставлять этот прекрасный клинок здесь. Было принято решение, что тот просто будет делать тренировки тяжелее, изучать, или создавать различные техники, и просто ждать. Ждать того момента, когда тот сможет достать этот клинок. Местечко, в котором поселился Джинчирики, оказалось на удивление красивым. Огромная Сакура своей листвой закрывала вход в пещеру, и отныне жилища Наруто, и лишь закатные лучи красного солнца проникают в пещеру. Здесь, можно было бы и поселиться, даже. Медленно проходя в пещеру, где находился тот самый клинок, Наруто медленно начал обустраивать ее, решив, что сейчас это будет самым важным. На улице, как и в самой пещере, было достаточно холодно, а поэтому стоило обустроить также местечко под огонь. Сделав Юму за пределами пещеры, возле ее входа, чтобы не выкурить из нее самого себя, а также не превратить пещеру в печку, Наруто натаскал не совсем сухих, но более чем нормальных веток. Поджигая их чакрой, Наруто уселся греться. Костер грел достаточно хорошо, а в этом месте было весьма уютно, тот, кажется, даже почувствовал себя счастливым. Таким темпом прошло уже больше трех лет. Три года тяжелых тренировок, ярких рассветов и красивых закатов ежедневно. Наруто ежедневно тренировался, истекая семью потами и буквально умываясь собственной ежекровью от усталости. Весьма часто ему приходилось охотиться, что также развило в нем навыки, нужные для выживания. Сейчас же, тот был весьма силен, мог и подлечить, и убить, ну а самое главное. Колодец душ. Темная бездна, абсолютная невидимость, наследие кровавого бога. Когда Наруто становится невидим, он попросту исчезает из этого мира, перемещаясь через параллельное пространство, рассекая колодец душ. Сегодня, мог быть особенный день. Сегодня Наруто вновь собирался попытаться вытянуть клинок из камня. Подойдя к нему поближе, тот медленно обхватил рукоять руками. Сердце замерло, дыхание будто бы остановилось. Волнение явно превышало норму, чувствовалось, что этот человек готовился к этому. пожалуй, очень долго. Так и было на самом деле, все тренировки были первоначально для того, чтобы достать эту катану из камня. Ну, если это было что-то вроде святого экскалибура, то вряд ли бы Наруто так просто достал его, но... Видимо, этот клинок сюда воткнул его прошлый владелец. Медленно, орудие вышло из ока в камне, и Наруто увидел ее. Филигранную, просто великолепную катану. Ярко-желтое лезвие, по которому в тот час же прошли, такие же яркие, буквально золотые молнии. Кроваво-красная надпись на ней, что читалась как Джанада, а также сама структура клинка. Это была катана, но с небольшими зазубринами на тыльной стороне лезвия, что могли бы позволить разрывать жертву, наноси околотые раны. Катана была просто великолепной, а по лезвию то и дело пробегали молнии. Наруто с явным восхищением осматривал находку, а планка его радости сегодня поднялась до невероятного уровня. Меч сдавал странные вибрации, да и к тому же, по нему полным ходом били молнии желтого цвета. Проведя совсем немного чакры, Наруто заметил, что лезвие катаны вибрирует на высокой частоте. У него в голове возникла одна весьма неплохая идея. Создавая настолько высокочастотные вибрации, клинок должен был разрезать чуть ли не все, с чем соприкоснется. Ударив лезвием о камень, тот без проблем разрезал булыжник надвое, с еще большим восхищением смотря на свое новое оружие. Джинада прохрипел Наруто, вдруг обнаружив, что он больше трех лет, ни разу не разговаривал, а голос его очень сильно хрип. Да и незачем было говорить то, толком, образ живет он сам, и за все время ни разу не встретил людей. Но при этом, его новый голос ему даже нравился. Он звучал зловеще, и достаточно опасно. Но, сегодняшний день, припас для Наруто далеко не один сюрприз. Не успел тот насладиться красотой этой великолепной катаны, как услышал крики на вне его убежища. Быстро выбежав из пещеры, тот увидел тяжело раненную девушку. Несколько локонов ярко-фиолетовых волос свисали наперед, волосы были завязаны в хвост. Ее одуяние что-то напомнило Наруто, но сейчас это важно не было. Девушка кричала от нистовой боли, пронзающей ее тело каждую секунду, а бок ее был пробит чем-то. Вероятно, ее сбросили в обрыв. Но тут, собственно, подоспели те, кто бросил ее туда, видимо, чтобы удостовериться в ее смерти. Запортметив высказала Власова мальчишку с катаной, те немного насторожились, но виду не падали. Банданы кусагакури выдавали в них шиноби деревне скрытой в траве. Мальчишка, уйди по-добру, по-здорову нахально попытался запугать Наруто первую шиноби, достав катану. Но, сам Наруто был не пальцем деланный, и просто повернувшись к нему, прохрипел вопрос о том, что... Не мне нахально спросил Наруто, провоцируя шиноби на эмоции, что сработало более чем хорошо. Почти в ту же секунду, шиноби кусы метнулся к узумаке, но не успел он и добежать, как парнишка будто превратился в пыль. Что? Задал вопрос обескураженный шиноби, осматриваясь по сторонам, как вдруг услышал «мой нож, лишь тень». И в ту же секунду, его глотка была перерезана. И что самое интересное, вместо крови, из раны посыпались золотые монеты. Как и второй шиноби, так и сам Наруто были в глубоком шоке, но Наруто вышел из него раньше, и быстро приблизившись, точно так же перешил второго шиноби. Девушка выглядела раненой, видимо сбросили ее с расчетом на то, что она разобьется. Тельце у нее было крепкое, если та не разбилась о землю. Моментально среагировав, Наруто принял меры первой помощи, медленно вытащив девушку из воды, тот взял ее на руки и отнес к своему убежищу. Найдя все нужные лекарственные растения, тот быстро начал разводить настойку, параллельно этому прокладывая рану тканью, и меняя ее, чтобы остановить кровь. Взглянув на девушку, тот ударил ее левой рукой в шею, на секунду перекрывая солнечную артерию. Сразу же после этого, та потеряла сознание. Кровотечение, как и все другие процессы в организме девушки замедлились, что было на руку Наруто, и тот продолжил лечение. Уже спустя несколько часов, рана была обработана и перевязана. Конечно, Наруто пришлось раздеть незнакомку для того, чтобы хорошо перевязать рану, но, это было необходимо, а сам Маловласый решил, что просто не будет ничего говорить ей об этом, чтобы не возникало лишних вопросов. Прошло еще несколько часов, и девушка медленно пришла в себя. Поднимаясь с кровати, та резко была остановлена парнем, который в долю секунды уложил ее обратно. Лежи, двигаться, это последнее, что тебе сейчас нужно, прохрипел Наруто, все еще привыкая к своему голосу. Девушка все же приподняла голову, чтобы увидеть своего спасителя. Ка, кто вы? Тихо задала вопрос Та, чувствуя ужасное истощение после полученных ранений. Наруто тихо ответил ей, готовя лекарственный чаек, чьи свойства укрепляли сосудистую систему. Узумаки Наруто сказал Наруто, перемешивая чай, и медленно протягивая его незнакомки. Теперь представься сама потребовала Узумаки, на что девушка взяла чашку, и аккуратно приняв сидячее положение, сделала магов, который был уничтожен сегодня. Проговорила вы, а на глаза ее навернулись слезы. Девушка выглядела всего-то на пару лет старше самого Наруто, а сейчас, буквально совсем недавно она потеряла всех родных, да и сама после была ранена. Наруто аккуратно погладил тупо голове, отчего немного успокоилась. Ладно, я обучу тебя, и научусь сражаться, чтоб больше тебе не приходилось видеть смерти близких но даже этого более чем хватило, чтобы поверила в его слова. Дождавшись, пока девушка допьет чай, Наруто забрал у нее чашку, и после, уложив ее, сказал отдыхать, пока рана не затянется. Вы очнулась достаточно рано, но пробуждение ее не было приятным. Заприметив Наруто, который сидел, и осматривал золотые монеты, что посыпались из ран убитых им шиноби вместо крови. От этого парнишке шло какое-то тепло, чем-то он возле себя. Что-то держал вот тут, не давая ей сбежать через блинг. Сам же Наруто с увлечением потирал золотую монету в руках. Деньги выглядели весьма привлекательно, учитывая то, что деньги правят всем, что существует в этом мире. После силы деньги были, наверное, самым важным. Деньги. Они привлекают. Тихо прохрипел Наруто, побросив монету в воздух. Та же ярко блеснула на солнце. После, приземлившись четко в руку Алло-Волосому. Продолжение. Будет, я обещаю, много воды утекло. Прошло уже чуть ли не пять лет. Нет, не пять лет, просто время тянулось неутолимо медленно. На самом-то деле, прошло всего-то навсего два года, может, немного больше. Наруто и его уже давно покинули свое старое убежище, а сам же Наруто. Ну, что вам сказать, прямо сейчас он преследовал свою новую жертву. Кигура Тоцки, пристпомник Ранга-Эс, отмечен в книге Бенова как особо опасный. Заказчик просил привезти живым, помнится. Во время своей достаточно мирной прогулки, Кигура вдруг почувствовал мертвецкий холод, исходящий, будто бы, от самого себя. Ему стало не по себе, было такое ощущение, будто ему прямо сейчас перережут глотку, но не было понятно, кто и откуда. Но вдруг послышалось леденящий душу мой нож. Лишь тень. Будто бы на самое ухо. Тоцки моментально осознал, что его шансы на спасение резко снизились практически до нулевых, ведь за ним пришел сам Баунти Хантер. Охотник, что не упустил еще ни одной жертвы. Слухи о нем расползлись по всему миру чуть ли не мгновенно, а за два или три года его интересных похождений он уже стал и точкой и точкой по исполнителям различных задач в подпольном мире. Кигура достал клинок и судорожно пытался найти нападавшего, но заглянуть в колодец душ ему, увы, было не суждено. Чувства вдруг заступились, зрение помутнело, а взор глаз отступника затянуло красной пеленой. Я помечен. Этот рак сделал вывод тот, уже прощаясь с жизнью, опуская свою катану вниз. к земле и харкать кровью. Рядом с ними, помимо брызг крови, послышался звон золотых монет. Преступник. Не уйдет от законного возмездия вынес смертный приговор Баунтихантер, а сам Нукинин уже потерял сознание. Урона оказалось слишком много, более чем достаточно. Ладно раздвинув руками, Баунтихантер выгрузил на свое плечо этого парнишку, после чего вновь испарился, будто превратившись в пепел. Добраться до Ханзая не составило труда, и с этой задачей наемник справился более чем на ура, достаточно быстро. Зайдя внутрь этого грязного места, где обитали различные отбросы, чьи жизни и гроша медного не стояли, тот прошел ближе к самому Таше. Усатый, весьма красный мужчина с широкой улыбкой распахнул дверь в так называемый склад, как только почувствовал ужасную, холодную ауру убийцы, которого тот нанял на выполнение заказа. Сказали принести живым, а если не выйдет мертвым. Не знаю, что получилось, но награду я жду, звучал нахальный хриплый голос, а на складе черного рынка, будто из ниоткуда появился алый волос и высокий парнишка лет шестнадцати. Тот взвалил тушу отступника на стол, где Таше проверил пульс пойманного. Ты принес его живым. Отлично. Заказчик даст вдвое больше за него, сказал Таше, передавая и бессознательное тело каким-то людям, после добавив обезвредить его приказал Таше, достав из-под крупного стола две огромных сумки, набитых деньгами. Парень, что стоял напротив него ухмыльнулся. Ох, так я выручил вдвое больше награды. Довольно прохрипел тот, медленно укладывая сумки в специальный свиток. Таше также, просто невероятно для него улыбнулся. Конечно. Ты лучший исполнитель. Ты идеально исполняешь свои заказы, все наниматели более чем довольны. Возможно, скоро я начну давать тебе прибавки к наградам, заверил того торговец подпольного мира, на что парень попросил у него новые заказы. Таше медленно достал из стола один из новых экземпляров. Вот новая книга Бенва. Первые десять самые опасные известные инукинины современности, на всех их уже есть заказы, тебе решать, кого убить. Только быть осторожен на заданиях, первое место в книге Бенва занимаешь, ты предупредил того Таше, на что Баунтихантер гневно взглянул на него, явно задавая немой вопрос, на который Таше поторопился ответить. Не волнуйся, Баунтихантер, тебя туда внес, не я, мне незачем вносить в книгу Бенва, а также нанимать моего самого лучшего наемника, убеждал Таше, но Баунтихантера уже и след простыл. Высокий парень, огромная часть его красных волос заплетались в хвост. Волосы были длинными и колючими, чем-то напоминающими Мадару, если были распущенные. По бокам волосы были выбриты, и лишь несколько непослушных прядей нежно свисали на красивое личико. Правый глаз был закрыт, да и нужен он не был, все равно этот убийца был слеп на правый глаз, через который проходил неприятный, но достаточно брутальный шрам. Яркие натарные глаза, с черной обводкой радужки. Баунтихантером, или же этим парнем, которого я описал немного выше, звали Узумаки Наруто, и прямо сейчас он шел на своем свое новое задание. Мамачи Забуза, дьявол кровавого тумана, отступник СС Ранга, отмечен в книге Бенвы как не выполнять, так как Мамачи Забуза был уж слишком опасен. Наруто планировал закончить быстро, просто убив его, не выходя из невидимости. Тот медленно направлялся к месту, где по сведениям из сводки, было сказано, что Мамачи Забуза нападет на копирующего ниндзя, и команду генинов через приблизительно двадцать три дня. Добраться до того места труда не составило, Дая, вы ведь, тоже должна была направляться туда. Заметив команду генинов, Наруто насторожился. Забуза, должен был напасть на них именно здесь. Да, Кокаши вскрикнул, ложись. Повалив на землю всех генинов. А вот и кубики рябыча, вонзился в какое-то дерево. Пока месть, Наруто собирался просто наблюдать, ему было интересно, как себя покажут Учхасаски и его дорогая сестра. Воспоминания с ними у него были не самые приятные, но, стоит сказать, они хорошенько так вымахали, может быть, осмыслили чего. За своими мыслями, Наруто сильно отвлекся, заприметив уже как бой начинался. Все же, решив, что его время важнее, чем какие-то генины, Узумаки махнул рукой, подавая визнак, что пора нападать. Он знал, что вы уже тут, а потому, сам исчез. Вдруг, всех присутствовавших поглотило нечто странное. Забузы и кокаши, которые до сих пор просто обнивались словами, вдруг оба замолчали. Генины и вовсе потеряли дар речи. Ужасная жажда крови, чуть ли было не убила кокаши. Ну, а если быть точнее, чуть не убил его Блинковый, что лишь немного ранил хатаки, так как тот успел отпрыгнуть. Кокаши почувствовал нечто странное, будто бы порезы от клинков горели, а чакры в тех местах, где были порезы, не было. Взяв два куная, хатаки хотел было начать сражаться, но... «Ты уже проиграл на обмен!» произнесла девушка, сперва сложив клинки вместе, из-за чего образовалась энергетическая сфера из чакры, а после... резким движением, сфера была разорвана. Чакра кокаши будто взорвалась, высвобождаясь из седоволосого в огромных количествах, и нанося ему невероятно физический ущерб. Истощенный раненый кокаши припал на колени, смотря на девушку, что вывело его из строя всего за несколько секунд. Вы же, сделала очень сильный удар ногой по голове сына Белого Клыка, после чего, приготовилась к битве с Забузой, но... тот уже был повержен. Буквально минуты ранее, Забуза просто стоял и наблюдал за происходящим. С этой девчонкой забрать плотника будет еще проще, чем он бы мог себе представить. В предвкушении легчайшей миссии Забуза довольно ухмыльнулся. Но его идиллию нарушило нечто, что вогнало того в шок. Мой нож. Лишь тень. Услышал тот, будто на самое ухо. Забуза не на шутку испугался, но уже было поздно что-либо делать. За секунду он был помечен, а еще через секунду проткнут катаной в спину. Баунти. Хантер. Прошипел раненый Забуза, на что Наруто ухмыльнулся, поднимая одну монету и вытаскивая из своего противника меч. Это бизнес, ничего личного оправдался Наруто, оставляя на полу золото, что уже окрасилось кровью Забузы. Но Кеннин припал на колени. Не сдох еще. Риторически задал вопрос Узумаки, радуясь, что возьмет жертву живьем, но... В Шиуза Бузу очень метко прилетело Трисин Бона, а уже через секунду рядом с Баунти-хантером стал парень в Максанбу. Прошу простить мою бестактность, Баунти-хантер но этот отступник хранит очень много Таин Кири, потому я собираюсь забрать его. Кири Гакури щедро вознаградит вас за поимку его заверял того парниша, а к Баунти-хантеру уже подошла вы. Оба боя. Ну, как боя, скорее резкого вмешательства были окончены. Вы за неожиданностью быстро вывело Кукаши из строя, а Геннины даже нападать не решились, ну а Наруто... Наруто просто проткнул Забузу, чего вполне хватило. Главное, чтоб преступник не ушел от законного возмездия и хитро улыбаясь проговорил Баунти-хантер, отпуская Забузу вместе с этим парнем. Он понимал, что они заодно, но он также понимал, что Забузу будет считаться сбежавшим от того, от кого нельзя сбежать, цена за него возрастет, и тогда-то он нанесет удар. План был хитер, и не имел изъянов, ну, разве что только Тегнины. Каким-то образом ему удалось навязаться к Вае Наруто, чтоб тебе помоги им добраться до страны волн, но Наруто почему-то достаточно быстро согласился. Это несколько тревожило Вае, ведь та знала, насколько тот поверхностенный меркантилен. Медленно дойдя до дома плотника, Наруто убедил Вае, что так нужно. Медленно проходя по улицам одной из самых изнищавших стран, Наруто видел весьма неприятные картины. Голод, избиение за кусок хлеба, ненависть, нищета. Это выглядело странно, учитывая, что в это была погружена вся деревня, которая, буквально загнивала на глазах. Так как трое генинов навязались к Наруто, ему пришлось волочить какаши на плече. Какой тяжелый пожаловал сиаловолосой, перебрасывая Джоунина с одного плеча на другое, но тот даже не думал приходить в себя. Из всех троих генинов, опасность этого юноши, кажется, не осознавала только Сакура. А ты кто вообще такой? Нагло спросила та, но в тот же миг ее кумир Учиха Саски поспешил закрыть ей рот дура, подбирай слово, это Баунти хантер гневно прошипел на девочку Саски, не менее злостно смотря на нее. Было забавно наблюдать за этим, а также за тем, как Наруто в очередной раз показывался людям. На самом-то деле, многие его уважали, ведь знали, что этот охотник за головами руководствуется справедливостью и убивает лишь виновных, а потому сам Наруто не боялся показываться на людях в различных деревнях, а в новой книге Бенва в первой же строчке красовалась его прекрасная личика. Шли они достаточно медленно, да и в принципе спешка была бы ни к чему. Просто продвигаясь меж улиц, пока плотник не сказал здесь, и открыл дверь дома, на которой прежде указал. Наруто небрежно сбросил какаши прямо на Саски, отчего тот сперва чуть не упал, а после, обойдя Генинов, вошел в дом. Жилище у этих людей было весьма уютным и чистым, напоминало тот небольшой домик в стране дождя, которую Наруто посещал в поисках Пейна, но так и не найдя его, ушел с пустыми руками. Сейчас тот усердно думал, где Забуза нападет в следующий раз. Упускать его нельзя было, да и в принципе, стоял он уж слишком дорого. За два дня пути, Гата уже успел распространить слухи и поднять свою репутацию, и репутацию своих наемников вестью, что один из них смог сбежать от Баунти Хантера, а цена Забуза сильно выросла. За раздумьями Наруто и не заметил, как ему уже падали еду. Какая-то весьма симпатичная женщина, лет 25-30 на вид. Ох, извините, задумался, сказал Наруто, беря в руки палочки и прерывая какие-то дискуссии и разговоры. Ощущая на себе взгляды всех присутствующих, Наруто негромко, но достаточно слышно цыкнул и начал есть. Взгляды. Взгляды, пойманные на себе не то что раздражали, а не уничтожали изнутри, просто сжигали и разъедали, словно нечто горячее, еще с тех времен, как Наруто жил в Канохе. Ужасные проблемы с головой давали себе зать, и не вжержав и трех-трех минут пристальных взглядов на него, тот слегка стукнул по столу Хули вы смотрите тублять? Очень нервно спросил тот, и все в тот час же постарались отвести взгляд. Дальше все сидели в тишине, пока вдруг не заговорил Саски из какого деревня? Вопрос был весьма интересным, но ответ оказался еще интереснее и отступник из Каноха Гакурина саталаконично ответил Баунти Хантер, Чемберг всех троих генинов, да и его тоже в состоянии легкого шока. Из Канохи. Я не видела вас там раньше немного встревоженно сказала Мику, и что-то ее удручало. Ты даже сам вид этого юноши кого-то ей напоминал. Да куда тебе что-то видеть? Какие родители? Такой ребенок надавил на больное Наруто, даже не понимая, что тема ее, погибшего, брата стала очень болезненной. Он не следил за Канохой, не интересовался ей, а семья Хакаги его и подавно не влекла. Мику нахмурилась, ее дыхание участилось, будто бы она начинала что-то понимать. Саски все еще складывал пазл в своей голове, решив задать финальный вопрос ваш правый глаз ранен. Что это за шрам? Задал вопрос Саски, готовясь к не самому приятному для себя ответу. Наруто ухмыльнулся, так, что даже по вы пробежали мурашки. Тебе ли не знать? Тихонько сказал тот, так, что его услышал только Саски. Глаза Саски в долю секунды расширились, сердце бешено заколотилось, а по телу прошел холод. Такой, будто тот только что увидел мертвеца. Ну, хотя, по факту ведь так и было. Этого человека все считали, да и по-прежнему считают мертвым. Саски опустил голову, есть ему дальше не хотелось, было видно, что ему очень жаль, он действительно сожалел о том, что он сделал около шести лет назад. Наруто более не намерен был отвечать на их глупые вопросы, лишь просто взяв свою тарелку, тот подошел в раковине, ополоснул посуду, и молча вышел из дому. Ни Цунами, ни Тазуна, ни Сакура, ни даже вы не понимали, что только что произошло, и почему вдруг Мику будто бы ушла в раздумье, а Саски сидел с очень поникшим видом. «Мне нужно выйти!» Тихо сказал Ичхо, вставая из-за стола, и выходя из дому. Выйдя на улицу, Саски почти сразу видел сидящего у реки Наруто, который будто бы о чем-то думал, смотря куда-то ввысь. Баунтихантер обратился тот калавласому, на что Наруто лишь просто повернул голову. Сейчас внутри Саски была просто буря различных эмоций, что буквально не давало ему говорить. Но потребовал Узумаки, смотря на Учиху. Сам же Саски все-таки собрался с силами, чтоб сказать хотя бы что-то. «Тебя ведь зовут Узумаки Наруто?» Наконец спросил Учиха, опуская взгляд. Лицо Наруто Фмык приняло серьезный вид, и тот холодно ответил. «Помнишь, значит?» Медленно, но не то чтобы не спеша, Саски продвигался к тому месту, где хорошо чувствовалось чакры Узумаки. На землю плавно спускался густой туман, свойственный этим местам, рядом растелился густой лес и небольшое озеро. Заметив алую макушку, Учиха быстро поспешил к старому знакомому, ну, по крайней мере тот мог догадываться, кто же скрывается под легендарным прозвищем. Баунти-хантер позвал Саски, уверенно решив, что он все же задаст финальный вопрос, но все же надеялся, что ответит ему отрицательно. «М». Ответил Наруто, достаточно немного словно, но ему и не нужно было. «Тебя ведь зовут Узумаки Наруто?» Задал последний вопрос Саски, а по его виду можно было сказать, что тот напрягся, это было видно невооруженным глазом, помнишь значит. Сделал вывод Узумаки, немного отводя взгляд. Саски тоже был весьма сильно раздосадован, скорее уж тем, что он соделил ранее. «Прости, я сожалею о тех увечьях, что нанес тебе, всегда сожалел. Просто, это ком. Начал было Саски, но дослушать его Наруто явно не хотел, а потому достаточно быстро перебил, да, по тебе заметно. Я прекрасно понимаю эффект толпы. Тебя я толком и не винил, пусть именно ты и оставил меня без глаза, но ты никогда не инициировал подобные мероприятия. На сей раз Наруто излагал свою мысль весьма обширно, а Учхо облегченно вздохнул, будто с его плеч только что гора упала, но тот по-прежнему был в каком-то смятении, будто бы не ощущая самого себя, будто бы потерявшись между реальностью и иллюзией. В какой-то момент тот невероосмотрел парня, а после снова убедился, что это действительно был он. Наруто медленно поднялся, подошел-подошел к Учихе и аккуратно похлопав тву по плечу сказал не беспокойся, ты последний, на кого обрушится законное возмездие тихо, буквально на ухо прошипел Наруто. Саски же почувствовал себя очень странно и еще более растерянно, чем раньше. Узумаки медленно подошел к дому и заприметив застолье со своей сестрой, тот решил, что лишнее внимание этих людей ему ни к чему, а потому просто открыв окно, тот вошел внутрь помещения. Попав в дом, Наруто несколько оторопил от увиденной картины. На полу, возле кровати сидит тот мальчишка, что очень гневно смотрел на них всех еще во время ужина, и... плачет? Да, слезы попросту ручьями текли по его щекам, а сам мальчишка, что так горько ревел, вдруг еще и всхлипывать начал. Ты б хоть на кровать сел, что ли? Отрешенно произнес парнишка, усаживаясь рядом. Убирайся! Вскрикнул. Инари, кажется, так его звали, этого мальчугана. Зачем вы здесь? Зачем? Каха! Кем бы ты ни был, гад и все равно найдет людей сильнее вас, так какова цель. Все не унимался Милки, то и дело поглядывая на Наруто запухшими от слез глазами. Юноша внимательно выслушал мальца, сделав некоторые выводы в своей голове, а после, очень удрученно, будто бы он обречен на страдания, вздохнул. Сдался значит. Начал говорить Наруто, поглядывая на стену. На стене же, весело фото мужчины, он выглядел весьма величественно на фоне остальных, да и в принципе, Наруто не один раз видел его, когда заглядывал в страну волн. Этот человек, он часто боролся за это жилье, я видел это своими глазами. Кто он тебе, и где он сейчас находится? Весьма важные вопросы, и Инари вдруг в очередной раз паник, на сей раз куда сильнее, чем прежде. Оу, прости, если задел зуба. Хотел было извиниться Наруто за свою бестактность, но Инари не дал ему договорить. Да. Он был сильным человеком, и моим, пусть и не родным, но отцом. Медленно, слезы вновь начали подкатывать, а глаза Инари вдруг начали отблескивать от жидкости в них. Так. Где он сейчас? Более-менее спокойно попросил продолжить Узумаки, но у Инари вдруг началась истерика. Тот начал очень громко плакать, и будто бы не мог остановиться. Узумаки все прекрасно понял, и медленно приобнял парнишку, аккуратно, как брата, тихонько успокаивая его. Вот оно как. Хриплый голос Баунти Хантира сейчас не звучал таким уж злобным и коварным, скорее уж добрым и заботливым, не таким, как всегда. Это сделал Гатта и его люди. Задал наводящий вопрос Наруто, все еще пытаясь успокоить Инари. Мальчишка медленно приходил в себя, и когда он же мог говорить, более-менее внятно пробурчал «Да». Говорить это ему было явно больно, Наруто прекрасно понимал это. Он аккуратно наклонился к нему, после чего, очень тихо, но так, чтобы Инари его слышал, попытался напоследок успокоить Мальца. Не волнуйся, все будет хорошо. Я понимаю, терять близких это больно, но мы должны бороться. Бороться, за жизнь, за свою жизнь, и за жизни тех близких, что еще не покинули нас, пока не поздно. Наруто ненадолго замолчал, а после чего добавил, аккуратно положив истощенного после очередного нервного срыва Нарина кровать. Я скоро вернусь. Непоколебимо произнес Наруто, а его голос ныне звучал зловеще. Куда ты? Тихо задал вопрос Инари, понимая, что скоро он потеряет еще одного человека, но все еще отказывался в это верить. Я обрушу Нагата правосудие ответил Наруто, параллельно понимая, что для Инари все что происходит очень тяжело, возможно, даже настолько же тяжело, как было ему когда-то. Он видел в этом мальчишке себя и хотел помочь ему. Но ведь не успел тот договорить, как Наруто вновь оказался возле него. «Слушай, Инари, у тебя тоже будет важная миссия. На твой дом могут напасть бандиты Гата и взять тебя с твоей мамой в заложники для шантажа». После этих слов Наруто покопошился в своих карманах и достал небольшой листочек. «Вот, держи. Если будет какая-то опасность, порви этот листочек и я приду к тебе на помощь, хорошо?» Ласково говорил Наруто, протягивая некий дар Инари. «Хорошо. Инари хотел еще что-то сказать, но его перебил Наруто, но для начала можешь попробовать напугать их. Скажешь так, если вы не уйдете, то сюда придет Баунти-хантер. Понял?» На эти слова Инари лишь устало кивнул, и после лишь увидел, как Наруто испарился. Тот повернулся лицом в подушку, и вновь залился слезами. Он прекрасно понимал, что Наруто сейчас пошел к Гата, а также совсем недооценивал парнишку. Для него такая вылазка была ничем иным, как самоубийством. И вот еще один человек погибнет из-за его слабости. Наруто же, поглощенный гневом на Гата, а также понимающий, что на базе Гата сможет найти Забузу, быстро двигался в сторону деревни, а если быть точнее, более живой ее части. Найти убежище Гата казалось проще простого. Почти сразу же, после прибытия на местный рынок, Наруто заприметил яростно размахивающего топором мужчину, что чинил сущий беспредел. Ждать Шиноби не стал и, уйдя в мир теней, моментально оказался возле разбойника. Только почувствовав ужасающую чакру, странное ощущение, будто бы мертвецкий холод, исходящий от самого себя, разбойник остановился, а после, ощутив возле своего горла нечто острое и голодное, что разрезало его кожу даже не косаясь ее, вовсе запаниковал. Как а ты? Разбойник заикался, а потому договорить ему не дали. Где база гата? Хитро улыбаясь проговорил узумаки, чуть сильнее прижав джинаду к горлу противника, отчего на пол вместо крови посыпалось несколько золотых монет. Баунти хантер? Взвопил разбойник, а в его голосе отчетливо чувствовался. Страх. Где база гата? Чуть более строгим тоном задал все тот же вопрос Наруто, ожидая ответа. Разбойник не заставил просить себя третий раз, а потому практически моментально ответил. Там. Там огромная башня в жуткой панике протараторил мужчина, что уже успел обмочиться от страха, что было видно по огромному пятну на его одежде где-то между ног. Отлично, теперь ты мне больше не нужен, сказал Наруто, а разбойник и взвизгнуть от ужаса не успел, как уже лежал на полу с перерезанным горлом. Из раны уже потекла кровь, окрашивая горстку золотых монедвал и цвет. На землю медленно спускался туман, густой, непроглядный, но Наруто знал, куда он идет. Он идет наказывать преступника, который позволил себе слишком много, ведь законное возмездие должно настигнуть каждого, кто виновен, каждого, на чьих руках кровь. Башня оказалась видна издалека, несмотря на сгущающийся каждую секунду туман. Мир теней вновь поглотил узумаки, и тот без труда лишил охрану жизни. Всю охрану у всех входов и выходов. Тот просто появлялся из ниоткуда и наносил критические удары. Пол вокруг башни окатило кровью, и даже внутри крепости послышался звон золотых монет. Кто ужасная аура, жажда крови, желание убивать запомнила всю башню. Сторожевым разбойникам казалось, что им в любой момент перережут глотки, либо вскроют животы, хотя почему казалось, в принципе, так и было. Кричавший ранее разбойник вдруг упал на землю, а через секунду вновь этот звук. Металлический звон посыпавшихся на землю монет. Что? Стоя в ступоре воскликнул бит, упав с перерезанной глоткой. Наруто. Нет, теперь это был тот самый отступник, занимавший первое место по стоимости заказа на его голову в книге Бенва, тот самый головорез, что возомнил себя правосудием. Это был баунти-хантер, и он пришел собрать дань. Колодец душ боли не скрывал его, но, ему это было не нужно. Довольно ухмыляясь, тот продвигался все дальше, обезвреживая каждого противника на своем пути точными ударами высокочастотного клинка. Все шло как по маслу, каждый разбойник либо же низкосортный шиноби в долю секунды падал замертво, но вот вышел кто-то. Кто-то, кто мог составить конкуренцию по силе нашему герою. Словно прорубаешь себе путь, баунти-хантер надменно произнес мужчина, спрыгивая с потолка на землю. Мое имя Мусору. Я как и ты инструмент в чужих руках. Ухмыляясь сказался довласый мужчина, чьи глаза, да и вовсе верхнюю часть лица закрывали повязки, все в крови и грязи. Наруто сразу же его узнал, тринадцатая строчка в книге Бенва Якуруми Мусору. Это был отступник из страны воды, отмечен как особо опасный, стоял даже дороже чем Забуза, который был на семнадцатой строчке. Ох, да я сорвал большую куш. Мало того, что гад и пришел, так еще и Мусору заявился. Ну, чтож, награда уже ждет меня устрашающий хрипел Баунти Хантер, поводив клинком вокруг себя, будто бы ожидая атаки оппонента. Мусор уже заливался истерическим смехом. Пафосно прикладывая руку к своему лицу в области глаз, которых не было видно, тот поправил свисающие на лицо волосы как же удобно ты игнорируешь смерти, оправдывая все это правосудием. Парируешь внутренностями своих врагов, говоря, что ты справедливость. Но скажи мне, Баунти Хантер, если ты несешь справедливость, то кто станет справедливостью для тебя? Задал вопрос Мусору, медленно доставая свое оружие. Два не больших трезубца, Сая, оружие ближнего боя, что так же можно метать. Ну да ладно, ты лишь простой головорез, и теперь-то ты можешь умереть со спокойной совестью, прокручивая Сая в руках, сказал Мусору, приготовившись к драке с Баунти Хантером, который словно непробиваемый стоял и просто слушал его, откровенно забавив болт на смысл слов сказанных Мусору. Ну чтож, приступим, сказал Узумаке, исчезая из виду. Почти сразу же, все помещение наполнило ужасающей жаждой крови, а Мусору ехидно ухмылялся. Заполняешь пространство вокруг себя ровным слоем чакры, чтоб тебя было невозможно найти. Умно сказал Мусору, просто ожидая атаки, быстро. Вдруг глаза отступника затянуло красной пеленой, это была метка. Трак. Ну чтож, повоюю, с невидимкой надменно произнес Узумаке, нанося удар в спину противника. Тут ты проиграл, будто бы игнорируя полученные ранения, сказал Мусору, нанося быструю и сильную серию ударов по Наруто, но тот просто испарился, вновь уходя в колодец душ. Странно. Я ведь попал по тебе, произносил Мусору, понимая, что дело плохо. Раним тот был достаточно сильно, а блокировать удары противника, место положения которого вычислить невозможно, было бы весьма трудно, так и еще. Когда Баунтихантер становится невидимым, он будто бы уходит из этого мира, он исчезает. Теперь понятно, зачем тот распространяет чакру вокруг себя. Там, где он исчезает чакры, быть не может. Его техника явно использовала межпространственные барьеры, либо и сама вовсе была межпространец мусору напрягся, но это ему толком не помогло. Из-под тяжка Наруто вновь нанес сильный удар, рассекая плоть противника, и буквально выпуская внутренности, вспоров живот. Пол вмиг покрылся кровавыми пятнами, заливая ранее упавшие на него монеты густой красной кровью. Да как? Так? Не в силах говорить, произнес мусору, еле как еще дыша. Противник бил больно, бил очень много, и параллельно этому буквально танцевал у него на голове, будучи невидимым. Ситуация обрела действительно скверный оборот событий, по крайней мере для самого мусору. Не успел тот что-либо сделать, как вспышка, ярко-желтая, но просто золотая молния, и голова отступника ранг С уже упала на пол, а за ней бездыханное тело также свалилось, окончательно обмякнув. А сколько пафосу-то было. Голос Наруто звучал несколько разочарованно, но, грустить о недостойности соперника сейчас было время несколько неподходящее, а потому Узумаки продолжил путь, буквально-таки прорубая себе дорогу, выстилая ее красным ковром. Ковром из крови. Одна, огромная дверь с позолоченными вставками в ней сильно выделялась на общем фоне. Предположив, что там может быть, Наруто нежно приоткрыл дверцу. Ну, как бы так сказать. Гата, сидевший в своем кабинете, и считавший деньги, вдруг подскочил от громкого звука. Обернувшись, тот заметил сорванную с петель дверь, и больше ничего. Совсем. Кто бы ты ни был, выходи, иначе сейчас придут мои люди, и выебут тебя, и в рот, и в жопу. Хи-хи-хи, довольно ухмыляясь про хихикал Гата, осматриваясь вокруг, но вдруг. Леденящий душу, мертвецкий холод прямо за его спиной и заставил мафиози вздрогнуть. Нет больше твоих людей, и тихо прошипел Наруто, на самое ухо Гата, и тот услышал его, очень хорошо слышал. Блять, стой, не убивай меня, а я поделюсь с тобой своими богатствами, умолял Гата, уже чувствую холодные объятия смерти. Баунтихантер убрал свой клинок, и развернул Гата к себе. Показывая, потребовал узумаки, угрожающий повертев оружие в руках. Гата испуганно заметался по кабинету туда-сюда в поисках ключа, а когда наконец нашел его, тот медленно подходил к дверце, что было будто бы впаяно в дверь. Быстрее! Воскликнул Наруто, подгоняя преступника, а сам же вновь зарядил меч Чикрой, отчего по лезвию орудия пробежали вспышки молний. Гата ничего не ответил, не смог, побоялся отвечать. Дверца была открыта, а после чего Наруто подошел поближе, дабы взглянуть на богатство, что хранил Гата. Много. Даже запечатать столько водно печать не выйдет, даже больше, чем у меня прокомментировал тот, и Гата уже было подумал, что спасен. А для тебя, так уж и быть, правосудием стану не я. Ты будешь отвечать перед теми, перед кем Винови Наруто вмиг обломил все сказочные мечтания Гата, резко нанеся сильный удар по голове, ворубая преступника. А это я возьму с собой медленно вытаскивая огромные сумки, набитые драгоценностями и деньгами. Хо-хо-хо, как же тут много восторженный перебирая и считая чужие деньги произносил изумки раз за разом, постепенно погружая все богатства в карманные измерения в печати. Отлично сделал нетрудный вывод Наруто, запрокидывая карлика в виде Гата на плечо. Башню постепенно окутывал туман, но уже несколько другой, нежели раньше, да и в принципе тот уже нарушая абсолютно любые законы физики стал совсем уж непросветным. Решив, что за ним пришли и прекрасно понимая, что сейчас он не хочет драться с Забузой, Наруто медленно выпрыгнул в окно, параллельно этому исчезая. Забуза, что как раз пошел искать Наруто, вернулся с пустыми руками. Подойдя к башне, тот увидел ну, буквально дорожку из золотых монет, политую кровью. Ни минуты не размышляя, что здесь произошло, прекрасно понимая, чьих это рук дело, Забуза быстро направился к Гата. Войдя в дверной проем, дверь из которого была выбита, тот не увидел ни Гата, ничего. Лишь открыто шеф, а также пару монет, лежавших на столе. Вот же сука! Мы опоздали! С досады произнес Забуза, прокручивая свой меч в руках. Внезапно рядом с ним появился и тот человек в маске, что спас его раньше. Это был Баунти-хантер. Впечатленный зрелищем задал вопрос Хаку, а Забуза лишь многозначительно кивнул, и вышел из кабинета Гата, а затем из башни. Наруто же, избежав попадания в злосчастный туман, медленно шел в сторону пристанища людей из Канохи. Гата уже успел очнуться и попытался брыкаться, но вдруг понял, что оказался связан. Куда ты меня везешь, сукин ты сын? Завизжал испуганный мужчина, а Наруто заметно усмехнулся на смертную казнь и ответил парень, чуть подбросив Гата, чтоб тот ударился головой о дерево, дабы болтал поменьше. Но ведь мы же договорились. Я тебе заплатил. Не умолкал Гата, все еще продолжая дергаться. Слушай. Наруто остановился, сбросив ублюдка со своего плеча. Либо ты прямо сейчас заткнешься, либо я лично тебя прикончу. И тогда можешь даже не рассчитывать на быструю смерть по его интонации можно было понять, что он не врет, и Гата этого было достаточно, чтоб поверить ему. Наруто вновь запрокинул преступника на плечо и продолжил путь. Добрался тот до места назначения весьма быстро, дорога заняла около сорока минут, не так уж и много. Вновь войдя в дом таким же образом, как прошлый раз, Наруто заметил, что Инари спит. Четверг. Хотел было что-то сказать Гата, но в тот же час был оглушен ударом о стену. Молчать приказным тоном произнес Наруто, сбрасывая Мальчишка весьма быстро пришел в себя, увидев в своем доме связанного Гата. Вот и я самодовольно произнес Наруто, усмехаясь осматривая поваленного на землю Гата. Его усмешка не несла в себе ничего хорошего. Вошедший в дом Наруто ни разу не собирался церемониться с Гата, а потому, как только преступник оказался на земле, послышался негромкий глухой хлопок. Что же это у нас? Задорно произнес парнишка, иный меч. Знаешь, что это? Ехидно спросил Наруто, повертев оружием перед лицом Гата, а после дав ответ на свой же вопрос, медленно вынимая клинок из ножен. Это Вакидзаси. Меч такой же как катана, только укорочен. Хорошо подходит. Ты сам понимаешь для чего. Ухмыляясь, Наруто протянул меч Нари, а мальчишка аж будто побледнел. Убей его, вознеси на него наказание за всех родных, что покинули тебя по его вине, приговаривал Наруто, все еще протягивая острый Вакидзаси мальчику. Инари медленно взял оружие, в абсолютном смытении, и поднес его к Шеи Гата. Руки затряслись, в душе бушевало буря эмоций. Он не мог, он очень сильно колебался, не в состоянии убить человека. Если будешь колебаться, останешься слабым. Убей его, иначе это сделаю я, и ты не сможешь заплатить ему за смерть отца, убеждал мальца Наруто, говоря это очень серьезно. Гата же, заприметив как мальчишка колебается, захотел попробовать заговорить зубы и сбежать. Стой, пожалуй, стопощаде. Взмолил Гата о пощаде Уинари. Я думаю не стоит говорить, что это была провальная идея. Заткнись! Вскрикнул Наруто, моментально Ну же, чего ты ждешь? На поле боя ты бы уже давно заплатил своей шкурой. В нашем мире не обойтись без убийств, а если ты хочешь защищать свою деревню, тебе придется убивать тех, кто покушается на нее тихо сказал Узумаке, и эти слова неплохо подействовали на Иинари. Сжав клинок в руках покрепче, тот закрыл глаза, а после быстро и неаккуратно вонзил клинок в тело бандита. Руки тряслись, в душе обушевало смятение, он только что лишил человека жизни. Гата предсмертно еще пытался что-то прохрепеть, но Наруто перерезал тому глотку, и преступник упал на пол, захлебываясь в собственной крови. Первый раз самый трудный пытался разъяснить Наруто, убивать Джанаду обратно в ножна после же, ты сможешь убивать без колебаний и закончал свою мысль Наруто, невзначай прислушавшись к окружающей его среде. Ему казалось, что в доме присутствовали еще какие-то источники чакры. Но ведь команда 7 ушла на мост вместе с архитектором. Цунами. Тихо проговорил Наруто, распахнув дверь из комнаты, все еще шокированного Инари, и моментально исчезая, рассыпавшись пеплом, скрываясь из виду. Пока Инари и Баунтихантер разбирались с преступником, ничего не ведая, цунами просто стояло на кухне, подвергая пищу термическим обработкам, проще говоря, жаря рыбу. Но вдруг, ни с того, ни с сего, на пороге появилось пятеро крепких мужчин, буквально до зубов вооруженных. Почти сразу стало очевидно, чьи это люди и зачем они здесь. Где этот седовласый ублюдок? Вскрикнул один из разбойников. Да, господин Забуза велел отыскать его, поставил перед фактом другой, вдруг зацепившись взглядом за цунами. Ох, какая цепочка, а может ты нам скажешь, где хатаки Кукаши? Он должен был быть ту. Не успел тот договорить, как пал на землю, окрашивает уф кровавый красный цвет. Пять врагов пять наград довольной добычей процедил Баунти Хантер, спрыгивая с потолка и моментально обезвреживая еще одного противника. Ах ты тварь! Вскрикнул один из пятерых, быстро метнув топор в сидящего над трупом товарища Шинобе, но, тот даже уворачиваться не стал. Он просто исчез, растворился в пепле. Что? Куда он делся? Осмотриваясь по сторонам вскрикнул метатель, но это ему не помогло. Почти моментально он тоже был убит. Лишь редкие возникновения красных волос и дьявольской ухмылки на лице охотника за богатствами последние, что видели эти пятеро. Наруто слегка посмеялся, после, про себя добавив не стоило и возиться самодовольно выкинул тот, поворачиваясь к цунами. Они ведь ушли на мост. Вместе с Вой. Задал нужные ему вопросы Наруто, смотря на цунами. Растерянная девушка, особо даже не думая, кивнула, что заставила Наруто измениться, тот был настроен серьезно. Это плохо. Вынес Варди к тузунке, вновь испаряясь, на всех порах двигаясь к мосту, в страхе страхе не успеть. Опять. Посмотревая на свою, определенно бледную левую руку, Баунти Хантер погружался в не самые приятные воспоминания. Помнится, как-то доводилось ему иметь дело с Акацуки. Кокозу. Ронин. Да, кажется, этот человек был самураем, посягнули на его заказ прямо во время выполнения миссии. Видимо, они получили несколько разные цели, Наруто должен был сопроводить этого высокопоставленного человека, а у Акацуки были планы убить его. Отступник и Ронин застали врасплох, не дав шанса отбить клиента, а после ушли. Догнать их не составило труда, но, видимо, было уже поздно. Устроив что-то вроде полигона в небольшой деревушке, Кокозу прибил клиента к стенке, не давая тому двигаться. Ты немного опоздал, герой. Мой маленький щит мне уже не нужен, ехидно твердил Кокозу, поднося к горлу добычи куны. Отпусти дайми. Потребовал Наруто, доставая катану из ножен. Точно. Этот дядька был дайми какой-то. Некрупной страны. Не дождавшись ответа, Наруто было уже бросился в бой, но вдруг тому пришлось блокировать удар, нанесенный мужчиной, что уже было зазевал. Не против, если я вмешаюсь. Не мне ехидно, чем напарник, говорил темноволосый мечник, пока Кокозу злорадно смеясь приподнял дайми воздух, держа того за голову. За него мы выручим много денег. Сказал тот, уходя он весь твой, Йору. Вскрикнул напоследок тот, уходя стоять. Отчаянно, чувствуя безысходность, провозгласил Наруто, бросаясь в погоню, но и в этот раз он был остановлен с дороги. Прогонял незнакомца Узумаки, но тот лишь самоуверенно ухмыльнулся. Сперва я хочу потанцевать с тобой, сказал тот, заводя клинок, принимая боевую стойку. Стиснув зубы от злости, Наруто сжал клинок в руках, приготовившись надрать зад, но сражение оказалось, как бы помягче, в одни ворота. Йору доминировал в чистую, не оставляя шанса, а также не забывает посмеяться над своим противником. В очередной раз, когда их клинки толкнулись, Йору начал давить на свой меч, не давая Наруто брать Джинаду и снова атаковать. «Ты самоучка и весьма неплохой, но чего-то тебе не хватает», утвердительно произнес Йору, нанося сильный удар по катанию Наруто, отчего тому пришлось проехать по земле несколько метров. Но, Йору ведь и не собирался ждать, пока Узумаки придет в себя, верно? Да, он на всех порах уже устремился к сыну Желтой Молнии, нещадно нанося удар, ранний правый глаз, попав точь-в-точь в шрам, оставленный у чихой Саски, напоминая о старых ранах. Наруто был в смятении, так и еще это ужасная боль, он еле как стоял на ногах. Отрицаешь суть своего оружия. Что-то внутри, оно есть. Оно рвется наружу, оно хочет утонуть в крови твоих врагов, но ты сдерживаешь его немного разочарованно произнес Йору, покручивая клинок вокруг себя. Эти слова несколько разозлили Узумаки, и опираясь на собственную катану, тот встал, а после, уверенно в своих силах, вытянул клинок в сторону Йору. Нет. Мой клинок лишь орудие справедливости, я наказываю виновных, и собираю с них. не оправдывался Наруто, но... Да ладно, тебе ведь нравится убивать Ехина, произнес Йору, уже находясь за спиной Наруто, а после, резким движением, лишил Наруто как самоуверенности, так и левой руки. Из раны в ту же секунду хлынула кровь, просто фонтаном она текла из отрезанной конечности. Вот сука ругнулся Наруто, пошатываясь, и крепко держа Джанаду второй рукой, которая, благо еще была на месте. Медленное движение, и тот попытался ударить Йору, но безуспешно, а противник как назло подливал масло в огонь своими насмешками и стебом. Старайся лучше. После очередного промаха вскрикнул Йору. Вот Наруто снова завел клинок ох, может ты сначала хочешь попрактиковаться? Опять неудачи. Наруто бы не помер тут, если бы не вмешалось вый. Отпрыгнув назад, Йору поправил волосы, вновь ухмыляясь, а после вовсе рассмеялся. Вот же, везучий чертяк усмехнулся везению парня Ронин, решив ретироваться, так как уже заметил лишнее внимание. Наруто тогда, кажется, сильно повезло, ему смогли присобачить новую руку, да и в целом вышел сухим из воды, учитывая какая у него была кровопотеря. Сейчас, вспоминая об этом, тот боялся, что вновь не успеет, что на сей раз он потеряет не заказчика, а кого-то близкого. Ему казалось, что он может потерять вой. Мост окутывал мощный туман, и лишь редкие искры свидетельствовали о том, что на мосту идет битва. За полчаса до прибытия Баунти Хантера на мосту все было относительно спокойно. Генина о чем-то расспрашивали вы, а Кокаши усердно патрулировал. Как вдруг всю местность окутал густой туман. Это необычный туман, я не вижу сквозь него шаринганом, он состоит из чакры, доложил Кокаши, достав куны. Но, что-то точно пошло не по его плану. Вдруг, все, кто был на мосту, оказались заточены в ледяную тюрьму, а в зеркалах то и дело возникал тот самый кто может выбраться от сюда проговорил вы, создавая контур спел щит вокруг себя, защищаясь от игла. Ты справишься с Забузой. Этого можешь оставить на меня заверил Ту Кокаши, и просто кивнув, вы покинула купол, но почти сразу уже столкнулась с мечником. Ни секунды не думая, ничего не говоря, вы быстро бросилась в атаку, нанося четкие удары своими клинками, что напоминали огромные тычковые ножи. Забуза, теперь уже знавший, чего ему грозит хотя бы одна царапина, мастерски блокировал все атаки. Я уже знаю, как ты сражаешься, заявил мечник, отправляя его в ближайшее препятствие, сильно ударив Ту с ноги в живот. Ва весьма быстро проиграла неравную схватку, а потому же скоро отхватила еще пару трек ударов, а после вовсе поймала с собой технику водяного дракона, что стала финальной точкой. Техника сильно ударила девушку о одну из колонн, что держали мост, и та не могла пошевелиться. Хотя бы как-то верну ему должок периодически злорадно посмеиваясь проговорил за Буза, занося клинок. Заприметив, в каком положении сражения, Баунти Хантер сам того не понимая, превысил собственный лимит скорости. Вот-вот, Ива погибнет. Нет. Вскрикнул тот, но его никто не слышал. В надежде сделать хоть что-то, спотыкаясь от невероятно развитой скорости, и наступающего отчаяния, Наруто моментально вынул клинок из ножен, после чего не задумываясь метнул его в Забозу, но перед броском тот опять споткнулся, и клинок попал в меч Забозы, немного сбив его. Вот-вот, и он снова опоздает, вот так. Так же, как и тогда. Перед глазами возникло изображение Юру, и пелена гнева, то самое чувство беспомощности вновь окатилось головой, но Наруто уже стоял возле вы, подставившись под удар. Меч моментально вошел в тело, разрезая плод как масло, дробя кости как фарфор. Наруто спойнул кровь, а Забозу ухмылялся еще шире. Ух ты, искал медь, а нашел золото и хийно проговорил тот, подергивая клинок внутри баунти хантера, надеясь доставить тому как можно больше боли и страданий. Блять. Снова. Выругался Наруто, понимая, что в прошлый такой раз все было так же само. Наруто. Растеряна, абсолютно не веря в сложившуюся ситуацию проговориловый. Забуза медленно извлек кубики рябучей зузумаки и тот, без сил, с пробитой груди пал на землю, прямо на руки к своей ученице, которой постепенно приходило сознание произошедшего. Из глаз ручьем покатились слезы. Не веря, а чачнее. Все эти чувства, испытываемые ей, и не только ей, питали нечто темное внутри парнишки. Нечто, что лучше было бы оставить спящим до конца времен. Нечто настолько ужасное, что сам король преисподней бы побоялся голос подать при этом существе. Резко раскрыв глаза, Наруто заприметил, что находится в странном месте. Таинственная пустота, или же осколки, блеклое отражение реальности, проекция параллельных миров была видна ему. Самый большой осколок, что смотрел на него четко под 90 градусов, отражал светловолосого мальчишку. Он казался таким жизнерадостным и веселым, несмотря на уготованную ему судьбу. Слева, тот смог заметить несколько других осколков, хотя, их тут было уж слишком много. В одном был темноволосый, сошедший с ума подросток, борющийся за мир в темное время технологий, в другом отражении тот увидел рыжего парня лет 20, в мацке Лиса, который, видимо, ничего не помнил, ни о себе, ни о ком, и так можно было бы перечислить до бесконечности, но вдруг, из глубины темной пустоты, что-то зловещее, но в то же время манящее, подило свой сиплый, ужасный голос. Так ты все-таки посмел заявиться в колодец душ, смертный. Тихо говорил дьявол, смотря на гостя в этом чудном измерении. Так это и есть колодец душ. Осматриваясь вокруг, и видя в осколках отражение сотен и тысяч его альтернативных копий, сказал Наруто. Ты при смерти, челевеческое отродье. Наглый кусок смертной плоти. Древнее зло, сидящее далеко внутри все не унималось. Че? Ты кого-к? Хотел было начать хамить Наруто, но вдруг как-то призаткнулся, почувствовав ужасающую силу, что источало это существо. Я вижу тебя насквозь. Я позволю тебе жить, дитя из моего видения, но взамен, ты будешь страдать. Твоя судьба никогда не будет легкой. Так прими же мой дар. Харт, оф Тараско. Голос с каждой секундой звучал все громче, пока Наруто вдруг не почувствовал, как ускоряется его сердцебиение. Что ты сделал? Задал вопрос тот, медленно осматриваясь вокруг. Наделил твое сердце темной энергией, ответил о существо, пусть и без особого энтузиазма. Что значит, дитя из моего видения? Задал ключевой вопрос Наруто, ожидая ответа. Злая сущность рассмеялась, но все же ответила, уже более желанно, нежели раньше. Однажды, ты вернешься сюда, и перед тобой станет трудный выбор. Спасти мир, взамен на вечные страдания, продав свою душу, либо же спасти себя, пожертвовав реальностью, когда же речь темного существа закончилась, вдруг сон Наруто оборвался. Вернувшись из колодца душ, Узумаки сразу же почувствовал невероятный прилив сил. Раны моментально затягивались, была просто ужасающей регенерацией, кровь пульсировала более бурно, чем раньше, а земля под ногами лопалась, искажаясь от ужасной силы, исходящей от Узумаки. Я снова здесь, теперь уже он произносил эти слова эхидно, наводя клинок на противника. Забуза принял единственное верное решение, ретироваться, но был убит гораздо раньше, чем смог воплотить идею в жизнь. Невероятно быстро Наруто исчезал и появлялся, и также неутолимо быстро добравшись до Забузы, тот непонятным для мечника движением перерезал тому глотку, избежав столкновения мечом. Забуза-сан тихо произнес Хаку, выходя из своего зеркала. Тот собирался атаковать в спину, но он забыл про тех шиноби, что остались у него в тылу. Как только владелец техники покинул зеркало, весь купол с зеркал рухнул, ахатаки-какаши, что без особого труда выбрался из-под обломков, быстро среагировал, неминуемо забирая противника на тот свет при помощи ракери, прямо в сердце. Бой на мосту был окончен. Окончен с победой, но теперь все не будет прежним, как раньше. Придет час, и суд настанет, а бренное дитя, чье сердце скверное, полно леденящий душу, голос все не давает покоя, просто разрывалась голова от постоянных терзаний и сомнений, исходящих из самых глубин его души, но он все двигался, дальше и дальше. Поднимаясь, Наруто заметил, что ранение уже перестало быть таким серьезным, как было ранее, а после вовсе исчезло, как и не было его. Подняв к Тану, тот сердитым взглядом одарил Забузу, и быстро двигаясь к нему, рассек, от ужаса немого Нукинина. Вслед за ним, отправился и его товарищ, что был готов пожертвовать собой, чтоб спасти наставника, но не успел. Умер и Забуза кратко произнес последние слова, можно даже сказать, завещание. Мальчишка, мой меч, забери его себе, думаю, с тобой он будет в достойных руках. Наруто злобно покосился, но мертвеца, все же он смог простить, за то, что тот на жизни его близких покусился. Ну хорошо, тихо промолвил он, поднимая кубики Рябыча, и укладывая его надежно за спиной. Пошли и спокойно кинул тот команде из Канохи, давая тем понять, что он вернется в деревню, и будет стынуть в жилах кровь, всех тех, кто перед ним виновен. Битва на мосту окончилась победой, но все терзающие изнутри сомнения, и мысли о том демоне, что находился в глубинах зловещей пустоты, не давали покоя. Все мысли Наруто были погружены в их разговор, а также в то, как ему вновь попасть туда. В колодец душ Вспоминалась в голове древняя легенда, о демоне, что заточен в колодец душ, за свое скверное поведение, что даже среди дьяволов считалось неприемлемым. История, легенда, о демоне, чей инфернальный образ, по сей день живет внутри этого мира. Террор Блейд. Легенды о нем слагались давно, а о его действиях было написано в древних писаниях, но не каждый, далеко не каждый был знаком с легендой об самом ужасном дьяволе. Если это и вправду заточенный в колодец дождь демон, весь мир может быть и подвергнут ужасной опасности. И не только этот мир, а и другие миры тоже. В этом странном измерении были сотни тысяч разбитых зеркал, где виднелись копия, под призмой зловещего отражения, те резко искажались, и было снова видно зловещее отражение. Это давало повод поразмыслить, но, долго размышлять тому не дали. Сакура, заметив, что Наруто пялится в одну точку, и идет будто бы не обращая ни на что внимания, поинтересовалась. «Баунтихантер-сан, вы с нами?» встревоженно задала вопрос девочка. Наруто же словно холодную воду окатило, тот просто моментально пришел в себя, недоброжелательно осмотрев Сакуру, что вывело его из своих мыслей. «Да, я тут». Просто задумался. Тихо прошипел Наруто, проверив, все ли на месте, а также немного оторопев от пройденного ими пути, ведь прошло же всего несколько минут. Или он настолько сильно ушел в себя, что даже потерял счет времени. Вышла неподалеку, вовсе не обращая внимания на такое состояние Узумаки, видимо, она уже привыкла к подобным приступам. «Баунтихантер-сан?» Значит Саски решил не рассказывать, сделал вывод Наруто, чуть протерев глаза, чтоб прийти в себя. «Извините, а вы пойдете с нами в Канаху?» задала вопрос Сакура. Наруто прекрасно понимал, что она лишь наивная девчонка, но все же, грубить тому, либо же как-то оскорблять ее не хотелось. Все же, Наруто сумел остаться человеком, несмотря на все то, что ему довелось пережить. «Да, я возвращаюсь домой», проговорил Наруто, все еще оценивающий и оценивающий, осматривая команду генинов, и идущего рядом Какаши, которого, видимо, вовсе не интересовало, почему в Канаху и вместе с ними идет отступник. На самом-то деле, Какаши спокойно определил личность Баунтихантера еще при первой их встрече. Чакру такого цвета, он встречал только один раз. «Как же ты изменился?» Наруто. Все, что успел подумать Хатаке, прежде чем девочка снова задала вопрос о «Как вас зовут?» После этого вопроса, Мику навострила уши, внимательно прислушиваясь к ответу, а Наруто значительно напрягся, что не ускользнуло даже от Сакуры. «Что-то не так». Забеспокоилась девочка, но Наруто пару раз просто кивнул головой. «Значит Учиха все же не сказал, да». Загадочно улыбаясь, проговорил Узумаки, поглядывая на Саски. Да подтвердил Саски, продолжая идти как ни в чем не бывало. «Ты знаешь его?» Задала вопрос на сей раз уже Мику, складывая в голове некоторую картину. Она хотела было еще что-то спросить, но ее остановил Наруто. «Меня зовут». Узумаки Наруто после этого Сакура несколько замешкалась, а вы Мику и вовсе остановились. Вы впервые слышали его полное имя и фамилию, и была несколько шокирована тем, что он Узумаки, а Мику... Мику просто не могла поверить своим ушам. Ее глаза моментально округлились от несказанного удивления, восторга, и одновременно с этим печали. Ей не верилось, что это действительно он, ее брат. Та аккуратно прикрыла рот руками, как бы не сказать чего-то лишнего, либо же вовсе не закричать. Сакура несколько забеспокоила такое поведение сокомандницы, и та весьма встревоженно поинтересовалась с тобой. «Все хорошо!» Немного неуверенно в своих же словах спросила Сакура, слегка потряся подруга, которая, видимо, и не собиралась приходить в себя, а просто стояла с открытым ртом, смотря в спину Узумаки. Из глаз потекли слезы, невольно, неконтролируемо, будто бы от ужасной боли. «Да что с тобой такое?» В крайне довольное поведением товарища прикрикнула Сакура, но все без толку. Наруто, Кокоши и Саски уже остановились, так как две девочки сильно отстали от них. «Ну, вы идете!» «Как ни в чем не бывало», спросил Наруто, смотря на Сакуру и Мику. Намикадзе медленно приподняла голову, разглядывая своего брата, все еще не веря своим ушам. «Так ты выжил!» Захлебываясь в собственном же плаче, произнесла Мику, прикрывая рот руками, дабы не издать даже одного предательного всхлипа. «А ты куда более впечатлительная, чем Саски немного злорадна, наблюдая за страданиями сестры, произнес Наруто, положив руку на рукоять Джанады. Мое имя есть в книге Бенова Любова Шиноби, неужто ни разу не видела на самом-то деле, Наруто не знал, кто и где взял его имя. Были догадки, но в том-то и дело, что это всего-то на всего, какие-то догадки». Подозрительно прищурившись, Узумаки скептически осмотрел всех окружающих его людей, даже вы, но потом отбросив непонятного рода подозрения, открыл было рот, чтоб что-то сказать, но вдруг передумал. Чтоб Мику несколько пришла в себя, пришлось подождать некоторое время. «Ах! Все!» Как следует зевнув немного с саркастической интонацией, произнес Наруто, смотря на заплаканную сестру. «Ну серьезно, будто мертвеца увиди!» Точно после этого парню даже стало немного не по себе, ведь его реально считали мертвым, да чего уж тут, в тот день, он и сам считал себя мертвецом. «Я!» «В порядке!» Тихо произнесла Мику, медленно поднимаясь. «Раз так, то нам, пожалуй, пора идти!» Миссия так сильно затянулась абсолютно на «похер!» произнес Какаши, осматривая своих генинов и двух новых союзников. Возможно. До Канохи оставалось совершенно немного, буквально несколько минут простой ходьбы. С этого расстояния уже было видно громадные центральные ворота и даже, пусть и несколько нечетко, но двух людей в зеленых жилетах, которые, видимо, охраняли деревню от посторонних людей. Приближаясь к Канохи, Наруто вдруг напрягся. Он отступник, известный на весь мир, вряд ли его так просто пропустят и отведут к Хакаге. «Вы, иди с ними, я пойду другим путем», предупредил Наруто, а после скрылся из виду, исчезая в колодце душ. «Эй, куда?» с ярко выраженным удивлением вскрикнула Сакура. «Успокойся, Сакура!» Так нужно убедил Тусаски, пока те все ближе подходили к воротам деревни. Войдя внутрь, те столкнулись с двумя мужчинами, судя по одежде Чуниными. «О, Какашисан, вы уже вернулись!» «Как прошла миссия?» заговорил один из них с белой повязкой на переносице. «Да, миссия была быстрая» и согласился Какаши, доставая и отдавая свиток с миссией и разрешением на выход из деревни, чтоб их записали как шина белеста. Так. Что-то пробормотал под нос второй, яростно строча имена членов седьмой команды в свою книжку. «Отлично!» Вдруг произнес тот, возвращая обратно свиток. «Теперь двигайтесь к Хакаги с отчетом о миссии, он должен быть у себя дополнил первый Чунин». Дети просто осматривали двух дядей, не зная, что и сказать-то толком, а Какаши, ничего не ответив, просто кивнул. Забрав своих генинов, тот направился к резиденции, никуда не спеша. Но все же, его все еще не покидали сомнения, относительно Наруто. Почему-то он чувствовал что-то ужасное, злобное и скверное. Обернувшись назад, он взглянул на кришу одного из домов, где смог увидеть странный алловласый облик. На секунду остановив свой ход, Какаши пригляделся, отчего его сомнения только усилились. «Следит за нами? Или ищет резиденцию? Черт, не нравится мне это. Но убить его я не в состоянии. Пожалуй, буду просто наблюдать», сложил небольшой план действия Какаши, продолжив движение. «Синси, что-то случилось?» спросила Сакура, что чувствовала себя вполне нормально. «Нет, ничего, мне просто показалось», ответил ей седовласый. Саски шел в раздумьях. Сейчас он переживал не самые лучшие времена. «Очевидно, ты будешь чувствовать себя несколько. Плохо, когда твой собственный брат убивает твоих же родителей у тебя на глазах. Вероятно, это ужасно». Перед глазами часто всплывали образы кровавой в бойне, а тут еще и погибший по его вине Узумаки объявился, из-за чего Чиха был сметен. Мико уже была совсем погашена, сейчас она выглядела как безэмоциональная кукла, смотрящая в никуда своими стеклянными глазами. Такими темпами, шины Белеста приблизились к огромному зданию, под надзором синего, красивого, словно морская гладь глаза. Смотря на деревню, стоя на крыше весьма крупного дома, Наруто осознал, что стоит прямо возле того самого переулка, где он часто получал по морде, ну, и не только по морде. В пару шагов он уже оказался над злосчастным местом, и внимательно осматривал каждый уголок этого захолустья. В конце темного коридора лежал побитый мальчишка, возрастом немного младше, чем сам Узумаки, чисто на вид. Мальчишка с каштановыми волосами, очками, которые дают в Академии ниндзя, и замотанных в синий шарф. Сцена с побитым конохом а именно так звали этого мальца, не вызвала у Наруто никакого сострадания. Тот просто некоторое время поглазел на это интересное зрелище, а после, своим самым ужасным тоном, так зловеще, что у него у самого мурашки пробежали по спине, прохрипел, коноха не поменялась. Красивая обертка, и гнилая середина, все так же, как и было, сделал вывод Узумаки, спрыгнув вниз, и направившись к зданию, в которое пяти минутами ранее вошли Какаши с его командой. Тем временем в кабинете Хакаги Какаши отчитывался за выполненную миссию. Хакаги Сама, заказчик, занесил ранг задания. Когда на нас напали братья и дьяволы, миссией стала ранга, а после мы столкнулись с демоном кровавого тумана, мамочи Забузой, и последним Юки, Юки Хаку. Прошу записать это, как миссию ранга С. проговорил Какаши, придав своему голосу официальный тон, будто бы на службе ванбу. Хорошо, запишем как миссию ранга С. Что по поводу доплаты за повышение ранга? Задал вполне интересный вопрос Минато, смотря на ученика. Как только дело в стране волн наладится, нам вышлют дополнительные средства, ответил Какаши, осматривая генинов, а после переведя взгляд снова на Хакаги. Отлично. Что ж, поздравляю вас с выполнением столь сложной миссии, можете отдыхать, сказал Минато, обращаясь к генинам. Свободный отдал приказ четвертый, и шиноби было стали уже выходить из кабинета, как тот добавил. А ты, Какаши, останься ненавязчиво попросил тот, но для Хатаки этого хватило. Вам что-то нужно, Хакаги Сума? Задал вопрос пепельный волосый, ни разу не желая оставаться здесь больше ни на секунду. Расскажи мне о подробностях миссии, а также я хочу знать, как дела у отрядов по поимке Баунтихантера обозначил цель Йондаеми, а Какаши несколько напрягся. Кроме тех подробностей, особо больше ничего не происходило, но Баунтихантер был замечен лично мной. Когда мы находились в стране волн, он вырезал всю банду Гата, а самого мафиози похитил. Что с Гата неизвестно ответил Какаши, повергнув в шок Минато. Четвертый знал, что этот отступник Селен, но вступ настолько. В какой-то момент, он перестал быть уверен, что сам справится с ним. Это нехорошо. Он может стать огромной проблемой. Констатировал факт Хакаги, осматривая комнату. Занятие это было скучным, да и вовсе бесполнизным, но всяко интереснее, чем бумажная волокита. Ладно, можешь идти, Какаши. И кстати, скоро будет Чунин Шикин. Вот, возьми, я думаю твоя команда готова, сказал Минато, протянув бывшему ученику трелисточка. МГ кивнул головой Какаши, взяв приглашение на экзамен, а после покинув кабинет Хакаги. Как только тот вышел, воздух в кабинете потяжелел. На стенах появились порезы, а атмосфера стала гнетущей. Минато чувствовал мертвецкий холод, исходящий от самого себя. Вдруг у него почему-то стало болеть горло, будто бы то самое ему кричало аккуратно. Потеряв то самое место, Минато несколько раз встряхнул головой, думая, что это ему уже мерещится от усталости. Поняв, что это не так, четвертый сложил печать концентрации. Кай произнес тот, но ничего не произошло. Окончательно и добил четвертого голос, звучавший над самым ухом. То, что ты видишь реально, глупец четвертый Минато ни секунды не думая выпрыгнул из кресла и почти моментально обрушил на свое старое место несколько кунаев, но ничего не обнаружил. «Покажись!» Вскрикнул четвертый и вдруг начал чувствовать чакру. Чужую чакру. Она казалась ему знакомой, будто бы похожа на его собственную чакру, но раз в десять темнее, искаженная злом. «Кто ты?» Еще раз вскрикнул четвертый, складывая пазлы в голове. Скорее всего, это был Баунтихантир, но это чакра. Это чакра. Не может бить. Знаешь, Минато, я часто говорю, что все мои действия и убийства это бизнес хриплый, зловещий голос все не унимался. Но к тебе. У меня личные счеты после этих слов четвертый почувствовал нечто холодное возле своего горла. Осмотрав куная, которые уже были без печатей, а после мельком заметив нечто красное, скорее всего волосы, тот сложил в своей голове некую картину. «Если я двинусь умру, я прав?» предположил Минато, заставив убийцу ухмыльнуться. Какой догадливый насмешливо произнес Наруто, сильнее прижимая катану к шее четвертого, тупо стороной, делая надрез кончиком лезвия. Умереть от твоих рук лучшее наказание. Я рад, что могу ответить за содеянное перед тобой. Кто бы мог подумать, что Баунти-хантером окажешься именно ты украдкой улыбнувшись, Минато приготовится к скоропостижной кончине, но вдруг клинок был убран от его горла. Тау успокойся ты, не собираюсь я убивать тебя. Но я все еще зол на тебя, отец последнее слово Наруто, можно сказать, выдавил, не желая произносить его вслух. Я прекрасно понимаю тебя. Я худший отец согласился с ним, Минато, после добавив мы начинаем ценить то, что любим, только после того, как теряем это услышав нечто пободное, Наруто приставил пару пальцев к подбородку. Это самое умное, что я от тебя когда-либо слышал в очередной раз и сдевнулся Наруто. «Ладно, я собираюсь стать ниндзя твоей деревни», сказал Наруто, осматривая несколько протекторов. «Ну, тогда тебе нужно будет». Наруто буквально молился всем богам, чтобы это была не Академия Шиноби. «Пройти Академию ниндзя» с ухмылкой произнес Минато, а на лбу Наруто от злости аж набухло вена. «Слушай-ка сюда». Начал было тот, но Минато его перебил. Но не все так просто. Арачимару начал проявлять подозрительную активность, а среди учителей Академии есть одна его крыса. «Тебе нужно будет ликвидировать крысу Арачимару. Это будет твое первое задание», сказал Минато, протягивая сына фотокарточку, на которой был изображен белый волосый мужчина, что гадко ухмылялся. «Это он крыса». Хилы какой-то вынес приговору Зунки, осматривая изображение. Митсуки сильно чунин, что не смог стать Джанином из-за своих подозрельных действий. Он потерял родителей после нападения Кьюби, и с тех пор у него немного не в порядке с головой, потому-то он и примкнул к Арачимару. «Благо я смог предвидеть такой ход событий», объяснил Минато. «В планах Митсуки скорее всего будет выкрыть цветок с запрещенными техниками. Пожалуйста, поймай и обезвредь его раньше, чем это случай. Договорить четвертому не дали. Рада». «Перебил того Узумаки, убрав Джанаду внажно». «Сто двадцать пять тысяч рэ» обозначил сумму Минато, и Наруто ненадолго замер. «Это ж халява!» кричал его жаждущий денег разум. Узумаки ухмыльнулся. «Я беру этот заказ», сказал тот, исчезая. «Как же все так обернулось?» Совсем недавно он клялся самому себе, что сотрет эту деревню с лица земли, а теперь готов бороться за нее. «Или все же есть какой-то скрытый мотив?» «Кто знает, кто знает?» «Поймаешь крысу, и можешь считать, что звание генина твои протянул Минато, после же отдав Наруто небольшой конверт с досье». «Что насчет награды?» напомнил Узумаки, укладывая папку, куда подальше, а если быть точнее, запечатав ее. «Сто двадцать пять тысяч рэ» обозначил сумму четвертой. «Халява!» мысленно вскрикнул Узумаки, а в реальности же начал медленно испаряться. «Я беру этот заказ». Дал согласие тот, прежде чем совсем исчезнуть. Так как колодец души щерпал себя, и ему требовалось восстановление, Наруто не смог более передвигаться в, невидимом, режиме, а потому просто прогуливался по деревне, идя к академии ниндзя. По пути Узумаки встретил Сакуру, которая любезно общалась с его напарницей, даже не так, скорее уже спутницей и ученицей. «О, вы, я как раз думал, где бы мне тебя искать вместо привычного «привет», сказал Узумаки, подходя поближе к Сакуре и «вы». «Привет, Наруто» поздоровалась «вы», но и Сакура тоже не растерялась «Да, здравствуйте, Нарутосан Наруто несколько даже понравилось такое приветствие». С суффиксами мое имя звучит «весьма неплохо», «Да, привет, вы, Сакура, поздоровка все по-нормальному парень». «Вы, когда ты планируешь идти к Хакаге?» «Ты ведь не заходила с генинами копирующего?» «Задал интересующий его вопрос Наруто, смотря на вы. Ближе к вечеру, сейчас у Хакаги наверняка полной работы ответила вы, которая прекрасно знала о планах Наруто вернуться в родную деревню. Просто назло всем восстать из мертвых». «Отлично!» «Ну, чтож, у меня первое задание в роли шина Белеста, и я, пожалуй, пойду». «Время было ранее, первое занятие в Академии должно было начаться где-то через два или три часа, и нужно было еще найти и разузнать, где преподает этот Митсуки». «Что за задание?» Поинтересовались Сакура и вы чуть ли не в унисон. «Извините, но сказать не могу», «Миссия секретная» весьма скудно ответил Наруто, и собирался уже было дальше идти, но... «Извините, за такой вопрос». Сакура несколько замялась, не зная, как бы это лучше спросить, а... «Вы... для вас...» «Кто на вам?» все-таки продолжила девочка. Наруто остановился, обдумывая вопросы, размышляя над вариантами ответов, а вы подобные просто ввело в ступор. Наруто повернул голову в сторону Сакуры, после чего, совсем непонятно с какими эмоциями, ибо они явно были смешанными, сказала она моя ученица, ничего больше после этих слов, Узумаки пошел дальше, в немного приопущенном настроении. Словно же его, сильно ронили сердцевой. Она всегда считала, что является для него хотя бы другом, ведь они столько пережили вместе, сколько дерьма повидали. Конечно, утверждать, что Наруто говорил подобно серьезно нельзя было, но звучали эти слова очень неприятно, и... аж грустно становилось. Сам же Наруто после этого чувствовал себя не лучше. Ему было несколько неприятно думать о подобном. Естественно, Ва имела огромное значение для него, ведь он не стал бы жертвовать своей жизнью, если бы она ничего не значила для него, но все же, чувства были несколько неоднозначными. Было сложно определиться, и сказать точно, а от того приходилось врать. А подбирать слово Наруто не умел от слова совсем. Из подобного рода размышлений его вывело столкновение с кем-то, а после весьма громкий звук падения, причем не один. Осмотревшись вокруг себя, Наруто заметил перед собой двое Академии, а также девочку лет восьми. Сама девчонка была смазливая, яркие желтые волосы, красивые лазурно-голубые глаза, да и в целом, внешностью она явно удалась. Но в глаза бросилась маленькая деталь. Небольшой, как раз под ее рост костыль, что лежал возле нее, а с другой стороны точно такой же. Чуть присмотревшись, Наруто узнал ее. Это была его младшая сестра, которую тот видел всего-то пару раз, из-за того, что часто он запирался в своей комнате, часто лежал где-то на улице побитый и откисал, а также, очень часто, сама девочка лежала в больнице. А ее, младшая дочь четвертого, родилась с некоторыми дефектами. Проще говоря, у нее почти не работали ноги. Со временем, это еле как удалось вылечить, но все же, полноценное лечение, требовало очень долгого времени. Я ненавижу вас всех. Если я не покромсал вашего папаши на кусочки, это не значит, что я забыл. Злость вдруг захлынула с головой. Заметив неприятные выражения лица, девочка прижалась к стене, буквально сворачиваясь в клубок. Наруто вспоминалась картина. Какое-то ничтожество, тянет к нему руки. Воспоминания мелькали одно за другим, самые ужасные и неприятные. Доставка Тану, которая только очутившись в руках хозяина начала вибрировал на высоких частотах, Наруто приблизился к Айоа. Ничтожество. Злобно произнес тот, замахнувшись Джанадой на свою сестру. С чего возникла такая ярость, не совсем понятно, но Наруто явно собирался за все отыграться на этой ничтожной девице. Айоа из последних сил зажалась в угол. Слезы ручьями текли по ее щекам, а тело окутал страх. Разум Наруто же будто бы затуманился. Тот уже было собирался ударить, но... Заметив, до какого состояния он довел эту маленькую девочку, Наруто остановился. Сознание вмиг прояснилось, в нем проснулся и человек, а монстру тих. Руки задрожали, как никогда ранее. Тот просто в неверии смотрел на свою сестру, которая уже готовилась к смерти. Блять! Тихонько выругался Наруто, выронив клинок из рук. Он уже забыл про все, и про миссию и про вы, и про тот дурацкий вопрос Сакуры, тот видел лишь свою маленькую сестренку, которую сам же довел до ужасного состояния. Да и сам-то он был не лучше сейчас. Руки тряслись, ноги почти моментально подкосились из-за сильных переживаний. Его добрая, светлая часть понимала, что этот ребенок ни в чем не виноват, и что он не заслуживает страданий, таких, какие терпел он. Простите, простите меня, прошу, не убивайте, пожалуйста, умоляю. Судорожно бормотала девочка, захлебываясь слезами. Наруто стало тягостно, и тот попытался исправить эту ситуацию. Чуть-чуть пододвинувшись, Наруто приобнял Айо и начал медленно поглаживать ее по голове. Это тебе нужно просить меня. Я сорвался. Приговаривал тот, успокаивая сестру, причем, вполне успешно. Он и вовсе не мог подумать, что так все сложится. Девочка все еще не могла прекратить рыдать. Наруто аккуратно прижал девочку к себе, буквально уткнув ту в свою неширокую грудь. Спустя только некоторое время плач Айо утих, и были слышны лишь редкие всхлипы. Прости меня. Еще раз попосил Наруто прощение за весьма неприятный поступок. Истощенная эмоциональным потрясением девчонка взглянула на брата, после, нежно улыбнувшись. Ничего страшного. С кем не бывает Айоа была ужасно доброй, и могла простить кого угодно, за что угодно. А кто? Вы, такой? Задала вопрос Айоа, усевшись на земле, не в состоянии встать. Наруто, сидевший неподалеку, аккуратно, максимально искренне, как только мог сам улыбнулся. Меня Наруто звать, я твой старший брат. Сказал тот, смотря на единственного родственника, к которому тот не испытывал ненависти, пусть и сорвался раньше. Брат. Девочка была очень удивлена, но Наруто в ответ только закивал. Да, я твой брат. Тебе, наверное, сказали, что я умер, но нет, я на самом деле живее всех живых с каким-то, неведомым для самого себя восторгом, произнес Узумаки, чуть поглаживая сестру по голове. Круто. Воскликнула в ответ та, уже и позабыв их бывало стычки. Время шло, и вдруг взгляд Наруто пал на ноги девочки, которые выглядели весьма хлипкими, и вряд ли та могла нормально ходить. Ты все еще не можешь ступать на ноги? Спросил тот, хотя ответ и так был очевиден. Для ее это была больная тема, а потому не желая говорить, та просто кивнула, о чем черт побери, думаешь, четвертый, на первом же задании ее убьют. Пронеслась мысль в голове Наруто, но тот не решился озвучивать ее в голос, дабы не отбирать надежду у Маинько Айоа. Ты хочешь стать Шиноби? Невзначай поинтересовался тот. Да, я хочу доказать всем, что смогу стать Хакаги, несмотря ни на что. Наивно вскрикнула девчонка, вмиг заулыбавшись во все тридцать два. Наруто также улыбнулся в ответ. Время шло, Наруто все разговаривал с сестрой. Из их диалога тот смог вынести, что живется ей отнюдь не лучше, чем самому ему. Из-за слабости, невозможности ходить, ее оклеюмили позором четвертого, так как та скорее всего не сможет стать Ниндзя. Но после инцидента с Наруто, Минато стал тщательно следить за своими детьми, а поэтому все это было лишь глухой ненавистью и презрением, из-за ничего. Так бы они сидели дальше, но время рано или поздно заканчивается. «Ладно, кажется, уже пора на урок», сказал Узумаки, услышав неприятный, громкий звонок. Угу кивнула Айо, собираясь уже потянуться за своими костылями, но Наруто взял их раньше. «Ей, братик Наруто, что ты делаешь?» Взволнована спросила обескураженная Айо, смотря на брата. «Забирайся на спину», объяснил Наруто, присев перед сестрой. Та же не стала ничего говорить, и не задумываясь забралась на спину к брату. «Как круто!» Восхищалась в который раз Айо от, казалось бы, таких мелочей. «Неужто раньше никогда не каталась ни у кого на спине?» «Учитывая твою проблему, такое должно было быть часто». Задал вопрос Наруто, ненадолго остановившись, смотря куда ему идти. «201 значит. Мне налево», определил маршрут тот и продолжил идти. «Нет» решительно ответила девочка, а после добавила «Я хочу ходить сама, чтоб показать всем, что для меня такая слабость ни по чем с долей гордости за саму себя произнесла Айо, смотря на двери своего класса. «Братик, а ты что вообще тут делал?» Наконец задумалась девочка, смотря в затылок своего брата. Я на задание быстро ответил тот, открывая дверь, и входя в класс. Учитель, да и не только учитель, в целом весь класс был несколько шарашен, что младшую дочь Хакаги буквально на своем горбу приносит какой-то весьма симпатичный парнишка. Но сам Чунин преподаватель был удивлен и одновременно испуган больше всех остальных, ведь он узнал этого паренька, который был никем иным, как Баунти-хантером. «Вот черт!» подумала рука, а это был именно он, потянувшись за кунаем. «Успокойся» попросил Наруто, усаживая Айо за парту, на которую та указала, но и руку это ничуть не тешило. «Все, теперь мне пора выполнять миссию» нежно улыбнувшись, сказал Наруто, осмотрев аудиторию, а после впившись своим взглядом в и руку. «Ты не Митсуки» констатировал Узумаки, осматривая комнату. Не обнаружив предмета Митсуки в классе, Наруто уже собирался был уходить, как вдруг его цель сама пришла к нему, сперва постучав, а после открыв дверь. В дверном проеме показался парень лет 2025. Светло-серые волосы, зачесанные по разные стороны, хитрый и скользкий взгляд, прямо как у Арачимару. Как удобно хрипнул Наруто, в долю секунды оказавшись возле Митсуки, и в мгновение ока перерезав тому глотку. Кровь брызнула на пол, а также из раны посыпались золотые монеты, но... в жрук Митсуки истерически заржал. «Я знал, что Хакаги пронюхает все, ха-ха-ха. Удивительно, что ты стал его шавкой, охотник за богатствами захлебываясь в крови, произнес тот, а после... и тело Митсуки, и золотые монеты, и кровь, все это превратилось в дым. Каги Буншин!» Встрепенулся Наруто, понимая, что быстро эту миссию закончить не удастся. Вот же... Вспомнив, что рядом дети, Наруто сдержал чуть не вырвавшись из его уст мат, а озарить округу отборной бранью ему хотелось, ой, как хотелось! Ладно тяжело вздохнула Лавласа, метнув в сторону и руки строгий взгляд. Если появится в Академии немедленно бежать к Хакаги, или ко мне, сказал тот, а после скрылся из виду. Было весьма много вариантов, где искать Митсуки. Он мог спрятаться, мог уже красть цветок Хакаги, а мог за пределами деревни светски болтать с Арачимару, попивая ячейок. Разные мысли посещали Наруто, пока тот прочесывал всю округу в поисках Седова. «Какая лажа, теперь он знает, что я охочусь за ним!» Кто бы мог подумать, что он просчитает такой ход, негодовал Наруто, не обнаружив Митсуки в какой-то забегаловке. И чирыку, вроде бы. Выход оставался только один, предупредить Хакаги и ждать, пока преступник появится сам. Наруто мог бы создать кучу теневых клонов и направить их на поиски, но он попросту не умел этого делать. Конечно, у этого Узумаки были колоссальные запасы чакры, но нинджутсу у него просто не выходили, не получались совсем, а потому Узумаки часть всего пользуются тайджутсу и кинджутсу. Во-первых, потому, что так быстрее, во-вторых, потому, что у него это выходит куда лучше. Вот черт! Недовольствовал Узумаки, сидя возле одной из границ. Он потратил целый день, чтоб найти преступника, но так и не нашел его. В деревне уже шли скрытые поиски через Анбу, но учитель Академии будто испарился. И че делать, я даже метку поставить не успел, зло произнес Наруто, уперевшись лбом в стену, но вдруг услышал знакомый голос с другой ее стороны. Арчимару сама будет доволен, гадко посмеиваясь раз за разом признасил Мицуки, будто умолишь она безумец. Вот ты где! Сделал вывод Узумаки, запрыгнув на стену. Пока охотник медленно испарялся, жертва же, ни о чем не подозревая, потирала руки, будто бы что-то задумав, хитро ухмылялась, и все твердило, Арчимару сама будет доволен и его рассуждение прервал сильный удар в спину, предположительно катанный. Из раны хлынула кровь, а сам Мицуки услышал звон манит. Вот тварь, нашел меня. Хотя ладно, тогда и ты умрешь здесь, хи-хи-хи. Сперва издав пару противных смешков, Мицуки рассмеялся как психопат, а после начал покрываться черными пятнами. Какого хера? Удивился Наруто, вновь оголяет Женаду, пока есть время. Колодец души Щерпан. Нужно время, я пока что не смогу входить в него, оценивал ситуацию тот, приготовившись к сражению. Он подарил мне силу, ха-ха-ха, я не могу его подвести, периодически посмеиваясь как последний маньяк, Мицуки что-то говорил, буквально возвышая кого-то, кто дал ему силу, силы Арчимару требуют высокой цены. Тебе ли не знать пытался вразумить безумца Наруто, но в себе сталку. В край потеряв рассудок, Мицуки бросился на Узумаки, в долю секунды создав из своей руки каменную пику. Наруто сделал ответный удар Дженадой, и как итог, меч разрезал каменную пику, и руку Мицуки вместе с ней. Земля все больше окрашивалась кровью, и на ней было все больше драгоценных денек. Раз невероятная скорость, подмечал для себя особенности подобного режима Наруто, приближаясь, чтобы отрубить разрубленную вдоль конечность, но вдруг та соединилась, и вмиг срослась. Два безумной регенерации, пока Наруто подметил еще одну особенность проклятой печати Мицуки, у того же отросла вторая пара рук, и тут начал складывать сразу две серии печатей. Твою ж мать, подумал Узумаки, быстро оказываясь за спиной противника, но это тоже не помогло. Как только уже лезвие клинка, казалось бы, достигло цели, Мицуки увернулся, нанес ответный удар на гость разворота. Наруто подставил под удар Джинаду. Он, конечно, получил урон, и даже больше того, был сбит с ног и врезался в дерево, весьма неприятно, но ногу Мицуки разорвало от контакта с высокочастотным клинком, а это добавило пару секунд для следующей атаки. Три нечеловеческой реакции, подумал Лузумаки, уже было достав Мицуки, но тот пожертвовал верхней парой рук, которые были вмиг отрезаны, как ножем по маслу, а сам же схватил Наруто нижними руками, и притянув к себе со всей силы въехал ему с колена по ребрам. Результат был ошеломляющий. По ощущениям преодолев скорость звука, Наруто впечатался в дерево, но на этом все не закончилось. Сила этого удара пробила тело Лузумаки одно дерево, а потом другое и третье. Часть ребер были сломаны, Наруто откашливался кровью. Четыре ужасающие силы, отметил Наруто, который все еще не собирался паниковать. Выдернув кусок дерева из своего плеча, тот скрылся за деревом. «Я найду тебя!» кричал Мицуки, разбарсываясь по округе каменными пулями, пару из которых поймал телом Наруто, но они не нанесли особого вреда, просто поцарапали. Противник трудный. Я пока для него, я слишком много пользовался колодцем душ. Что ж, если мне нужно двигаться быстрее? Наруто выпрыгнул из своего укрытия. Ребра ужасно болели, но тот продолжал двигаться. Остановиться сейчас приравнивалось к смерти. Вкладывая всю свою силу, Наруто метнул куной, дабы отвлечь внимание Мицуки, и это сработало. Кретин! Вскинул тот, легко отразив куной каменной рукой, но оружие застряло в конечности. Вот же возмутился Мицуки, и вдруг видимость стала хуже. Движения его замедлились, тот сам того не понимая сильно ослаб. Зрение затянуло красной пеленой. Ча! Что это? На секунду приходя в себя месленно задал вопрос Мицуки, не осознавая, что с ним происходит. Особая техника, метко трак раздался хриплых голос, который уже был сзади. Что? Ну как? Кричал Мицуки, даже не успевший подумать, когда ты стал таким быстрым. Не унимался тот. Наруто нанес сокрушающий удар ногой. Мицуки как заблокировал его, но блок был пробит, а сам Мицуки уже спустя несколько секунд целовался с землей. Позволяет видеть помеченного противника сквозь преграды, невидимость и прочие помехи, а также крадет и передает мне часть его скорости и силы. Если на тебе метко, считай ты мертвец, объяснил Баунтихантер, медленно подходя к Мицуки. Вот. Ублюдок. Ругнулся тот, не понимая, что его ждет. Ну что, давай, рассказывай, какие планы у тебя, какие у Арчимару. Начал расспрашивать того Наруто, но ответа не последовало. Вот значит как. Раздраженно произнес Узумаки, поднимаяся до вас за волосы. Проклятая печать уже исчезла, Мицуки исчерпал свои силы. Ничуть не церемонясь, Наруто с усилием приложил Мицуки обрядом стоящее дерево, оставляя на нем кровавый отпечаток от головы подопытного Арчимару. Ну? Спросил снова Наруто. Когда ответа не последовало вновь, тот снова ударил Учителя Академии головой об дерево. Избитый, весь в крови, Мицуки начал смеяться. Смешно тебе, сука! Вскрикнул Узумаки, снова припечатав Мицуки дерево головой, на этот раз особенно сильно. Скоро он приедет. Хрипло протянул Мицуки, все еще посмеиваясь. Он придет. И Канаха больше не увидит. Даже надежды под конец своей фразы, Мицуки кровожадно рассмеялся. Но, его смех в мгновение ока был прекращен, очередным ударом головой, на сей раз, уже последним для Мицуки. Смотря на седого, Наруто задумался о его словах. Он придет. И Канаха больше не увидит. Даже надежды, это звучало весьма угрожающе, и более чем намекало, что Арчимару собирался напасть. Раны и травмы вдруг начали болеть усиленно, и Узумаки медленно, спотыкаясь со собственной ноги, не особо различая пути, пошел в сторону деревни. Не стоило нападать сейчас. Нужно было дождаться, пока колодец душ наполнится чекрой, а уже потом. Я победил, но теперь мне придется провести некоторое время на больничной койке. Такая мысль ничуть не радовала. Дойдя до ворот Канахи, и не обнаружив свою физиономию на страницах розыска, Наруто хмыльнулся. Постарался же говнюк, последняя свежая мысль, которая прозвучала в голове особенно громко. Стражники ворот заметив путника, сперва схватились за оружие, а после, распознав в нем Баунти Хантера, и вспомнив про указ Хакаги о снятии всех обвинений с Баунти Хантера в Канохе, вернулись обратно на пост. Хотел было один из них что-то сказать, но Наруто упал прямо перед ним, потеряв сознание от ужасной боли. Наруто медленно, еле передвигая ногами шел в сторону ворот деревни. Как только Митсуки был ликвидирован, все кости Наруто пронзила ужасающая, ранее неведомая боль. Множество переломов, внутреннее кровотечение из-за сильных ударов о вертикальной поверхности, и прочие прелести сражения с сильным противником без мира теней. Только было тот подошел к воротам деревни, стражники моментально схватились за оружие, но почти что сразу убрали его обратно. Наруто-сан, здравствуй! Стражник еще что-то говорил, но Наруто не слышал его. Проковыляв еще пару шагов, Узумаки с грохотом упал на холодную землю, осознание незамедлительно покинуло его от ужасной боли. Очнулся тот уже в больнице. Костя все так же ломила, но не так, как прежде, и Узумаки уже медленно мог двигаться. Еб твоюж! Сказал тот, медленно раскрывая Гляза, но увидев, кто сидел перед ним и понимая, что он только что сказал, поспешил закрыть их обратно, но крепкий подзатыльник достиг его раньше, чем тот успел что-либо сделать. Ай! Недовольно проснал Узумаки, оглядывая красноволосую женщину возле себя. Не прошло и минуты, как та выглядела весьма заплаканной, что ли. Та медленно обняла парнишку, с каждой секундой все крепче и крепче прижимая его к груди, отчего буквально через пару секунд Наруто уже чувствовал недостаток воздуха. Зачем ты так? Тихонько прорыдала Кушина, а это была именно она, чье сердце сейчас рвалось на кусочки. Якобы погибший сын оказался жив. Чего уж тут говорить, если Кушина все это время считала себя виноватой в самоликвидации сына, считала, что это именно ее безрассудное пофигистическое отношение довело Наруто до этого. Мам! Ты ж задушишь! Еле как прохрепел потрепанный всеми, кем только можно Наруто, пытаясь выбраться из крепкой охватки Кушины. Будто бы отпомнившись, женщина отпустила сына, незадачливо осматривая его. Теперь она уже не плакала, а улыбалась, и почему-то Наруто чувствовал какое-то тепло в этой улыбке, она будто бы грела его скверную душу. Кушина уже нисколько не волновала то, что ее сын опасный отступник, убивший множество людей, сейчас она снова может быть вместе с ним. Наруто тоже несколько глупо улыбнулся, не зная что и сказать. Так они и сидели бы, но через пару минут в комнату ввалились Мико, а Йоа конечно живый. Сестры тут же начали засыпать узумаки вопросами, от потока которых у него начала болеть голова, а вы просто отведя взгляд ехина улыбалась, будто бы говоря, так тебе и надо. Стойте, стойте сквозь какие-то вопли девочек попросил Наруто, и те почти сразу же остановились. Я сейчас немного не в том состоянии, чтоб отвечать вам на различные вопросы. Идите домой, мама, а Йоа Мико, пожалуйста, вынес еще одну просьбу Наруто, укладываясь на больничную койку обратно, переходя из сидячего положения в лежащее, и медленно прикрыв глаза. Время шло, и уже через пять минут палата пустовала. Если не использовать колодец душ, я слаб, очень слаб, множество шиноби, которые куда сильнее, чем Ю. Мне стоит тренироваться, снова. Все мелькали подобные мысли в голове узумаки, но стоит сказать, что прав он не был. Наруто обладал нечеловеческой скоростью, силой, а также при себе имел очень мощный артефакт, но этого видно, явно не было достаточно. Такие рассуждения весьма сильно утомляли, а потому, не найдя ничего лучше, чем просто отдыхать, Наруто провалился в сон, дабы восстановить силы. Время шло, а узумаки все не приходил в себя. Сейчас его организм чувствовал себя просто отвратительно, но он мог бы встать. Мирный и весьма чуткий сон Наруто потревожило то самое неприятное чувство. Будто бы все инстинкты вопят об опасности. Распахнув глаза, узумаки почувствовал ужасную боль по всему телу. Сердце билось чуть ли не в два раза чаще и сильнее, тело горело, и делать какие-либо движения не представлялось возможным. Так вот, Наруто парализовало от страха. Первобытный ужас окутал его тело, не давая даже открыть рот, дабы опрокинуть какую-нибудь гадость в сторону незваного гостя. Стоило узумаки хотя бы раз нехотя моргнуть, как тут же пред ним возник образ Чего-то странное существо, отдаленно напоминающее человека. Бледная кожа, яркие, желтые, змеиные глаза, демонический оскал, длинные, грязные, засаленные черные волосы, и какие-то лохмотины они мне внушали никакого доверия. Арачимару еле как простонал узумаки, осматривая отступника перед его кроватью. Ты догадливый, Нарута-кун. Мне это нравится, прошипел Арачимару, хищно смотря на Наруто, который из последних сил пытался сделать хотя бы что-то. Даже не пытайся. Я ввел тебе яд, ты не сможешь двигаться, и следующие три дня будешь чувствовать себя. Не лучшим образом насмехался Синьон, все еще стоя на том же месте, что и стоял. Ты пришел забрать мое тело? Видел, как я сражаюсь с Мицуки, да. Предположил Наруто, который все еще не покидал надежд сделать хоть что-то. Он еле как раскрывал рот, о том, чтобы закричать речи не шло, оставалось только надеяться. Снова угадал хрипло произнес Синьон, жутко облизнувшись. Ну, давай же. Почему ты этого еще не сделал? С доли злости, разочарования и безысходности проговорил Узумаки, приготовившись к чему-то ужасному. Нет-нет-нет, Наруто-кун, я пока что не могу этого сделать, время еще не пришло с загадочным лицом проговорил Орочимару, который начал давить жаждой крови на мальчишку, чтоб так нагло себя не вел. На самом-то деле, планы Орочимару сильно обрушились, ведь до окончания так званой перезарядки его техники перерождения оставались всего-то навсего пару месяцев, но так вышло, что Баунти-хантер загремел в больничку гораздо раньше. Ну, что ж, придется постараться, дабы заполучить желанное тело. Ха-х. Так ты не можешь. С довольной миной, усмехаясь как психопат, сладенько прохрипел Наруто, смотря на Синина как на беспомощного щенка. Тогла мне нечем волноваться. Ты меня не убьешь, и тело мое не захватишь, я победил ехидно улыбаясь. Наруто следил за реакцией Синина, которым новомерзко облизывался, гадко ухмыляясь. Все же, я не ошибся в тебе. До скорых встреч, Наруто Кун все так же зловеще произнес Арачимару, а уже через пару секунд его не было. Наруто отыгощенно выдохнул, при этом действие яда давало о себе знать. Все тело жгло, у Алла Власова видимо начался жар, да и вовсе состояние было достаточно скверным. Когда аппарат, считывающий пульс начало сдавать очень громкое, раздражающее пищание от давления превышающего 200 ударов в минуту, в палату вломилось несколько врачей, начав выполнять свою работу выводить яд. Данная процедура заняла, как и сказал Арачимару, три дня. За эти три дню, Узумаки прошел все круги ада, и даже побывал в объятиях агония, будучи на пороке смерти, но ему очень повезло спастись. Три дня не спавший, переживший невероятные мучения, Наруто без сил снова провелился в сон. Снилось ему нечто странное. Постоянное избиение, пьяный отец, избивки сестры. Во сне тут буквально переживал самое неприятное, что у него когда-либо случалось. Ему хотелось проснуться, но он не мог, как бы не старался. Пришлось приходить к крайностям, доходя до самоубийства во сне, дабы прийти в себя в реальности. Вскочив, покрытый холодным потом, и пыхтя и отдуваясь, Узумаки испуганно осмотрелся вокруг. Снова. Изрек тот, в который раз уже страдая от посттравматического стрессового расстройства, приобретенного еще в детстве. Тяжело дыша, Наруто резко сорвал с себя все кабели, что были присоединены к нему, забрал свою одежду, и, отдуваясь по пути, вышел из больницы, под недовольные воплими медсестры врачей. Уже через пару минут Узумаки был в резиденции, а еще через полминуты тот оказался прямо в резиденции. Не задавай вопросов, это важно. Арачимару собирался напасть на Канаху. Когда не знаю, знаю, что он хочет нас уничтожить. Об этом сказал Митсуки. Перед смертью отчитался Наруто, после же, немного задумчиво посмотрев на отца. А еще, я жду награду, напомнил тот, все еще сверлями Минато взглядом. Под суровым надзором лазурно-голубых глаз, четвертый достал из стола целую пачку денег, которая выглядела весьма внушительно. Вот. А теперь, расскажи в подробностях про нападение Арачимару, попросил Минато, а Наруто беспрекословно поведал тому про все планы змея. Он собирался прийти, скоро, как сказал Митсуки. Он также приходил ко мне в палату, он-то меня и отравил. Он собирался заполучить мое тело, и совместно с этим уничтожить Канаху. Сейчас он этого сделать не мог, его техника все еще перезаряжается по виду Наруто, все, что знал. Минато немного задумался. Скорее всего, он будет нападать во время экзамена на Чунина, ибо в этот период почти все будут заняты экзаменом. Там же, скорее всего, он и попытался бы захватить тебя проанализировал Минато, повергнув в шок даже Наруто столь точным просчетом в вражеской тактики. Ты прав. Единственное, что смог сказать Наруто, все еще смотря на отца. Я бы дал тебе звание Джанина, твоя сила заслуживает этого, но... Раз уж Арачимару собирался нападать, нужно будет усыпить его бдительность. Пускай думает, что мы не знаем о его намерениях, а ты будешь участвовать на экзамене, для большей реалистичности. Думаю, ты способен дать ему отпор, обозначил план защиты четвертой, легко улыбаясь, смотря на своего сына. Да. План, пожалуй, действительно хорош, согласился Наруто, выхватив из рук отца пачку бумажек. Еще пару вопросов. Где мне жить и тренироваться? Задал, пожалуй, самые важные вопросы Наруто. Спрашивать за вы смысла не было, так как вполне очевидно, что она уже заходила к Хакаге. Для жилья я уже выделил тебе и твоей подружке квартиру. Вот адрес, два дубликата ключей у вынослови, подружки, Минато издал легкий смешок, что немного разозлило Наруто, но совсем немного, буквально чуточку. А что насчет тренировок? Поинтересовался Узумаки, прежде чем покинуть кабинет отца. Любой полигон в твоем распоряжении. Ну, кроме частных, конечно же незадачливо ответила на Микадзе, смотря вслед уходящему сыну. Кажется, их ждало нечто интересное. Наруто же двигался в сторону полигона, любого, абсолютно не важно. Замечая смазливого парнишку, которого раньше в деревне не было, многие люди перешептывались между собой, пускали какие-то слухи и сплетничали, а опытные шиноби, которые вполне себе могли узнать в Узумаке Баунтихантера, старались обходить его десятой дорогой. В целом, так и произошло. По пришествию на полигон, Наруто заметил несколько тренирующихся людей, но те, только заметив отступника, поспешили покинуть полигон. Как удобно прохрипел Узумаке, раздумывая, с чего бы ему начать. Тренировки, их график, да и в целом труд был вложен серьезный и очень тяжелый. Наруто трудился днем и ночью, желая стать сильнее, разрабатывая новую технику, для которой ему нужно было еще больше силы, еще больше и больше. Пару месяцев пролетели настолько быстро, что были даже незаметными, просто мимолетны как мгновение. Вот уже время начала международного экзамена. Особое мероприятие, где генины будут прозадить экзамены цена следующие звания в иерархии Шиноби, то есть на Чунина. В этот раз собрались генины со всех стран и деревень, пришли также и достопочтенные четверка Каги. Именно так, Мизу Каги отказалась приходить и отправлять своих генинов на экзамен, аргументируя это слабым поколением генинам, а также реабилитацией деревни после правления Егора Каратачи. Но в целом, это важно не было, было важно грядущее нападение Арачимару, это было единственное, что действительно волновало Шиноби Канохи. Всех, кроме генинов. Конечно же, детей никто не стал посвящать в подобного рода информацию, да и, честно сказать, вряд ли кто-то из них смог бы что-то противопоставить Змейному Синину. Сегодня начинается экзамен утвердительно произнеславы, смотря на Наруто. Сам же Наруто, в ожидании пока закипит чайник, вывалил ноги на стон и возложив руки за голову, расслабившись сидел, внимательно изучая потолок. Да, многозначительно согласился тот, не отрываясь от своего интересного занятия. Спустя пару минут молчания, чуть ли не на весь дом, послышался щелчок. Чайник закипел. Пытаясь резко встать, Наруто и позабыл, что его ноги находятся на столе, и сам того не понимая, максимально нелепо упал на землю, проехавшись воин прекрасным личиком по полу. А я, блять, ругался на самого себя Наруто, медленно поднимаясь. Аккуратно нужно быть, напомнила вы, смотря на разъяреного парнишку. Да, знаю я, потеряя ушибленное место, ответил Наруто, заливая дешманский растворимый кофе горячей водой. Ты точно не будешь? Переспросил Наруто, взглянув на вы. Нет, я эту гадость пить не собираюсь. Ответила та, отвернувшись. Как хочешь, согласился Узумаки, размешивая сахар, и чуть ли не залпом вливая в себя горячий напиток. Ну что, пошли? Больше утвердительно, нежели вопросительно, сказал Узумаки, а вы просто кивнула в ответ. Пора снести лицо змейному ублюдку. Сегодня ведь экзамен более утвердительно, чем вопросительно, произнесла вы, обегая взглядом комнату, к которой она так и не привыкла. Да скудно ответил Узумаки, не возжелав напрягаться, чтоб сказать больше. В ожидании пока клацнет кнопка на чайнике, что означало бы кипение воды, Наруто упорно сидел, взвалив ноги на стол и сверлил взглядом белый потолок. Вдруг, все-таки послышался щелчок, и Наруто, в попыхах вставая и забыл, где и в каком положении его ноги, и запутавшись в них же свалился, прочесав лицом по полу. Аккуратнее нужно, попросила Вэй. Наруто же сердито потирал ушибленное место. Да, знаю я, немного раздраженно ответил тот, вставая. Ты точно не будешь кофе? Засыпая в чашку самый дешманский растворимый кофе, спросил Узумаки. Нет, я эту гадость пить не собираюсь. Вэй была разборчивой в еде, а поэтому не горела желанием пить какую-то бодягу. Ладно, как хочешь, согласился Наруто, размешав все нужные ингредиенты, по типу сахара, и после, чуть ли не залпом опустошил чашку. Ну что, пора снести лицо змейному ублюдку с явным энтузиазмом, произнес Наруто, в лишь ухмыльнувшись кивнула в ответ. Она уже предвкушала весьма интересное сражение, да и к тому же, Наруто разрабатывал новую технику кинджутсу, хотелось бы увидеть ее в действии. Идем. Задала финальный вопрос девушка, уже выходя из небольшой квартирки, которую им выделили. Да, все так же скупясь на лишнее слово произнес Наруто. Прогулка по утренней деревне была прекрасная, даже более того, просто замечательная. Утро было прямо таки ранним, и деревня только просыпалась, народу практически не было, атмосфера была слегка таинственная, и чувствовалось очень даже уютно. Думаю, это будет весело прохрипел Узумаки, подходя к гигантскому зданию академии, где и проходил экзамен на звонянии Чунина. Зайдя внутрь, Двоинца сразу же встретилась с огромным множеством генинов, а также с парой Энбука на Хагакуре, один из которых, узнав Узумаки, сделал парочку неуверенных шагов назад. Заметив это, Наруто ехидно усмехнулся. «Значит меня бояться», звучала радующая мысль. Часто, из-за своих психологических отклонений, Наруто пытался избегать людей в повседневности, за редкими исключениями. Это, кажется, называется мизантропией. Но хотя, не особо-то и важно, сейчас важно было сдать экзамен, и набить морду проклятому змеёнышу. Нам, кажется, нужно в триста первый. Это третий этаж, сказал Наруто, остановившись, и поворачиваясь к вы. Сама же девушка остановилась, смотря на какого-то седовласого подростка, что разбрасывался важной информацией среди генинов. Кабуто задал риторический вопрос Наруто, а вы медленно потянулась к своим клинкам. Нет, вы, сейчас это вызовет подозрения, остановил ту Наруто, проходя на третий этаж, просто игнорируя стадо идиотов, которые попались в примитивное гинджутсу. Триста первой. Это здесь, дёргая за ручку двери, и открывая деревянную заслонку, Наруто сразу же ощутил целую волну так званой ки, либо же жажды крови. Его это больше не пугало, а злило и раздражало. Вы че, а хуели тут? Одним только своим он заставил всех генинов перестать использовать этот трюк. Поперерезая сука глотки с самого утра настроение было не очень, да и к тому же, то неприятное падение во время завтрака, Наруто был готов убить любого здесь. Ну, или как, нет, не был готов. Когда-то давно, когда он спас свой от смерти, и выслушал её рассказ, он решил для себя, что от его руки падёт только виновный. Что же такого рассказала вы? Спросите вы, а я вам отвечу. Три или четыре года назад, не имеет значения, вы сидела в той самой пещере, вся в ранах и ушибах, а также с нередкими ожогами. Спустя минут двадцать в пещере показался и спаситель с горсткой хвороста в руках. Он молча развёл огонь и кивнув, подозвал вы, чтоб там погрелось, параллельно этому выискивая среди различных вещей что-нибудь, чем можно было бы укрыть или укутать девушку. Переохлаждение сейчас самое худшее, что можно было бы придумать. Девушка беспрекословно подошла к огню и уселась рядом. Вид у неё был не самый приятный, видно было, что она скорбит. Что произошло? Как ты оказалась здесь? Спросил Наруто, в который раз поражаясь тому, насколько у него поменялся голос. Мой клан. Эти люди. Они. На полусловии, не успевая договорить, выпрервалась на всхлипы, а после вовсе залилась плачем. и постепенно плач стих, а вы приходила в форму. Эти люди. Боялись нашего клана, клан антимагов. Они пришли, и убили всех, даже детей. По голосу хорошо ощущалось, что вы опечалены пропажей всего, что у неё было, да кто не был бы опечален. Саски вон, попал в такое же самое положение, буквально через пару месяцев. Вот ублюдки. Но ничего, мы вернём им должок, обещая всё ещё успокаивал вы узумаки, всё так же обнимая её. Не найдя, чтобы сказать в ответ, вы медленно погрузилась в сон, не в состоянии оставаться в сознании от всех этих переживаний. Аккуратно уложив новую знакомую на что-то странное, но мягкое, тот всё же нашёл некое подобие одеяла и аккуратно накрыл вы, укладывая возлетлеющих углей, и соорудив некое противопожарное устройство, снова разжиг огонь. При виде страданивой, Наруто чувствовал себя просто ужасно, потому он взял с самого себя слово, что никогда не тронет невиновных. Никогда. Сейчас же, усевшись за парту, и снова, в своих лучших традициях, вывалив ноги на стол, узумаки стал ждать, пока придёт экзаменатор. Собственно, его долго ждать не пришлось, Маринайбеки явился практически сразу после звонка, как его называют школьники. Его жажда крови превышала всех генинов вместе взятых. Да чего уж тут, даже Наруто напрягся от подобного давления. Не то чтобы он боялся, но всё же было очень даже неприятно. Но собственно и сам Ибеки чувствовал себя не лучше. При одном только виде этого опасного вану Кеннина бросало в ужас, любой другой человек отказался бы от экзамена, весьма похвально, что тот решился прийти принимать экзамен у этого раздолбая. Ну что, сопляки, сейчас начнётся первый этап экзамена, выкрикнул Джанин, заставляя всех заткнуться. Я вам не мамочка, нянчиться с вами я не стану. Все нарушители мигом полетят отсюда, прямо через окно всё продолжал давить Марино, отчего Геннинам уже стало не по себе. Итак, правила экзамена пока тот говорил, несколько Чунинов прошлись по рядам и раздали бланки с тестами. Наруто взял бумажку в руку, начав читать ту, вовсе не слушая экзаменатора. Сейчас вам раздали листки с заданиями. На команду у вас есть 10 очков. За каждое неправильно выполненное или невыполненное задание, у вас будут отбирать по одному очку. Во всех бланках по 9 вопросов, и ваша задача не дать командному показателю упасть до нуля. То есть проходной бал один объяснял правила экзамена, но вдруг его перебил громкий, хриплый голос, что раздался буквально на весь класс. Вы, а кто с нами в команде? Задал вопрос Наруто, вовсе игнорируя Ибеки, и в который раз поражая всех в аудитории своей наглостью. Вот этот бледный указывай на пацана недалеко от Наруто сказал вы. Хлипкий. Прокомментировал Наруто, и тут уже Ибеки не выдержал. Он заткнулся. Крикнул тот, на что получил колки ответ да, продолжайте, учитель с долей насмешки признать сил Наруто, все-таки закрыв свой хамский рот, дабы можно было продолжать экзамен. Итак, продолжил Ибеки любая команда, пойманная на списывании и больше чем пять раз будет дисквалифицирована. Десятый, последний вопрос будет общим, его я задам за десять минут до конца экзамена. Приступайте. Наруто прочел задание, и тут же положил листок обратно. Бесполезная информация, которой нет в программе Академия. Этими знаниями владеет как минимум Чунины, пусть они никак не применяются на практике. Я не отвечу на эти вопросы, да и смысла нет, если подумать. Что ж, давайте поглядим, проанализировал Наруто, осматривая всех в аудитории. Сейчас множество людей сильно напряглись, так как вопросы действительно были сложными и бесполезными. Заметив, как какой-то пацанчик списывает при помощи странной песочной техники, Наруто ухмыльнулся. Запах. Как тогда, когда я нашел того мальца? Так это их рук дело, забавно, определил Наруто, после же, снова усевшись ровно, дабы их не выгнали за списывание. Время шло, а команды выходили одна за одной. Команда тринадцать из песка на выход. Вкрикнул Ибеки, и указанная команда покинула аудиторию. Осталось всего-навсего двадцать три команды. Усиливает свое давление. Что же ты задумал, Ибеки? Пронеслась мамолетная мысль в голове Наруто. Время шло, оставалось всего-то пять минут до десятого вопроса. Наруто бегло осмотрелся, после же уставившись на Ибеки. Итак, прежде, чем я задам десятый вопрос. Уже на этом моменте Наруто догадался, в чем был подвох, а потому на оставшиеся рассказни Марина просто блекло сверлил того своим неприятным взглядом. Прежде, чем я задам десятый вопрос, вы должны будете понимать, каждый из вас, кто не сможет ответить на него, больше никогда не сможет стать Чуниным. Еще есть шанс сдаться и Ибеки еще сильнее стал давить своей аурой. Среди Генинов же нашелся возмущенный, что был недоволен таким раскладом. Как это так? Тут есть люди, которые уже четвертый и даже седьмой раз сдают экзамен. Выкрикнул какой-то мальчишка. Так и есть. Но в этом году вам не повезло, потому что ваш экзаменатор я после этих слов Марина Ибеки умхольнулся. Наруто же, смотря как уже целых три команды покинули кабинет, со словами «Лучше в следующий раз», зверски оскалил ряд светлых зубов и аккуратно поправил свои, весьма удобно вываленные на стол ноги. Да плевать хотелось название, я пришел сюда сражаться, а не тесты писать, сказал весьма громко Наруто, и его хрипло не в меру голос, звучал как самое настоящее спасение, для тех, кто уже отчаялся и решил уходить. Вдруг общий дух поднялся, чего и стоило ожидать. Наруто еще пуще прежнего заулыбался, просто во все зубы, как тебе такое, кхихихи, ухмылялся Наруто, смотря в глаза разгневанного Ибики. Еще бы, ведь сейчас он обломил ему все планы по отсеиванию участников. В классе поднялся гул, и все двадцать команд не решились уходить. Что ж, все, кто остался, вы прошли, сказал уже более спокойно Ибики, переставая давить своим и наоблегченно вздохнули, почувствовав, как пропавла эта страшная жажда крови. Получается, никакого десятого вопросов и нет, ехидствовал Наруто, все сверляя Ибики взглядом. Тот же, медленно ухватившись за свою бандану, и стянул ее с головы. Под банданой красовалось неимоверное количество шрамов, полученные, скорее всего, в бесчисленном множестве боев. Слабым духом не место среди Шиноби. Выкрикнул и сказали, уворачивайся. Собственно, так он и поступил, и не зря. Спустя буквально пару секунд окно было разбито кунаем, с ярким плакатом на нем, вперед новое поколение. Спустя пару секунд в другое окно, так же разбив его вломилась женщина, весьма вызывающим наряде. Ублять, кто это взъерошенный, мягко поинтересовался Наруто, но девушка его проигнорировала целых двадцать. Стареешь, Ибики насмехалась Анка, а это была именно она, после же, окинув взглядом генинов. Ладно, сопляки, все за мной, сказала Анка. Митараши, выходи через дверь. Ненавязчиво попросил Ибики, надавливая на девушку. Ладно, ладно, нехотя согласилась та, после чего вышла все-таки по-нормальному, а за ней следом устремился ряд из тридцати генинов. После моего этапа от вас не останется и половина самодовольно твердила Анка раз за разом, проводя генинов к странному месту, отдаленно похожему на лес. Это лес смерти. Каждый из команд мы выдадим по одному свитку, свитку земли и свитку неба. Задача отобрать, либо найти противоположный свиток в течение пяти дней, ну, и не умереть. Знаете ли, в лесу смерти водится немало различный. Необычная живность Анка Хишина ухмыльнулась, представляя у себя в голове мечтание садиста. Сейчас вам раздадут небольшие соглашения. Если вы хотите участвовать, вам нужно будет подписать их обозначил правила участия Анка, опираясь на весьма крупное дерево сзади себя. Что это за соглашение? Спросил седой парнишка. Казалось бы, ничего необычного, но он не был в шинобе Канаха Гакури, хотя носил именно этот протектор. Кабуто узнал блондина Наруто, не спеша что-либо делать. Внимание привлекать было нельзя. Соглашение на смерть. То есть, Канаха Гакури и ее правительство не несет ответственности, если кто-то из вас умрет на экзамене, ответил Анка, заухмылившись пуще прежнего. Обратив внимание на какого-то наглого пацана, который мало того, что потрепал мозги и бики, так еще и позволял себе ее не слушать, хотело было метнуть в него оружие, но когда тот немного повернулся передумала. Баунти Хантер? Да, она бы того не может, пронеслась мысль через голову Анка, заставляя ее убрать куны обратно. Ну, че вы встали? Бегом подписывать бумаги и сдавать экзамен? Вскрикнул Анка, заставляя всех генинов пойти, и сделать то, что она сказала. И да, не вздумайте открывать свитки до прихождения в башню. Это плохо для вас кончится, предупредила Анка напоследок. Наруто лениво поднялся и пошел за свитком. Все бумаги были подписаны еще после первого задания, потому он знал, что может умереть и абсолютно не боялся этого. Хотя как, скорее вряд ли бы он умер от каких-то генинов, а вот от рук Арачимару вполне возможно. С того момента, как он сражался с Митсуки прошло уже несколько месяцев, и Наруто хорошенько так натренировался сражаться без мира теней, так как неумнее этого могло бы сыграть с ним злую шутку. Или как, уже сыграло, собственно. Узумаки желал заполучить больше силы, любой ценой, каждый раз вспоминая Юру и Кокозу, убивших его заказчика прямо у него на глазах, или того же Юру, который в доли секунды обезвредил одного из опаснейших ниндзя на всем белом свете. Мне нужно больше силы, подобная, примитивная мотивация и двигала нашим героем. Сай, так ведь? Переспросил Наруто, смотря на бледного брюнета в несколько странном наряде, что стоял возле него. Мне очень жаль, но пока мы не набьем какому морду из леса мы не выйдем после этих слов, Сай заметно напрягся, Наруто же ухмыльнулся. Да успокойся ты, не тебе скворечник ломать идем, успокоил, твой зумаки, медленно двигаясь по лесу. Так что, ты бы мог пойти за свитком, а мы пойдем по душе одной блеклой скотины попросил того Наруто, после добавив думаю ты справишься, в корне хорошо тренирует подобные слова могли бы шокировать Сая, но нет. Тот лишь фальшиво улыбнулся и исчез. Можно было не пугать его, так сделала замечание Вэй. Нужно было, чтобы он смотался. Я чувствую чакру Арачимару произнес Наруто, в чьей памяти навсегда отпечатался это дряхлый, просто-таки гнилой запах чакры Синина. Ну идем, сказала вы, несколько опасаясь змея. Тем временем команда номер семь как раз таки напоролась на Арачимару. Буквально через пару секунд Мику снесло куда-то воздушной волной и Арачимару, хищно облизываясь, чем-то напоминая Анка, подошел к двум генинам. Таким действием он отделил дженчурики от учихи и теперь ничего не мешало ему забрать Шаринган, а потом, с новой силой уже, приобрести себе Баунти Хантера. Я ему не по зубам, потому он сначала пойдет за тобой. Ему нужны. Твои глаза вспомнились слова Наруто, и Саски сковала страхом. В отражении хищных глаз незнакомца тот видел собственную смерть. Каха слегка прокряхтев, Саски воткнул в свою же ногу Куной, сняв паралич болью. Черт, это он? Задал ключевой вопрос Саски, который быстро забрался куру и спрятался, скрывая свою чакру. Ждем, Наруто сказал тот, после чего порвал специальный листочек, который ему дал Наруто на крайний случай. Дело плохо, сказал Наруто, почувствовав разрыв своей чакры. Нужно бежать, сказал тот, и быстро направился в сторону, где был порван чакра проводящий листок, вы же, ничуть не уступая, бежала вслед за ним. Придя, Наруто увидел странного рода человека, от которого так и пасло силой, мерзкой, холодной силой. Это он. Нужно напасть внезапно тихо, прошипел Наруто, смотря на вой. Та же просто кивнула, моментально оказываясь за спиной Арачимару, и одновременно с мгновенным перемещением в пространстве нанося несколько ударов. Ох, это же войск клан антимагов. Значит, Баунтихантер тоже тут не обращая внимания на полученный урон, даже не зная, чем это может для него обернуться, шипел Арачимару, уже вовсе не скрываясь, и тут уже его сковало ужасом. Мой нож. Лишь тень. Услышал тот, и тут же получил несколько глубоких порезов, а после вовсе был пробит насквозь. Отойдя от Наруто, вынимая из себя таким образом клинок, тот быстро и сильно ударил в ногой, отбрасывая ее куда подальше. Девушка весьма долгий путь болезненно прокувыркалась, после же врезавшись в неожиданно удобно появившееся за спиной дерево, кажется, отключилась. Вот и мы остались вдвоем, Наруто Куньехинно шипел Арачимару, отчего у Наруто мурашки по коже пробежали. Как же ты мерзкий, аж противно ответил оскорблением на слова Арачимару Наруто, моментально бросаясь в бой. Скорость Узумаки значительно выросла, ведь для новой катакин Джудсу нужна была невероятная скорость, и Арачимару подметил этот момент, ведь даже ему было сложно уворачиваться от атак на такой скорости. Вскоре, Синий нашел небольшую лазейку, и во время атаки Наруто быстро провел контратаку, быстро вломив Наруто в ближайшее препятствие. Твою ж мать! Ругнулся Узумаки, быстро вырываясь из древесины, в которую тот резко вошел телом. По сути своей, сам Наруто был куда сильнее, чем Арачимару, но сейчас, он решил сражаться без мира теней, дабы получить столь важный опыт сражения, на случай, если это Джудсу исчерпает себя. Опыт реального сражения, вкус настоящей битвы, а не быстрых убийств, вот то, чего хотелось Узумаки, чего ему не хватало и было очень нужно. Издав самый настоящий воинский клич, Узумаки сломя голову бросился на Синина, который явно сражался серьезно. Ощущая себя в подобной опасности, Узумаки чувствовал себя живым, и недавняя стычка с Забузой не шла ни в какое сравнение с этим чувством. Пользуясь тем, что противник Силен, Наруто решил не убивать его из невидимости, а сражаться честно, несмотря ни на что, пользуясь колодцем душ Татько на волоске от смерти. Какой настрой! Не думал, что ты так можешь восхитился Синин новым чувством Узумаки, еле как уворачиваясь от его атак. Лезвие клинка летало прямо перед лицом Змейного Мудреца, оставляя царапины режущими волнами. Сдохни! Вскрикнул Узумаки, вонзая клинок в плечо Синина. Тот ухмыльнулся, собираясь атаковать, но он почувствовал, как чакра неумолимо покидает его. Чакра! Выйд! Прохрепел Вый, использовала свою сильнейшую джутсу. Черт ругнулся Синин, понимая, что дело запахло керосином, попытался уйти, но понял, что обездвижен. К сожалению, понял он это слишком поздно. Нарут неистово закричал, будто бы вкладывая всю свою волю в последние удары по Арачимару. Надавливая на клинок, он отрезал там руку, аж до плеча, и после, резкий удар прямо в шею, сносит голову Змейному Отшельнику. Удар был просто невероятной мощи, настолько силен, что режущая волна после него срезала несколько деревей, и аккуратно подстригла траву. Наруто стоял, тяжело дыша. Джинада чуть ли не вываливалась из его рук от перенапряжения. Битва была трудной и очень завхатывающей, но главное Наруто вышел победителем. Или же, все-таки нет. Просто великолепно, я не ошибся в тебе, Нарутакун снова звучал голос в совершенно другой стороне от Арачимару. Какого хера выругался Наруто, укладывает Джинаду внажно. Кровавое клонирование, Нарутакун, кровавое клонирование выдал тайну Арачимару, медленно подходя. Ну что ж, тогда я сочувствую тебе, сказал Наруто, злобно ухмыляясь. Вы, которая медленно приходила в сознание, и пару других зрителей-генинов смотрели за разогревающимся зрелищем. Какой самоуверенный. Это хорошо, да, мне это нравится. Шипел особенно громко Арачимару, медленно подходя к Наруто. Тот же, завел клинок в ножнах за спину. Пришло время смерти. Ты будешь первой жертвой. Это Иката обозначил свои намерения Наруто, понимая, что уйти шансов у противника не было. Заметив, как Узумаки концентрирует чакру в своем клинке, Арачимару несколько напрягся, понимая, что бежать уже поздно. Финальный удар правосудия. Произнес название Ката Наруто, выдернув клинок из ножен, и в ту же секунду Арачимару был разрезан на маленькие кусочки. Какая жуткая техника. Я даже ничего не увидел, даже шаринганом. Ужаснулся Саски, все еще держа Сокору на руках. Вы увидев, что сама Джутсу в действии, была не менее шокирована, чем Саски. Хотя нет, не меньше даже, чем Арачимару. Ка. Как? Ч-ч-ч-ч что это? За. Техника. Из последних сил шипел кусочек Арачимару. Из такого состояния ты не восстановишься, утвердил Наруто, подходя ближе, чтоб добить Синина. Как только я достал свой клинок, ты уже проиграл. Приговорил Наруто, пронзая живой остаток Арачимару, окончательно убив того. И на самом-то деле, его слова ничуть не были блефом. Как только Наруто достал свой клинок, он ускорился во множество раз. Он двигался настолько быстро, что время вокруг него попросту остановилось, а там, где он атаковал, появлялись фантомные иллюзии. Разрезав Арачимару более чем тысячу раз, Наруто вернулся на свое исходное место, и медленно уложил катану в Нажина. Такого не мог ждать никто, да и в целом, подобная техника могла убить, пожалуй, кого угодно. Правда, у нее тоже был минус. Настолько высокое ускорение следствия Нинджутсу, которое изобрел Наруто, специально под себя. Но учитывая, что Наруто слаб в Нинджутсу, то и финальный удар правосудия сильно истощает его. Что ж, теперь оставалось только добраться в башню. Путь башни обстоял легкий, и команде Наруто повезло с свитком, который был Арачимиро, а команда номер семь уже успела где-то надубать свиток земли. Мы на месте. Тихонько проговорил Наруто, желавший поскорее отдохнуть. Таби безэмоционально подтвердился и, медленно проходя башни. В двери был незамысловатый замок, который путники без особых усилий поняли, как открыть, и вставив два свитка в соответствующее отверстие, открыли дверь. За дверью их уже ждали и рука и кукаши. Те, вероятно, ждали Мику, Саски и Сакуру, а поэтому Наруто, которого за собой Волочиловой, медленно прошел дальше, не обращая внимания на Джанинов. Наруто спокойно обратился к кукаши, заставляя Узуума Кивы вместе с ним остановиться. Да. Ответил тому Наруто, слегка развернувшись. Зайди к Хакаге. Сейчас он в подземном этаже. Пойманый несколько шпионов Орочимару заявил к кукаши о чем-то, весьма важном, и, сосредоточив все силы, Наруто отстранил Садвы, медленно отойдя к спуску, и, собственно, спустившись вниз по ступеням. Только тот преодолел пять ступенек, как тут же все резко поменялось. И освещение, и звуки, все. Барьер, сделал вывод Узунки, медленно спускаясь вниз. На весь подвал раздавались жуткие крики и вопли, издаваемые от не самых приятных ощущений. Интересно прокомментировал Наруто, уже дойдя до назначенного места. Картина, которую тот увидел, ни разу не смутило его. Всего-то лишь пытки, подумаешь, какая немалость. На одном стуле сидел Минато, равнодушно смотря как Убики пытает какого-то пацана. И кто это? Задал вопрос Наруто, рассматривая эмблему деревни звука на лбу мальчишки. Один из подручных Арачумару быстро пояснил Минато, после же вернувшись к своему увлекательному процессу. Есть там что-то новое? Спросил Убики четвертый, отбивая ногой какой-то незадачливый ритм. Молчит, скотина ответил там Убики, врезав мальчишки прямо по лицу, выбив пару зубов и пробив насквозь щеку. Зако, так звали того парня, измученно выдохнул, более не способный кричать. Арачумару мертв сообщил важную информацию Наруто, повергнув Минато в шок. Ну-ка повторив неверие происходящего переспросил Минато, резко подрываясь со стула. Наруто же нахмурился. Он не любил, когда его заставляют повторяться. Арачумару мертв, злостно произнес тот, заставив Минато улыбаться. Да ну, ты его убил? Задал очередной вопрос Минато. Да, это сделал я. Но. Он был трудным противником ответил тому Наруто, собираясь уходить, как тут случилось нечто неожиданное. Минато крепко обнял сына, все приговаривая вот он, мой сынок на что Наруто многозначительно кашлянул, после издав короткий смешок. Но отпусти уже потребовал Узумаки, и Минато конечно же сделал то, о чем его просили. Да несколько неловко сказал тот, после метнув свирепо метнув холодный взгляд в сторону шпиона Арачумару. Ты еще что-то заметил, Наруто? Спросил Хакаги, медленно подойдя к мальчишке, и перерезав тому горло. Да. Как будто самая верная собачка Арачумару. Он тоже здесь выпалил Узумаки, после чего собрался уходить, но остановился возле выхода, зная, что его отец обязательно что-то скажет. Ликвидировать выдал приказ Минато, бегал осматрив блеклыми глазами комнату. Так точно согласился Наруто, после чего, дико ухмыльнулся. Вряд ли как будто мог что-то показать бою, но все же, Наруто был весь вне себя предвкушение грядущего сражения. Сражаться честно, не используя мир тени, ему очень понравилось, настолько, что убивать грешных ублюдков теперь станет еще приятнее, чем раньше, а само сражение будет приносить не только пользу и удовольствие. Теперь он понимал тех людей, которые играются со своими жертвами ради забавы, иногда даже позволяя тем ранить себя. Медленно выйдя в гигантский зал, Наруто огляделся. Комнатка, хотя, скорее уж полигон, был и вправду огромен, а по бокам на подъеме присутствовали трибуны и какие-то проходы. Узумаки предположил, что это все неспроста, и здесь также будет проводиться один из этапов экзамена, но пока что не делал поспешных выводов. Поднявшись наверх, Наруто посредством недлительных исследований помещений выяснил, что в башне есть множество жилых комнат, помимо этого большого полигона, разумеется, а также прочие комнатки и кабинеты. Ну что ж, нужно бы занять комнату. Пробормотала Наруто, и почти сразу же после этого к нему подошла Вой. Комнат мало. Мы можем уместиться и в одной предложила та, подходя немного ближе. В этом нет необходимости отрезал Наруто, проходя в один из проходов, как ни странно. Вы же чувствовала себя несколько странно. Такое обращение совсем не нравилось ей, и даже несколько торгала от главного героя, и с подобными переживаниями, девушка и вовсе не могла думать про экзамен, но все же та старалась концентрироваться именно на повышении звания, нежели на личных вопросах. Зайдя в комнату, Узумаки обнаружил, что очутился в кромешной тьме. Еще бы, ведь не было ни окон, никаких либо других источников натурального света. Нащупав в темноте выключатель, Наруто уверенно клацнул им, включая в комнате блеклотая, почти ничего не дающее освещение. Но, теперь хотя бы можно было разглядеть окружающие его предметы. Да. Это, конечно, не отель. Пожаловался Наруто, усаживаясь на неудобную одноместную кровать. Но тоже ничего следом добавил тот, после изволив прилечь, параллельно ухватив с тумбочки какой-то чтиво. Как воздух птицы, как вода рыбе. Так презрение. Презренному читал вслух Наруто какие-то стихи, параллельно поражаясь широкому словарному запасу автора. Какая изящная формулировка в очередной раз изумился тот, повнимательней вчитываясь в каждую строчку. Кто душой слаб и волей хрупок. Плодит чума вновь прочел отрывок какой-то поэзии Узумаки, вновь удивляясь тому, как это вообще могло прийти в голову. В отличие от автора этого сборника различных стихов, Наруто не обладал высоким запасом слов в своем внутреннем словаре, а также какими-то литературными знаниями и умениями. Совсем не обладал, выражая свои эмоции зачастую через грубости либо мат. Возможно, дело было в эмоциях, которые наследник оловласых дьяволов выражал, но по-другому тот не умел и до сего момента не хотел учиться. Кажется, книжка в красном, почти коричневом переплете, что в столь мрачном освещении как здесь и вовсе казалось черной с красиво выгравированной английской буквой «Ви» на обложке, заставило немного поменяться нашего героя, причем, в лучшую сторону. Запоминая для себя самые превосходные по его мнению формулировки, самые пафосные и интересные фразы, Наруто так и сидел, читая сборник стихов малоизвестного автора, все поражаясь его гениальностью в этом деле, и даже не заметив, как прошло уже немало времени. Интересно, сколько будет стоять такой же? Задал вопрос сам себе Наруто, смотря на книженцу в своих руках. Медленно упаковав ее в свое странное одеяние, парень вышел залезть в саму тумбочку, в поисках чьего-то. В пыльном ящике лежала какая-то еда, и кажется запасная одежда. Не побрезгов есть еду не первой свежести, так сказать, голод не тетка, Наруто уселся рассматривать содержимое других ящиков. Видимо, тут лежало все самое необходимое, и лежащее сверху книга никак не вписывалось в описание вещей первой необходимости, а учитывая то, какой на ней был слой пыли. Вероятнее всего, кто-то забыл ее здесь. Мир на идее обеда или ужина, прервал скрипящий звук открывающейся двери. Та достаточно быстро распахнулась, и перед Наруто предстал невысокий мужчина средних лет, с весьма заметными мешками под глазами. На выход спокойно сказал тот, и после, не закрывая дверь, вышел, идя к другим комнатам и попутно кашляя, будто бы у него бронхит. Даже пожрать не дадут, возмутился сын Хакаги, после чего, поставив недоеденную стрепню обратно в тумбочку, вышел наружу, захлопнув дверь. В целом, никто не сказал никуда идти, ни что делать, потому положившись на свое шестое и не только шестое чувство, Наруто вышел обратно к тому полигону, где уже постепенно собирались генины. Оха! Тихо процедил красновласый, спускаясь вниз, руководствуясь исключительно логикой, так как абсолютно никто ничего не сказал, что нужно было сделать. Пройдя вперед, тот остановился, заприметив того самого паренька, который так внезапно прервает процесс трапезы. Пока Наруто не пишел ничего говорить, ожидай кабуто. Если тот не справился со вторым этапом экзамена, то Узумыке пришлось бы вернуться за ним и прикончить того в лесу смерти, что было бы весьма на руку Узумыке. Но, все же блондин показался буквально через пару минут. Узумыке недовольно цыкнул, сверляв взглядом чем-то удрученного кабуто. Он не выглядел раздосадованным, несмотря на то, что Арачимару мертв. Тот выглядел, скорее уж, озадаченным чем-то. Вот и ты. Прокомментировал Наруто, и хотел было уже прямо здесь прикончить блондинчика, зная, что Хакаги его оправдает, но его прервал сам четвертый, что в ярких желтых вспышках появился на сцене, и после кивнув тому самому, судя по форме, Джоунину, отошел немного в сторону. К гененам вышел человек, которого звали Гика Хайте. Итак, я, как один из экзаменаторов, решил, что вас слишком много. Именно поэтому, для вас будет введен еще один отборочный этап. Вы все будете сражаться один на один. Те, кто смогут победить, пройдут финал, а те, кто нет. Я думаю, объяснять не требуется знатно прокашлявший выдал мужчина, после отойдя немного в сторону, прежде добавив, если кто-то из вас хочет покинуть этот экзамен, вы можете уйти. Ваша команда, отныне не зависит от вас, сообщил Хайте, отходя куда-то в сторону, поближе к трибунам. Руку поднял блондин, на которого Наруто уже положил глаз, как на жертву. Я ухожу. Моя чакра почти кончилась, сказал Кабута, немного фальшиво улыбнувшись, пусть и заметно это было очень слабо, но для Наруто и Саи было очевидно, что такая улыбка фальшивая. Наруто просто был очень наблюдателен, и мог отличить искреннюю улыбку от выдавленной, а Саи... Саи сам, кажется, не мог улыбнуться. Отлично. Ты уйдешь с экзамена, а потом я приеду за тобой, к хи-хи-хи, посмеивался в своей голове Наруто, после подняв руку. Я тоже ухожу, сказал тот. Немалая часть людей стояли, и ошелвмленно вглядывались в изумки, думая, что это была групповая галлюцинация. Во втором этапе я использовал слишком затратные джуц и моментально оправдался Наруто, окинув строговой, Саи саски, и медленно покидая ряды генинов. Только тот вышел из башни, конечно же, не забыв поблуждать в лабиринтах и комнатах этого местечка, Наруто испрялся, на высокой скорости направившись вслед за Кабута, ориентируясь по запаху, выслеживая свою цель. Тем временем, Кабута, хитро ухмыльнувшись, Кабута кивнул и направился к сторожевой башне, где должна была находиться Митрошьянка. Дойдя до туда, он снова кивнул, будто бы в пустоту, и девушка, которая толком ничего не ожидала, словила своим телом парочку кунаев, а после несколько отравленных синбонов. Как только та пришла в себя, первое, что она увидела, это самодовольное обличие Кабута. Слабость была просто ужасной, так к тому же, она еще и была связана. Время было позднее, и звать на помощь была не самая лучшая идея. «Ты поможешь нам вернуть Арачмару» Самуехидно проговорил главный подопечный Арачмару, параллельно с этим складывая какие-то печати. Его спутник же, Джуин из деревни Песка, что было видно по знаку на протекторе, стоял рядом и не менее злобно ухмылялся. Анка, уже отчаявшись, вздохнула. Джуин, в освобождении, вскрикнул название техники Кабута, чем зарыл самого себя в могилу. Буквально только что, он раскрыл свое местоположение. Но все же, он не подумал об этом, так как воскрешал своего учителя, его можно понять. Джуин Джуцсу, что Арачмару оставил на плече Анка расползся по всему телу, покрывая девушку темными пятнами. Та хотела начать кричать, но вовремя подоспевший Баки умело ударил той поддых, дабы она заткнулась. Тяжело откашливаясь после неслабого удара по шее, причем буквально, а также мучаясь от невероятной боли, Анка уже потеряла сознание, а после вновь пришла в него от страшной боли. Вдруг печать сконцентрировалась в одну точку, а из тела Анка начал образовываться Арачмару. Голый, бледный, худощавый, выглядящий ничем не лучше, чем смерть, этот Шинаби вновь вернулся к жизни, хищно ухмыляясь, и смотря на Анка, которая уже успела скончаться от многократного превышения болевого порога. Она все-таки оказалась полезнее, чем я мог бы предположить насмехался над мертвецом Арачмару, осматривая бывшую ученицу. Несмотря на то, какой бездарной она была на этих словах, Арачмару остановился, будто бы почувствовав что-то странное, а после, исключительно на предчувствие, тот сделал прыжок в сторону. И как оказалось, не зря. Тут же в то место вонзилось около десяти кунаев. Кто заеды? Хотел было что-то спросить Баки, но тут же упал на пол со вспоротым животом. Внутренности вывалились наружу, а на полу из стороны в сторону катались окровавленные, золотые монеты. Следующим был Кабута. Увернуться от атаки из мира тени у него шанса не было, а потому же через пару секунд блондин лишился жизни, пав к земле с перерезанным горлом. Какой потрясающий стиль боя восхищался Арчимару уже не в первый раз, стоя почему-то, хотя, очевидно почему, полностью голый. Эта змеяка только что вылезла из тела своей бывшей ученицы, и стоит как ни в чем не бывало. Ты! Возмутился Наруто, берясь за клинок, но тут же по телу, словно раскаленная магма, протекла ужаснейшая боль. Наруто пал на одно колено, не в силах боли устоять на ногах. Я потратил слишком много чакры, попытавшись использовать финальный удар правосудия повторно. Черт! Проклиная все на свете, Узумаки медленно поднимался на ноги. Извини, Наруто кун, но в этот раз я вынужден покинуть тебя, слегка посмеиваясь в который раз шипел синим, после же, удаляясь где-то в коридорах. Спустя пару секунд послышались какие-то вопли и взвизги, а после громкие, грохочущие звуки. Сознание медленно мутнело, и Наруто потерялся в пространстве, запутавшись в собственных ногах, тот болезненно свалился на землю, более не в силах встать. Техника, которую тот хотел снова использовать, истощала чуть ли не всю его чакру, а потому, нашему герою стоило быть аккуратным с этой способностью, и он прекрасно это понимал. Время шло, ночь сменилась днем, и только к вечеру Наруто смог прийти в себя. Оперевшись о столик рядом с ним, тот неуверенно сделал пару шагов, а после снова упал. Кости ужасно ломило, медленно начала подниматься температура. Организм дал сбой, как только чакры стало настолько мало, и для Узумаки это было очень болезненной процедурой. Тело подкосило ужасной слабостью. Снова, хватаясь за стену, еле как поднимаясь, Наруто сделал еще несколько шагов, и пока что, вроде бы мог устоять на ногах. Подняв с пола Джинаду, которая вывалилась из его рук еще по рт и первом падении, тот вышел из помещения, в котором находился, оставив два загнивающих трупа внутри. По-хорошему, ему стоило идти к Хакаге, доложить о воскрешении Орочимару, но сейчас ему было несколько не до этого. Чуть только стоило шагнуть, как тут же тело поражало ужасающей болью. Сделав еще один шаг вперед, Наруто уже оказался на пороге своего дома. Провернув как назло холодную, неприятную ручку двери, Наруто невольно надавил на нее, и как по закону подлости, дверь открывалась от себя. Как только дверь распахнулась, в нее валился Наруто, без шансов сражаясь против гравитации, тот весьма неприятным образом упал на пол. Стирая пальцы в кровь, терпя мучительную боль, ощущая себя будто бы на ритуальном костре, Наруто еще пытался подняться, но все попытки были тщетны. В очередной раз упав, Узумаки конкретно так ударился головой, проваливаясь в глубокий сон. Рос он ночью, рос он днем. Зрело яблочко на нем. Рос он ночью, рос он днем. Зрело яблочко на нем. Раздался громкий, грубый голос, эхом отразившийся от поверхности темных зеркал. Какого хера? Обескураженный вскрикнул Узумаки, осматриваясь вокруг, хорошенько по мне это место. Как вдруг в разломе межзеркал показался тот самый дьявол. Ты. Террор блядь. Задал наводящий вопрос Узумаки, немного приедя в себя. Рос он ночью, рос он днем. Зрело яблочко на нем. Все не унимался и бес, твердя одно и то же. Какое блядь яблочко? Начинал злиться Наруто, даже не осознавая, что сейчас для этого не самый подходящий момент. Но, достаточно внезапно, демон единожды хлопнул, и все зеркала повернулись на Наруто. Наследие Скади. В твоем глазу однажды пробудется сила монстра льда, и тогда настанет судный день, ты примкнешь ко мне, бренное дитя словно одержимый, хотя звучало это странно, говорил слово за словом Террор Блит, смотря на свой сосуд, мне не нужна твоя сила, я не собираюсь пользоваться грязной мощью, которую ты мне предлагаешь, техника мира тени моя техника, и всего остального я тоже добился сам, безусловно, мне повезло попасть в колодец душ, но, ты, мне, не нужен, наотрез отказался Узумаки, надеюсь уже вернуться в реальность, не забывайся, человечешка, грозно, чуть ли не выл Террор Блит, рядом. Зеркала вновь повернулись, и Наруто созерцал тысячи своих копий. Где-то он был с черными волосами, а в глазах горел шаринган, лицо же искажало хмылка, а где-то такие же красные волосы, но с прической как у легендарного учихи БРР, аж мурашки по коже. Возмутился Наруто, но тут же его внимание вернулось к демону. Я вижу тебя насквозь, как и те бесчисленные отражения твоей души в альтернативных измерениях. После этих слов Террорблейд ударом руки разбил одну из зеркал, и Наруто полозом, скорчившись от ужасной боли. Только что я разрушил одну из твоих я, удалив целую вселенную из реальности объяснил дьявол, подойдя ближе к Наруто. Тебе нужна моя сила, неблагодарный щенок, и ты не можешь от нее отказаться, ведь твоя сила это моя сила все продолжал давить Террорблейд, однако на Узумаке это не действовало. Поднявшись, отряхнувшись, и достав свою катану, тот навел оружие на беса, сердито осматривая его, играя нотками злости в своих голубых глазах. Знаешь, какая сила мне нужна? Называется пошел нахуй и сдержил Узумаке, все еще держи оружие на поготове. Террорблейд на эти слова издал несколько хриплых смешков смотри не пожалей, наглый сопляк. Однажды твои алые глаза отберут у тебя все, сказал тот, вводя в ступор Алла Власова, а после Наруточнулся. Опять весь в холодном поту, тяжело дыша и судорожно осматриваясь по сторонам. Алые глаза. Тихо обронил тот, определяя свое местоположение. Доперев, что он все-таки в кровати, тот взглянул в зеркало, стоявшее напротив его кровати. Глаза все так же были голубыми, как чисто сапфир, с редкими вмешательствами. Фух, блять. Ругался Наруто, все еще не в состоянии осознать, что только что произошло. Очнулся, уже послышался голос вы из дверного проема. Вы. Прости, я. Но адресат этого сообщения не дал Наруто договорить да, зачем мне твое оправдание. Ты тут чуть не умер, тебя совсем не волнует, что я забочусь о тебе. Чуть ли не срываясь на крик, пока еще относительно спокойно спрашивала вы, хотя, вопросы скорее были риторическими. Прости. Тихо ответил ей Узумаки и почти сразу получил затрещину, крепкую затрещину. Айбел. Ладно, заслужил, признал Наруто, потирая ушибленное место. Еще как заслужил. Воскликнул вы, и ее выражение и лица несколько исказилось. Казалось, что ей сейчас очень больно. Что-то еще произошло? Задал вопрос Наруто, смотря на девушку. Ты. Как только мы встретились с этими людьми? Ты будто стал кем-то другим, я совсем не узнаю тебя. Тихо проговорила вы, подходя поближе к Наруто, и усаживаясь рядом со своим другом и наставником. И тогда ты сказал, просто ученица. Знаешь, мы многое пережили, продолжила та, пока Наруто опустошенно смотрел на свою ученицу. Вы, ну ведь очевидно, что я не считаю тебя просто ученицей. В конце концов, я бы не стал подставляться под кубики Рябачо, если бы ты для меня ничего не значила. Сейчас я стараюсь вести себя. Мягче, ибо как-никак, несмотря на всю ту боль, что они мне принесли, люди здесь это. Моя семья, пусть и никудышная легонько улыбаясь, произнес Наруто, немного отыгощенно смотря куда-то в пол, чтобы не показывать свою тоску. Однако всю печаль развеяла его вечная спутница, а может быть и кто-то несколько больше и длинневовый. Она мягко обняла его, подражая своему спасителю, аккуратно прижимая к себе и поглаживая по голове. Теперь все хорошо. Все твердила та, а Узумаки еле, а как держался, чтобы не начать рыдать, прямо сейчас. Конечно, ему хотелось бы оставаться дерзким, сердитым и брутальным, как минимум потому, что ему самому такой образ очень нравится, но все же, он такой же человек, как и все мы, как та же Сакура либо Саски, как Айоа и все остальные, и у него тоже есть чувства и эмоции. Не это ли самое главное? Слишком много навалилось сразу, еще-еще и террорблейт со своим наследием Скади. Просто невероятно, как он еще держался. Уже спустя некоторое время, послышали стихи и всклипы, и было видно, как крепкая рука Наруто, не менее крепко сжимает рукавой. Выражение лица у Узумаки сейчас было, пожалуй, не самым приятным, можно было заметить горькие эмоции, что вызывали немного неоднозначную реакцию. «Я не хочу тебя терять по пришествию, себя», сообщил Наруто, аккуратно приобняв девушку. «Я тоже боюсь тебя потерять. Ты единственный, кто у меня есть», ответил Атамовый, все еще поглаживая длинные красные волосы сына четвертого. «У меня плохие новости», отстраняясь, произнес Наруто, смотря в красивые, словно дорого стоящие хризалиты, глазавые, чье лицо несколько исказилось в какой-то смесь в удивлении и предвкушении. До конца не было понятно. Арачимару. Он жив. Его будто воскресили продолжил Узумаки, судорожно смотрев комнату, будто бы что-то вспомнив. Не найдя взглядом свой меч, тот тихонько ругнулся себе под нос. Этот Кабута. Прежде чем я успел его убить, он видимо использовал какую-то технику. И из тела девушки экзамена торвали с Арачимару. Не подумай, не через какую-то из дыр, он будто просто блять отделился от ее тела, словно его туда приклеили. Я не знаю. Голос парня звучал встревоженно, ведь на подобное точно никто не рассчитывал. Возможно это свойство его Джуина. Задал тот риторический вопрос, можно сказать, самому себе. Возможно подтвердил вы мы уже сталкивались с Джуином Арачимару. Митсуки, которого ты убил, Митсуки же. На этот вопрос Наруто слегка кивнул, взяв с тумбочки заранее приготовленный ему чай. Чакра Арачимару паразитировала на нем, давая ему силу, взамен сводя с ума. Возможно, он и воскресать умеет при помощи этих метов продолжил вы. Наруто положил ладони на лицо, тяжело вздохнув. Сука, он же непобедимый. Сколько бы раз я его не убил, он воскреснет через ебучий Джуин. И то, его убить можно только при помощи моего нового кинджутсу, а эта техника жрет чуть ли не всю чакру. Казалось, что Узумаки был загнан в угол. Теперь, когда Арачимару снова жив, и скорее всего восстановил все свои силы, он должен был, просто обязан прийти за ним, чтоб либо убить, либо забрать тело, третьего скорее всего не дано, ведь это Арачимару. Хотя нет, дано. Он может пустить Узумаки на опыты, и это, наверное, самое страшное. Наруто напрягся от подобной мысли в своей черепной коробке, а дыхание немного утруднилось. После некоторого стресса, температура вновь вскочила до невероятного и все дальше продолжала подниматься. Парня схватил озноб, ощущался ужасный холод, пусть на улице было относительно летнее время, в целом не важно. Тот только было хотел укрыться, но выдернуло одеяло с Узумаки. Не вздумай укрываться. У тебя температура. Приказным тоном произнесла та, смачивая какую-то ткань в холодной воде, и после прикладывая колбу своего учителя. Наруто тяжело выдохнул. Холодные тряпки были очень неприятными, учитывая, что парню и так было очень плохо. Дальше его ждали пару незабываемых деньков в ужасном состоянии. Уже через несколько дней, проснувшись в своей кровати, Наруто почувствовал себя хорошо. Он быстрым движением принял сидячее положение, и забросив руку на руку, как следует потянулся. Как хорошо снова быть здоровым бросил тот от невероятного удовольствия, не ощущать слабости и не видеть галлюцинации от повышенной чуть ли не до 40 градусов температуры. Осмотрев комнату, тот увидел спящую без задних ног. Девушка обокатилась о кровать спиной, держа в руках мокрую тряпку, совершенно выбившись из сил, просто лежала и спала. Сняв с себя простынку, которой парень был укрыт, тот встал с кровати и почти сразу пошатнулся. Спустя несколько дней проведенных в не совсем уж теплой постели, Наруто уже забыл как ходить вовсе. По голове словно кувалда ударило давление, которое явно не было готово так быстро менять полярности. Елиб твою мать рявкнул Наруто, хватаясь за голову и разбудив вы. Девушка почти сразу вскочила, моментально попытавшись уложить парня обратно в кровать. Какого хера ты подскочил то? А ну быстро уляжься обратно. Уговаривала та, двигая Наруто к кровати. Но сам Наруто тоже не пальцем деланный, просто сделал один толчок вперед и, сделав что-то по типу сальто в воздухе, перепрыгнул девушку. Спокойно, вы, я в порядке успокаивал тот, однако это ничуть не успокаивало. Да-да, ты в прошлый раз так же говорил. А что потом? А потом ты чуть не умер от истощения чакры. Я лично тут сидела и вытаскивала тебя с того света. Возмущалась вы, все еще не желавшая сдаваться без боя. Да, все нормально, серьезно. Я в порядке, успокойся чуть более тихо, сказал он, натягивая на себя всю свою немного странную экипировку. Смотри мне пригрозил вы, после же, встав немного размявшись. Я, пожалуй, схожу в душ, или сначала ты? Задал вполне нормальный вопрос Наруто, но это немного смутил вы. Иди ты первым уступила она, после чего Зумаки немного покосился на ту, и увидев нечто неодобрительное в свой адрес, а именно средний палец, нахмурившись пошел в ванную. Тем временем где-то далеко, в какой-то темной пещере, сидели несколько человек. Ну и на кучерд нам помогать предателю? Задал вполне логичный вопрос тот самый Брюнит, который однажды резким движением отрезал нашему герою руку. После этих слов он вернул оружие, что тот так пристально рассматривал в ножна, и устало зевнул. Арачимару предоставят нам дженчурики Каюби взамен. Он знает, как словить девчонку, и уже подготовил план, а мы взамен на хвост от его уничтожим деревню листа объяснил план рыжий мужчина, одетый в такой же черный плащ в красную тучку, как и самурай. Единственное, что действительно бросалось в глаза, это непосредственно глаза этого мужчины. Они были какими-то странными, полностью серо-фиолетовыми, а узор вовсе напоминал водную рябь. Это определенно было какое-то даджуцу. Так, хорошо. Иду я и Дейдара. Дейдара понятно, а я-то зачем? У меня ведь нет разрушительной силы, чтобы уничтожить деревню, либо еще что-то в этом духе. Все не унимался мечник, недовольно уставившись на лидера организации. Нам нужно устранить четвертого. Взамен на баунти хантера, Арчимару может обеспечить нам такую возможность вновь отвечал лидер у коризни насмотря на Йору. А тот будто бы и не замечал этого взгляда. Кто с нами еще идет? Задал очередной вопрос Йору, и это уже начинало подбешивать Пейна, ведь именно так лидер себя называл. С вами еще пойдет Хидден, и тачи мусору. Кокоза будет на подстраховке. Я не могу пойти, так как я отправляюсь за шестихвостом обозначил план лидер, после же собравшись выходить. Мусору. Разве баунти хантер не убил его? Из чего ему нам помогать? Ты должен понимать, что с мозгами этот тип не дружит, нам его не убедить только было произнес Йору, но сзади показался тот самый тип с перебинтованным лицом. Кровавый клон Йорусен своим самым зловещим тоном произнес мусору, подходя все ближе. С этого момента мусору член Акацки. Добро пожаловать произнес Пейн, и на сей раз уже покинул помещение. Мерзкий Т-тип выдал напрямую первое впечатление Йору, а после удалился, однако в другом направлении точка Наруто же, в это время, хорошенько ополоснувшись в душе, резво оделся, и сиганул через открытое окно на улицу, на всех порах мчась к Хакаге. Резиденция уже показалась за горизонтом, и вкладываясь как можно сильнее в бег, Наруто ускорился. На одном дыхании, превышая скоростной лимит, миновав охранников, тот быстро поднялся на второй этаж, и вломился в кабинет отца. «Привет! Давай без лишних вопросов!» Кабуто воскресил Арачимару. «Самого кабуто я устранил, но Синийн сбежал!» Из слов Митсуки мы знаем, что Арачимару собирался напасть на Канаху, так что дело плохе протараторил Узумаки, чувствую, как с каждой секунды язык все больше и больше заплетается. Что единственное, что смог сказать Минато, ошалело смотря на сына. Секунду! Арачимару жив! Осознание пришло к Минато с небольшим делеем. Вот же! Он всегда умел находить лазейки, даже в мироустройстве. Ты знаешь, как его воскрешали? Задал важный вопрос Минато, дабы предотвратить подобное в будущем. Кабуто использовал какую-то технику, и Арачимару буквально отделился от тела этой экзаменаторши. А? А? Все никак не мог вспомнить Наруто. Анка попытался угадать Минато, хотя в целом было очевидно, о ком идет речь. Да, точно. Так вот, он просто вылез из нее, отделился от тела и объяснял Наруто, при этом активно жестикулируя руками. Из области шеи. Предположил Минато. В точку. Подтвердил Наруто, и четвертый многозначительно кивнул. Ясно. Это Джуин Арачимару. Значит вот зачем он на самом деле нужен. Мысли вслух прервал Наруто как ищут Джуин. Поподробнее. Потребовал тот, смотря на отца. Арачимару может оставлять проклятые метки путем укуса. Именно так он и поступил с той самой Анка. С самой Митарышев все в порядке. Вдруг, невзначай поинтересовался мужчина. Я чьи ебу? Задал ответный, весьма логичный вопрос Наруто, после же, продолжив их беседу, так сказать, по теме. Джуин значит, и путем укуса. У Саски были следы от укуса и метка на шее, когда я пришел, а после ему кажется сильно поплохело. Это может быть оно? Спросил ненавязчиво Узумаки, предполагая, что это оно и есть. Да, скорее всего эта проклятая печать высказал не самую приятную новость на Микадзе. Это плохо произнес Наруто, а после испарился. Как он понял, проклятая печать дает какую-то силу, либо же просто дает возможность переродиться. Медленно подходя к дому Учихи Саски, тот заметил самого шаринганистого, который был привязан к дереву, а рядом с ним копирующего нендзя. Судя по всему, это именно он его и привязал. Отпусти. Я отомщу и тачи за клан. Неважно, какой ценой, я должен отомстить ему за смерть родителей. Вопил Учиха, то и дело срываясь кашлем, так как тот все еще не отошел от болезни. Саски, путь мести весьма скользкий, сделаешь один шаг неверно окажешься на дне, пытался мирно отговорить того к кукаши. Наруто же спокойно наблюдал за всем этим мероприятием, и внимательно слушал. Если помешаешь, я убью всех, кто тебе дорог, слышишь? Продолжал кричать Саски, и тут кукаши затих, но, ненадолго. Не выйдет, спокойно ответил Седой, смотря на молодого мстителя своим блеклым глазом, точка еще как выйдет. Я буду терзать их прямо у тебя на глазах, начал было выдаваться в подробности Саски, но кукаши его перебил. Не выйдет, потому что все близкие мне люди. Уже давно мертвый этот аргумент прозвучал для Саски убедительным, и тот на некоторое время замолчал. Я предупредил тебя, Саски. Дальше выбор за тобой, но учти. Если ты предашь деревню, мы окажемся врагами, и следующая наша встреча будет на поле боя, в сражении на смерть предупредил того копирующий, таким тоном, что даже Наруто немного ужаснулся этому. Все-таки он жутки про себя прокомментировал Наруто, когда Саски уже свалил. Сам ты жутки ответил тому кукаши, повергнув Азумаки в шок. Тот почти сразу покинул свой невидимый режим. Какого черта? Спросил Наруто, смотря на седого Джоунина. Ты скрыл чакру. Чакры есть везде, даже в воздухе. А там где нет чакры, скорее всего кто-то скрывается объяснил кукаши, после чего Наруто немного потупил взгляд. Да, я не умею хорошо скрывать чакру. Моя чакра едкая, и чаще своего враги в ужасе застывают, когда чувствуют мое присутствие, потому, чтобы скрыться, я выпускаю огромное количество чакры, также распространение вместе с ней кровь и пот, дабы меня нельзя было вычислить по запаху объяснил Наруто, понимая, что кукаши его союзник. Но сейчас то мне нужно было скрыться, добавил тот, и после же немного вздохнул. Ладно. Я вообще к Саске шел, но ты сделал мою работу за меня. Сходи к четвертому, думаю, у него будет важная информация для тебя, попросил Узумаки, после чего уселся на ветку недалеко от кукаши. Без проблем ответил копирующий, и исчез в долю секунды. Шустро какой! Пробубнел Узумаки, погружаясь в раздумие. Арчимару собирался напасть. Лучше времени, чем третий этап не придумать. Все будут заняты экзаменом, и никто не будет готов к нападению. Нужно опередить его. Условно, у себя в голове Наруто складывал некую доску, Сюги, либо что-то вроде этого. И если он нападет в этот момент, мы сможем его встретить, определил тот, после чего добавил еще пару фигурно воображаемую доску. Вполне возможно, что он прибегнет к помощи от других деревень, скорее всего он будет обращаться за помощью к Суне, так как из больших деревень прибудет. Только Суна обработал полученную картину Узумаки, медленно складывая все пазлы по кусочкам. Суна вероятно использует хвост этого, чтобы уничтожить деревню, тогда нам потребуется помощь Мику, и непосредственно Каюби добавил еще несколько фигур Наруто в целом, как ни посмотри, положение у нас скверное. Но если хорошо постараться, и подготовиться, то шансы значительно возрастают, обдумывал Наруто, но вдруг его прервал звук. Странный звук, будто кто-то плачет, и зовет его. Братик Наруто. Послышался голос снизу. Наруто моментально спрыгнул на землю, и первое, что он увидел, это была его заплаканная сестренка Айоа. Айоа, что произошло? Тебя кто-то обидел? Начал допрашивать ту парнишка, как самый настоящий старший брат. Братик Наруто. Мику. Она. Айоа все время прервалась на всхлипы, а иногда и вовсе делала очень длинные паузы, чтобы выплакаться. Ну, Мику, что? Уже весьма напряженно задал вопрос наш герой, после чего, Айоа еще сильнее скривилась, не в состоянии удержать слез. Сестренка. Она пропала. Глаза Наруто от такой новости моментально округлились, символизируя том, что он никак не был готов к такому повороту событий. Мало того, что куда-то запропастилась его сестра, так теперь еще девятихвосты пропала вместе с ней. Вспомнив про существование Акадские, Наруто и представить не мог, что его ждет впереди. Какие страдания и муки ожидают его и деревню скрытую в листве. Время шло напросто непозволительно медленно, а небо постепенно затягивало тучами, и вся деревня медленно падала во мрак. Настал день финального этапа экзамена на Чунина, потому люди медленно собирались у самого большого полигона в Канохе, что будет выступать в качестве арены для поединков один на один. Подходя к таблице со списком поединков, Наруто хмыкнул, отмечая пару интересных сражений, которые он хотел бы посмотреть, но скорее всего не сможет. Обстановка медленно накалялась, количество анбои свободных ниндзя на улице резко вросло, те буквально наполняли всю деревню, готовясь к нападению. Однако, пока те ожидали противника, начались экзамены. На площадку вышел все тот же человек, многозначительно покашлив, не для того, чтобы обратить на себя внимание, а скорее от непонятного недуга. Итак, в своей абсолютно равнодушной манере речи начал Гика Хайте. Правила поединков вам уже известны. Как таковых правил нет, убивать можно, но это нежелательно. Если я посчитаю, что поединок окончен, я остановлю бой скудно объяснил экзаменатор, беря в руки бланки с поединками. Первый поединок Мику на Микадзе против Нэджи Хьюга объявил экзаменатор, после чего Нэджи достаточно быстро показался на арене, а Мику так и не было. Черт! Напрягся Наруто, понимая, что все же она пропала, а не ушла тренироваться. Вопросов было много, но ответов было слишком мало. С последнего брошено на поиски пропавшего ребенка Хакаги Дженчурики. Даже Наруто был притянут к этому заданию, но сейчас, как у Минато, так и у Наруто на первый план встала деревня. Мику на Микадзе не объявилась на сражение, ей зачислено техническое поражение. Победил Нэджи Хьюга. Воскликнул экзаменатор, после хорошо так прокашлявшись. Самой судьбой ей было написано, что я должен победить как всегда, в своей манере произнес Нэджи, уходя с ринга. Следующий поединок. Учиха Саски против собаку, но Гара обвел следующую пару Гика, отходя в сторонку. Гара так же, как и Нэджи до него, быстро оказался на площадке, однако Учихи не было. Давы Ахуэли возмутился Наруто, осматриваясь вокруг, в поисках Саски. Время шло, а Учихи все еще не было. Только был экзаменатор хотел объявить о втором техническом поражении, как вдруг, Казик подал свой голос. Второе техническое поражение? Давайте подождем Учиху. Этот бой должен быть интересным. Хакаги же послушал Казик и дал короткую отмашку. Легко кивнув, экзаменатор провозгласил что ж, второй поединок отложен на неопределенный срок в связи с неявкой второго участника. Люди на трибунах погрузились в негодование. Мало того, что для одного делают исключение, а для другого нет, так еще и самый интересный бой придется ждать долгое время. Вообще весь этот экзамен был чем-то достаточно бесчеловечным, хотя, кажется, это никого не волновало. Множество людей с разных стран приехали, чтобы посмотреть на то, как детишки убивают друг друга. Подобная мысль взбудорожила Наруто, смотрящего на это чертов Учиха возмутился Узумаки, откинувшись на спинку сиденья, поудобнее усаживаясь. Тем временем, моросящий дождь постепенно переходил в самый настоящий ливень. Третий поединок. Шинабурами против конкура но собаку конкура с Тимари переглянулись между собой. Сейчас время тянуть было просто-таки нельзя. Если Учиха вернется, Гарл может сойти с ума, и тогда начнется суща, для всех находящихся здесь. Я, ээ, я сдаюсь! Поспешно крикнул с арены конкура. Ухайте начала дергаться бровь. Один из участников отказался от участия в поединке. Победа присуждается Шинабурами. Изрек экзаменатор. Чувствую грядущий гнев я, как Жуков, что вокруг меня парит в своей манере, сказал Шина, и он был более чем прав. Толпа людей пришла в бешенство. Яростные люди начали кричать прямо со своих мест, чтоб конкура как мужчина спускался, и дрался, однако никому не было до этого дела. Но, конкура все же напрягся. Учиха Саски так и не появился. Обратился экзаменатор к Хакаге, но тот снова отмахнулся, говоря таким образом, ждем, и не просто так. Казикаге вновь давил на четвертого, чтоб те подождали Учиху. Неизвестно, что такого было в этом Саске, но Казикаге видимо был заинтересован в нем больше, чем в собственном сыне. Либо же наоборот, он хотел посмотреть, как Гару сделает из него кровавое месиво. Сам же Казикаге отлично знал, что происходит, Би просто тянул время. Ему было плевать на жертв, которые могут погибнуть из-за Гары, его интересовала деревня Листа. Хорошо. Сквозь зубы процедил экзаменатор, после чего продолжил. Четвертый бой, Тимарину собаку против Шикомару Нара после этих слов, Шикомару нервно вздознул, вспомнив, что на отборочных эта женщина сделала Стентин. Ему определенно не хотелось с ним сражаться, и он уже даже поднял руку, чтобы задаться. Теперь уже у Хаяти задергался глаз, а толпа просто застыла в шоке. Но, не тут то было. Наруто, который устал терпеть подобные выходки, просто на скорости разъяренный Кушиной оказался за спиной Шикомару, и что он есть мощь и столкнул того с трибун. Шикомару чувствовал предательство, и злобно косысь на Наруто, лежал и как всегда ленился. Сарены множество людей, что уже так же как и Наруто устали терпеть подобное, начали швырять в ленивого Нару различными остатками фруктов, бумажками, а кто-то выбросил даже весьма неплохой блокнот. Эй, подбери для меня вот тот блокнот на обратном пути! Крикнул Наруто, и Шикомару, что вылез из горы мусора, поднял блокнот и уложил его в карман своего пиджака. Хорошо, хорошо! Злобно ворчал тот, поднимаясь. Ну же, давай! Вскрикнула Тимари, и почти моментально Нару сложил печать, и тень достаточно быстро поползла в сторону девочки. Опишевшая от подобной техники Тимари не успела ничего сделать, как тень уже была возле нее, но... но она остановилась в паре сантиметров от тени Тимари. Вот как! Значит, у нее ограниченный радиус действия определила Тимари, а Шикомар усмехнулся. В любом случае, поймать ее не вышло бы. При приближении тени Тимари уже готовилась отпрыгнуть назад, и Шикомару прекрасно понимал это, он видел короткие движения. Ну что ж, тогда я просто подожду, пока ты нападешь. Изрек тот, усевшись на пол, за деревьями. Девочка же, сделав пометку, куда тень Шикомару не достает, раскрыла веер, и сделала тяжелый взмах. Все деревья сразу же скосило, как одно. Вот сейчас тупоцан с ананасом на башке напрягся. «Какая межуткая техника!» Процедил Наруто с трибун, осматривая покалеченное поле боя. «Ничего не поделать», сказал Шика, отпрыгнув поближе к стене, и снова используя свою тень, которая так же как и минуту назад устремилась к его противнице. Самоуверенная Тимари стояла возле пометки, как вдруг тень зашла дальше. Встрепенувшись от подобного девчонка тут же отпрыгнула назад, после же догадавшись, в чем был план. Тень вновь остановилась в паре сантиметров от нее. «Так вот оно что, ты истальзовал тень от стены. Не успел тогда говорить, как ей в глаза бросилась важная деталь. А где его куртка?» Подумала она, заметив небольшую тень на полу. Блекло свет солнца, что он еле как проходил сквозь темные тучи, собой закрыл некий парашютик из куртки Куная. Понимая, что сейчас Шикомару продлит свою тень, девушка отпрыгнула, но тут ее ждал другой Куной. Этот Куной отличался по форме и размеру, и был похож на трехлиственной Куной четвертого. Хотя, по сути, это он и был. Тимари увернулась от Куная, но заметила одну важную деталь. Он больше и шире обычного Куная. Неужто, параллельно этим ее мыслям, Шикомару уже удлинил свою тень через тот самый парашютик, а после провел ее через тень от Куная? Вот черт ругнулась Тимари, отпрыгнув еще чуть-чуть назад, наударившись об собственный веер. Твою мать! Вскрикнула та, выхватывая оружие, которое та прежде оставила, и опираясь на него, отпрыгнула от тени. Тень Шикомару была в одном сантиметре от тени Тимари. Вот и все. Ты не достал домен. Не успела она договорить, как тут же почувствовала. Паралич. Я не могу двигаться. Настоящий шин обескрывает свои настоящие возможности, сказал Шикомару, на пару с народом хмыляясь, как злодея. Ты хотела было сказать что-то Тимари, но была перебита. Я знал, что ты уклонишься от первой и второй моих атак, а потому заставил тебя думать, что моя тень короче, чем есть на самом деле. Рассказал о своем плане Шикомару, по сути уже одержав победу. С теневым захватом Шикомару быстро сокращал дистанцию. Подняв руку, тот напряг всю публику, и саму Тимари тоже, которая не могла ничего делать, кроме как повиноваться всем действиям Нары. Я сдаюсь, выпалил лентяя от меня Тенхику. Что? Но почему? Пораженно спросил Тимари, не в состоянии даже пошевелиться. У меня не так уж много чакры, я бы не смог держать тебя долго, объяснил Шикомару, уходя с арены. Один из участников принял поражение. Победитель собаку на Тимари. Вскрикнул экзаменатор, довольно ухмыляясь. У Канахи хорошее будущее, пронеслась мысль в голове Гекахаэти. Толпа разразилась овцами. Все были просто поражены таким поступком Шикомару. Он поступил как настоящий джентльмен, чем уже подсознательно влюбил в себя Тимари, а также действовал невероятно стратегично, и в самом бою по сути он был настоящим победителем. Саски Учиха так и не явился. Что вы думаете, лорд Казикоги? Спросил Минато, несколько напряженно смотря на Казикоги. Я в этом неуверенно ответил ему тот, смотря на арену. Поскольку Учиха Саски так и не явился. Хотел было продолжить Хаэти, как вдруг, все поле бою укрыло листьями. Те закружились в филигранном водовороте, окутывая два образа. Резко все листья разлетелись по округе, и максимально пафосно, со стилем, опираясь друг от друга, стояли Кукаши и Саски. Простите. Начал первый, после чего мы немного опоздали в унисон продолжили обладатели Шарингана. Что ж, он все-таки пришел. Произнес Наруто, внимательно смотря на арену, на которой уже начал появляться Гара из песка по кусочкам. Итак, пятый. Вернее, второй поединок. Собаку Ногара против Саски Учиха. Возгласил экзаменатор, которого несколько напрягал подобный выпендриш со стороны копирующего и Учихи. Лишь дав отмашку, тот разрешил начинать бой. Саски немедленнее секунды, быстрейшим движением оказался возле Гары, нанося удар. Но это было абсолютно бесполезное действие, так как того уже защищал песок. Но как оказалось, Учиха именно этого и добивался. Помнишь? Задал вопрос тот, сбивая женчурики с толку, благодаря чему смог выиграть пару секунд. Этого времени хватило, чтоб оказаться за спиной Гары и хорошо вломить тому, вкручивая руку, прямо как Рокли. Гара, явно не ожидавший такого пропустил этот удар, а после удар с колена в грудь тоже, начиная медленно сходить с ума. Не волнуйся. Мама! Я принесу тебе крови. Кровь тех людей была гадкой. Взамен я принесу тебе крови этого Учихи. Все бормотал тот себе под нос, закрываясь в каком-то куполе. Все люди были в небольшом шоке. Этот бой явно стоял того, и возможно, даже переплюнул предыдущий поединок. Черт! Гар же сорвется! Словно обреченный произнес конкура, смотря за всем тем месиловым, которое происходило снизу. А снизу же Учиха Саски пытался пробить защиту горы голыми руками, за счет шарингана уворачиваясь от атак. Но, естественно, пробить этот купол у него не вышло. Тогда-то он решил, что самое время расчехлять свое секретное оружие и новую технику, которой его обучил Кокоши. Взаюровшись на стену, дабы ему не мешали, тот сложил все необходимые печати. Сияй! Чидари! Кричал тот, а в его руках уже светилась синяя молния, глаза налились кровью, и в редких искрах синих огоньков блестящей молнии было видно эти глаза, алые, ненавидящие глаза. Шаринган Учиха с невероятной скоростью понесся на гару, и тот не успевал атаковать его, казалось, что Учиха превратился в молнию. За долю секунды тот пробил Гары, нанося урон самому Гарри. Рана была глубокая, и из нее пошла кровь. Это моя кровь? Встревоженно спросил кого-то Гара, не понимая, что вообще происходит на грани нервного срыва. Но, собственно, перешагнуть грань было нетрудно, особенно для Гары. Тот начал сжимать и скручивать руку Саски, раздавливая огромную часть костей, разрывая мышцы, уничтожая сухожилие. Крича от боли, последний Учиха вновь активировал искрящийся в руках Чадари, и вытащил свою руку, после чего отпрыгнул. То, что он увидел в проделанном отверстии, повергло его в ужас. Нечто нечеловеческое находилось внутри купола. Озверевшие, злобные глаза гневно смотрели на него, желая убить. Это существо казалось еще более страшным, чем Ара-Чамару. Печать сначала расползаться по телу Саски, и из-за своей нестабильности тот никак не мог ее контролировать. Наруто смотрел на это дело, и понимал, что вполне вероятно, ему придется вмешаться, но нет. На арене начали опудать какие-то странные перья, и люди постепенно начали засыпать, да и Наруто тоже проваливался в сон. Однако, того спасла, как ни странно, Сакура. Наруто-сан. Будила того она, вливая в него свою чакру. Сакура, что происходит? Спросила Зумаки, не до конца догоняя, что к чему. Ген-джутсу было сильным. Это ген-джутсу. На деревню напали какие-то люди в плащах, и люди из песка быстро отчиталась та, и это максимум, что она могла сделать. Точно. Молодец, Сакура. Спасибо, что помогла мне с этим. Ген-джутсу поблагодарил ту Наруто, максимально искренне, как мог, после чего, отдал распоряжение. От лица четвертого дай тебе приказ присматривать за мирными жителями, произнес Наруто, испарился, однако ненадолго. По всей деревне слышались взрывы, и у Зумаки заметил одного, непримечательного жучка, летящего с воздуха, прямо к Харуна. Ну черт! Он был из глины. Заметив это, парень моментально подхватился куру на руки и спрыгнул со здания, которое почти мгновенно после этого было разорвано в щепки. усаживая девочку на пол, а сам быстрыми шагами направляясь к месту, где кипела битва. Черт! Почему никто не сообщил о нападении? Бесился тот, и не догадываясь, что происходило в деревне все это время. На входе в Канаху показался один странный человек. Одет он был в черный плащ, разукрашенный красными тучками, при себе держал к тону, и уж больно кого-то напоминал. Эти черные волосы, завязанные в хвост, две пряди ровных волос, свисающие по бокам. Кто таков? Какова цель прибытия? Спросил один из стражников, на сей раз это были неизумные котецу. Да так, прогуливаясь на хожу, придумал нелепую ложь этот человек. Присмотрись, шепнул один из охранников. Точно, блядь, это Йору. Ебаш его! Вскрикнул другой, быстро достав оружие, и бросившись в атаку. Правда, Йору был не промах. Его катана покрылась огнем, и тот буквально выстрелил катаной. Та рукоятью выбила первому из противника в челюсть, и подбросила высоко в воздух. Тут же подоспел второй противник, но ударом по лицу был поставлен на колени, а после использован как опар для прыжка. Оказавшись в воздухе, не менее высоко, Йору поймал свою катану, и по дороге до земли, с усилием разрубил противника надвое. Кровь брызнула вонтаном, и закровавленного, обугленного трупа и тот же вывалились внутренности, которые почти сразу растаскались по земле за ногами Ронина. Второй противник подошел сзади, но был убит моментальным обезглавливанием. Уныло как-то прокомментировал Йору, проходя дальше, давая дорогу шина бессонной и звука. Тем временем, резиденции Хакаги, где сидел Минато, ожидая вести о нападении, и готовый развить теневого клона на экзамене и начать защищаться, залилась отборной броней и грохотом, будто бы там кого-то месили об стену. Почти сразу после начала чаготы непонятного стену, которая соединяла коридор и кабинет Хакаги была разрезана пополам. Сразу после этого дверь слетела с петель, и в кабинет ворвался седовласый мужчина с косой наперевес. Он сделал резкое движение, и моментально, неожиданно, разрубил четвертого так же, как и дверь. Вот тебе и пиздец. Взвопил тот, но это оказался теневой клон. Настоящий же Минато в это время находился в подземном переходе между пыточной резиденцией. Пора, сказал тот, и собирался было уже телепортироваться к противнику, но тут же прогремел взрыв, а подвал начал осыпаться. Какого хуя возмутился мужчина, складывая печати? Сильная взрывная техника. Разве Арчимару есть такие? Поинтересовался другой человек. Коснись меня, сказал Минато, и этот человек незамедлительно выполнил просьбу. Тут же они телепортировались к одному из Кунаев, где-то на окраине деревни. Акадски. Да, быть того, не может удивился Минато, не понимая, какой им с этого прок, пока люди в красных плащах уже напали на деревню, совместно с шиноби песка и звука. Кровопролитной битвы было не избежать. Все это прекрасно понимали. Время неумолимо убегало, не оставляя мимо огромных, жирных пятен на своих изувеченных жертвах. Сейчас же, одна из этих жертв спешила на помощь к экзаменатору, который в одиночку сражался против двоих отступников. Как бы селен не был гикой Хаити, но он не смог победить Мусору. Отступник почти сразу же нацелился на лежащего Хаити. Дьявольская умхылка на бледном лице последняя, что увидел Джанин перед смертью. Хаити. Нет. Вскрикнул Наруто, подбежав к мертвому телу союзника. Вот сука осматривая дыру в груди произнес Наруто, смотря на двоицу. Рядом с перебинтованным парнем стоял мужчина, который был не намного выше Мусору. Ты узнал незнакомца Наруто, потянувшись за катаной. Собрался драться, поинтересовался Мусору, а дождь на улице уже медленно перерастал в самую настоящую бурю. Да, я собираюсь порешить себя на кусочки. Наруто уже закипал от ярости, достав меч из ножен. Йору усмехнулся. В последний раз он видел этого пацана еще совсем мелким и самонадеянным, а сейчас это уже уверенный в себе Шиноби, готовый надрать задницу многим. Ну что, давай потанцуем. Согласился тот, выходив вперед, но его остановило Мусору. Нет, Йору. Он мой. Доложи лидеру Йору такой расклад конечно же не устроил, но убивать своего союзника здесь он не планировал. Совсем не планировал. Ты тут босс ответил тот, и куда ты ушел, скорее всего помогать громить Канаху. Наруто не успел одуматься, как уже оказался в битве. Война, ничего не поделаешь. Я ошибался. Все-таки, ты такой же как и мы. Довольный, давил Ибу призносил Мусору. Вызвав у Наруто какие-то немного нездоровые смешки. А то сейчас лишь жалкое ничтожество. Охотник за головами против отступника. Звучит интересно, давай проверим, кто сильнее. Мне кажется, пришло время резни. Оскалия ряды слегка красных, окрашенных кровью зубов произнес Наруто. Джинада уже была в его руках, и что он есть мощь вибрировала, испуская множество молний. Мусору ничего не сказал. Тот выхватил свои саи и приготовился к битве. Узумаки решил закончить по-быстрому, как в прошлый раз с клоном, но у него это не вышло. Тот очень быстро нанес молниеносный удар, прежде скрывшись в мире теней, но оригинал Мусору ведьму был куда мельнее, чем клон, а потому, будто бы на инстинктах, тот уклонился. Уиба. Вскрикнул Наруто, нападая снова и снова, но безрезультатно. Тут же, тот заблокировал два удара молниеносных трезубцев, а противник, хитро извернувшись, все же достал Узумаки, ударив его рукоятями прямо по болевым точкам под ребрами. И даже прокашлиться ему не дали. Не собираясь останавливать свои атаки, отступник наносил удар за ударом, но пока Узумаки вполне неплохо держался и парировал каждую атаку. Но вот когда противник начал разделяться и атаковать с разных сторон, Наруто начал пропускать атаки. Один удар, и он уже сидит на колене, сблевывая кровь, но оппонент все еще не собирался останавливаться. Он наносил все больше и больше атак, с разных сторон нанося удары сами и ногами, дезориентируя нашего героя. Наруто чувствовал себя немного растерянно. Мало того, что противник оказался в 40 раз мощнее ожидаемого, так еще и злой до ужаса, если говорить покороче, ситуация не из легких. Добро пожаловать в мою утопию смерти, Баунти Хантер. Воскликнул Мусору, тут же нанося сильный удар ногой, прямо по голове. Никак не успевая среагировать на этот сверхмощный удар, Наруто ничего не оставалось, кроме как пропустить его, отчего тому довелось весьма несладко целоваться со стеной. Твою ж мать! Сплюнув кровь, а вместе с ней и выбитый зуб, Наруто был недоволен ситуацией, пожалуй, совсем. Джина вновь так же быстро оказалась в него в руках, и усиливая свое телочекрой, Наруто, несмотря на все ранения, бежал в сторону Мусору, словно берсерк, издавая пронзительный крик. Меч вовсю искрился молниями, и понимая, что природная молния, которую вырабатывал легендарный клинок, собьет стихию магнетизма, Мусору пришлось драться с Наруто. Тот же, в процессе своего нелегкого бега ломал под собой пол, из тела выходила просто уйму чакры. Однако, несмотря на это, даже на высокой скорости, Мусору вполне успевал блокировать атаки. Да и сайи у него были непростыми, пожалуй, совсем непростыми. Мало того, что они не ломались от ударов джинадой, учитывая, что любое другое оружие вовсе было бы разрезано, так еще и сами выделяли электрические импульсы, что также создавало немало проблем. Постепенно, Наруто открывал все новые и новые силы. Ногти на руках уже постирались в кровь от крепкого хвата, которому Музумаки вцепился в рукоять катаны. Удар за ударом, но все тщетно. Знаешь, Баунтихантер подал голос Мусору, держа напор охотника, скрестився, когда я вот так стоя под дождем, мне больше всего хочется смыть весь свой гнев, отринуть в спокойствие и поделился своими собственными, утопичными идеями Мусору. Идеи лежат в основе человека, идеи ДНК души сказал тот, отбрасывая Наруто в сторону и несясь вперед для контратаки. Закрой рот. Взвыла Наруто со всей доступной мощи, непроизвольно распуская огромное количество чакры. Причем, энергии было настолько много, что самого отступника чуть ли было не сбилось с ног, когда тот только приблизился к своему проявнику. Душераздирающий вопль прошел сехом по всему полю боя. Я сломаю тебя. Слабак. Вскрикнул Мусору, собирая огромные груды камней и по очереди бросая их все в изумки. Но тому было хоть бухны. Пробегая мимо, тот разбил одну из груд камней, которая должна была попасть в него без шансов. Но это оказалось обманкой. За кучей булыжников, его ждал сам Мусору, уже летящий в него с оружием. Но Наруто не растерялся и быстро схватив меч руками. Резкий удар с невероятной силой, однако Мусору заблокировал его. Стоя под проливным дождем, послышался выкрик Мусору, и тот вонзил один из сай в плечо парню. Я пытаюсь смыть свой гнев, смыть печаль и пятна времени. Пятна времени, вот, что делает всех нас слабыми, мы не можем избавиться от прошлого. Лишь отринув, смыв пятна, оставленные временем, мы можем стать понастрящим усилием. В ответ же, тот получил яростный крик. С явным усилием Мусору оттолкнули. В Наруто прямо во время сражения пробудилась новая мощь. Тело обросло различными дополнениями, такими, как один рог, ярко-синего цвета. Катана покрылась синими молниями. Мальчишка ныне источал силу. Смывая, как ты их назвал, пятна времени, мы теряем то, что делает нас людьми. Наша история, наша трагедия и наши успехи. Настоящие силы так как только неудача способна сделать нас сильнее. Ответил на философические проповеди Наруто, сосредоточив всю свою ярость внутри своего тела. Молнии игриво забегали по телу Узумаки, предвещая очень сильную атаку. Да вы же! Покажи мне свою идею, Баунти Хантер! С равносильной страстью закричал в ответ Мусору и моментально понесся на Баунти Хантера. В любой другой момент, Наруто бы атаковал в спину, по-быстрому час. Это было принципиально, он не мог просто быстро замочить этого гада, он не был бы доволен такой расплатой. Он хотел увидеть изображение поражения на его лице, страх и боль, а после добраться до Юру, с кем у него была куда большая ненависть. По всему полю боя разнесся пронзающий крик, вобль, напоминающий рык самого настоящего зверя. Клинки сомкнулись, разбросав по полю боя множество непослушных искр. Пытаясь пересилить Мусору, охотник за головами заметил свое отражение в лезвии джинады. В голове парня сиганул вопрос, заставивший его несколько ослабить хватку. Разве этого я хотел? Разве я хотел превращаться в демона? Подобным вопросом задавался Наруто, смотря на свое отражение в поверхности клинка. Этого ли он желал? Навряд ли. Обременяющие черты дьявола постепенно растворились в яростных, синих огнях. Мусору, воспользовавшись небольшим пробелом, повернул один сайт так, чтобы отодвинуть катану своего противника в сторону и тут же нанеса сильный, колющий удар прямиком под ребра. Из раны тут же брызнула кровь, окропляя грешные руки отступника. Это все разочарованно произнес Мусору, с усилием пнув Наруто с ноги и хитро ухмыльнувшись, когда тот упал, прямо в грязную лужу. Твоя идея, они сдерживают тебя. Все же, моя философия оказалась сильнее, не так ли? Открыто насмехался отступник, похаживая вокруг узумуки. Тем временем, к месту сражения прибыл Юру, который шел со стороны буйства однохвостого биджу, которое было совсем уж рядом. Повезло так повезло, еще и однохвостов забер. Начал было тот, но вдруг, заметив, в каком состоянии баунти-хантер, на пару секунд замер. Ты жалко-хидно произнес тот, смотря на израненного Наруто. Тот же не мог двигаться. Электрические удары Саи уже прошлись по всему его телу, не давая двигаться, раны болели, ничего не оставалось, кроме как сидеть и просто ждать смерти. Юру подошел поближе, достав свою катану, в которой Наруто узнал меч демона огня Мурамасу, однако, сейчас этот вовсе не имел значения. Джинада лежала буквально в паре метров от него и до нее было не дотянуться, как бы он этого не хотел. Юру ухмыльнулся, уже возведя катану для финального удара. Довольная своим хозяином оружие заискрилась огнем, дабы поразить свою цель на смерть, но не в этот раз. Проличи вдруг спал, и Наруто увернулся. Хуй там плавал. Сложно произнес тот, но тут же получил в плечо собственный же клинок, изблевывая кровь, достал оружие. Спасибо, ублюдок. Озлобленно произнес тот, вновь держа дрожащими от перенапряжения руками меч. Сил сражаться уже не было, однако процесс регенерации уже был запущен, оставалось лишь не умереть, но это тоже была задача не из легких. Он даже ранить не мог этого проклятого мусора, не то чтобы убить его. Вот же черт, делать было просто нечего. Но вдруг... возле ноги у Зумаки приземлился куной. Минато. Узнав оружие, подумал Наруто. Но то, что он увидел дальше, шокировало его. Куная, в желтой вспышке, переместилась Мику, тут же сделав взмах другим кунаем, который был у нее в руке. Вы хотели к Юби? Получайте, уроды! Закричала та, прикладывая руку к земле. Техника призыва. Вскрикнула она, и тут же по земле поползли различные символы. Призыв. В состоянии еще большего шока, и чувствуя, насколько огромное количество чакры было влито в этот призыв, Наруто еле как отпрыгнул назад. И не зря. Огромная вспышка тут же вызвала немалую взрывную волну, которая развеяла гигантское дымовое облако. Девять послушных хвостов моментально распушились, и на всю канаху раздался демонический рев. Кьюби? Последнее, что смог выговорить Наруто, прежде чем девятихвостый же, призванный этой мелкой девчонкой, ни секунды, ни медли, сразу же влупил рукой прямо под Эмшиноби. Те, конечно, успели уйти из-под атаки, однако земля здесь уже была непригодна для сражения между людьми, а вот Лис стоял здесь вполне хорошо и устойчиво. Юропа пытался атаковать джинчурики, однако тут же был жестоко сбит лапой Кьюби, и впечатан своим телемом где-то далеко. Прочесав для Кьюби не составило труда также добраться и до огромной трехглавой змеи, которая бесчинствовала в деревне. Под мощными ударами сильных лапса дрогалась земля, и уже через несколько минут, несколькими тяжелыми ударами, змея была повержена. Но тут началось все самое интересное. Сражение двух хвостатых. Шукаку против Кьюби, казалось бы, и тугачеведен, однако на стороне Гары было немало количества Шиноби. Но к Мику на помощь теперь силы были приблизительно равными. Однако, все эти армии тут же чуть ли было не смыло сильными ударами хвостатых. Кьюби крепко врезал Шукаку по голове, чуть не сбросив с нее гару. Однако, этого хватило, чтобы дезориентировать хвостатого. Моментально, дьявол-лис вцепился зубами и когтями прямиком в поверхность, некую кожу Шукаку обездвиживая того, почти сразу же Мику оказалась на голове Шукаку, благодаря брошенному в голову хвостатого зверя куною с меткой. Не зря же она изучала Хирайшин все это время. Поверхность проваливалась, но девочка все равно бежала вперед. Разбежавшись, та изо всех сил прыгнула вперед, но была схвачена песком. Как оказалось, Гару вовсе не спал, он нарочно выпустил из своего тела хвостатого, и был в взговоре с Казикаги, Арчимао и Акацуки. «Сгынь!» вскрикнул Гара, наводя руку на Мику, но из ее подсумка выпал один куны. Использовав Хирайшин, та освободилась от песка, и это дало ей небольшое окошко для атаки. Разбежавшись, Кунаичи хорошенько проехалась рукой по лицу другого джинчурики, выбивая отого из хвостатого. «Опять?» Я же только освободился. Проныл Шукаку, испарясь, так же, как и Курама. Гара осел на земле, и попытался убежать, но в этот момент, перед ним появился тот, кого никто не ждал. Мусоро. Прибывшие на место конкурэй Тимари пытались как-то помочь, но у них ничего не вышло. Бросками Сай, тот пронзил плечи обоих генинов, после же притянув тех к себе, теми же Саями. Неокрепшие детишки. «Ба, вы меня не интересуете, и мою организацию также». Озвучил мысли вслух Мусоро, тот же дав парочку сильных ударов двум ниндзя противникам, раскидав их в разные стороны. С нормальной, но все же умеренной силой, Нукинин вломил Гарри по затылку с ноги, вырубая его. «Теперь остался только Кьюби», проговорил тот, приближаясь к Мику. После призыва Кьюби, Мику утратила почти всю свою чакру. Наверное, это был конец. Но нет, за секунду, нет, даже меньше, чем за секунду, отступник лишил с обоих рук, по которым сразу же пробежалось несколько голубовато-желтых молний. Звон золотых монет было слышно, пожалуй, на всю страну огня. Кровь брызнула фонтаном из разрезанных артерий. За счет скорости атака обошла защиту Мусоро. Не успели еще отрезанные конечности приземлиться на земле, как тут же, прямо по лицу злодея прилетел удар с ноги, впечатавший его в ближайшее дерево. Недалеко от горы. Чтож, если другого выхода нет. Послышался знакомый, хриплый голос. Окруженный молниями, Узумаки Наруто прибыл на поле битвы. Что я могу сказать? Как раз вовремя. Подчеркивание, подчеркивание, подчеркивание провалившись в сон, от всех полученных ранений, Наруто вновь оказался в том самом месте, в которое он хотел возвращаться меньше всего. Он снова видел этого несносного дьявола, который то и дело предлагал ему свою силу. Да вы же, покажи ему нашу мощь. Мне стыдно даже смотреть на тебя, ты слишком слаб без моей силы. Голос демона отдавал сехом по всему колодцу душ. Да пошел ты в очередной раз срубанул с плеча «Давай!» Взывал террор блит, и это было последнее, что отчетливо помнил Наруто. После этого, он очнулся, а рядом с ним стоял его полупрозрачный синий двойник. Волосы тоже украсились в светло-голубой цвет, но, видимо, только пока тот использует мощь демона хаоса. Чувствуя, как сила течет в его жилах, на удивление, довольный этим чувством Наруто, резко рванул в сторону чакры Мусару, дабы нести отмщение. Как ни странно, двойник повторял каждое движение Наруто, с идеальной точностью. Что ж, этим можно было воспользоваться. Ворвавшись на поле боя с двух ног, Узумаки нанес один удар, а двойник, рядом с ним, повторил его, таким образом, Мусару лишился сразу двух рук, вместо одной. Так же произошло и с ударом. Этот двойник, по сути, был как двойной урон. Подчеркивание, подчеркивание, ничтож, и пора смыть с тебя все пятна времени. Раздраженно процедил Узумаки, а его громкий, в таком режиме более бархатный голос эхом разошелся по лесу. Делай, что хочешь, ухмыльнулся Мусару, взглянув на своего противника, и смерть в одном, весьма опасном лице. Поднесали извекшие своего противника, Наруто еще раз одарил его своим озлобленным взглядом, и оскаляв ряд белоснежных, слегка перепочканных кровью зубов, парень отрезал отступнику голову. Все же, он оказался сильнее. Но можно ли было считать это победой? Я не уверен, но Наруто вряд ли станет считать себя победителем, и навряд ли будет доволен таким убийством своего лютого врага. Двойник медленно испарился, скачущие по телу парни молнии тоже медленно угомонились, цвет волос изменился обратно, на алый. Дождь закончился, буря миновала, и из-за темных, изолированных в небе облаков вышло солнышко. Я наростающий шторм. Модливень, смоет с тебя все пятна, оставленные временем устало процедил Узумаки, стой перед трупом своего противника. Теперь это точно был оригинал, уж больно много он доставил ему проблем. Меч медленно выпал из рук Узумаки, вонзаясь в вымокшую от дождя землю, а сам Узумаки, не выдержав, упал рядом, мгновенно теряя сознание от переутомления. В голове же, то и дело крутились те самые мысли. Идея. ДНК, генетика, заложенная глубоко в душе, в самых потаенных уголках подсознания. Война, гнид и ненависть, это ужасные родители. Однако, это вполне неплохие учители. И их последний, самый важный урок, который усекли мусору, ибо у них антир, был таковым, этот мир, и люди в нем больны. Свобода – это миф, религия – это шутка. Каждый человек, кем бы он ни был, хоть пешкой в чьих-то руках, хоть теми руками, что держут пешку, каждый из них контролируем чем-то большим, душевным, великим. Идеями ДНК нашей души идеи – это культура, идеи – это все, что мы создаем, что мы уничтожаем, и все, что мы оставляем после себя. В основе идеи мусору лежала кровавая война, истинная суть человека. А в основе идеи Наруто лежала жажда свободы, желания богатств и истинные желания бороться, цепляться за человечность. Чья же философия на самом деле была сильнее человека, которых хотел подобиться дьяволу, либо же сущего демона, который старается быть человеком. Кто знает, кто знает. Параллельно сражение с Акадской и Шукаку, сила. Порой это то, что движет нами. Взяв Мината на Микадзе в заложники, Казикаги вырвался на крышу, придерживая икуна возле горла четвертого. Не думал, что вы будете сражаться против меня, господин раз обратился к Казикаги четвертый, словно и вовсе не напрягаясь от сложившейся ситуации. Давайте решим все мирно, лорд Казикаги. Вооруженные конфликты ничего не решают пытался уговорить того Мината, не желавший развязывать войну. Казикаги ухмыльнулся и сорвал свое лицо. Да, это была техника перевоплощения Арачмару. Признав в своем противнике старого змея, Мината и думать ничего не стал, а говорить и подавно, а просто растворился. Это был теневой клон-клон Мината на Микадзе растворился к дыму и тут же на лице змеиного отшельника скользнула его жутковатая ухмылочка. Маниакально облизнувшись по-своему, по-змеиному, тот уже успел было порадоваться, что сможет захватить Канаху и на Микадзе ему не помешает, однако он был неправ. Сразу же, после этого, в землю вонзился кунный. Желтая вспышка или как его прозвали желтая молния листа тут же появился на поле битвы. Я разберусь с этим ожесточенно произнес тот, держа в руке древнюю великвию Гунбай, принадлежащую Чхэчезаку. Я не позволю тебе здесь бесчинствовать обращаясь к Арачимару произнес он, сжав оружие в руках. Глаза блондина сверкнули красным и, ничего не говоря, Арачимару еще пуще прежнего заинтересовался этой битвой. Если углубиться в этот вопрос, можно понять, что у Синина были личные щиты Кьонда и Мехакаги, так как его учитель избрал Какаготана Микадзе вместо него самого. Арачимару отказывался принимать и, несмотря на свой интеллект, не мог признать того, что он был убийцей, сумасшедшим ученым, преступником, который содеял немало ужасных вещей в своей жизни. Озлобленно оскалившись, он побежал в сторону Микадзе, что твердо стоял, даже не двигаясь. Опьяненный собственным гневом, змея вовсе не заметил даже целую тонну помеченного метательного оружия. Да и сам Микадзе Минато не просто так зовется тенью огня четвертого поколения, а потому, уже продумав план, тот быстро рассек Арчимару пополам Гунбаем, да так, что тот даже среагировать не успел. Как и ожидалось, тот весьма быстро соединился обратно, будто бы игнорируя урон. Вот значит как произнес Минато, тут же телепортировалась за спину Арчимару. Тот вовсе не ожидал такого поворота, и не заметил выпавшей на землю икуной, во время того, как Минато ранил его. Чертов поганец! Сказал бы змеиный мудрец, сделать не дали, моментально припечатав рассенганом к земле. Этот удар был посильнее грома, что вот-вот уже разразился бы вновь, переходя в состояние настоящей бури. Еле как отпрыгнув, Арчимару наконец пришел в себя, проанализировав способности своего врага и осмотрев поле боя. Положение было патовым, куная с метками были буквально повсюду, всегда нужно было быть на стороже. Но, как оказалось, Минато пометил даже самое тело семена, моментально телепортируясь за спину и попытавшись снести подонку голову, однако это Арчимару также продумал. Выльший изо рта клинок не мог не вызывать отвращения, однако не у желтой молнии. Он быстро перегруппировался, тут же попытавшись ударить в другую сторону, да вот только к этому времени противник уже достал меч, заблокировав удары реликвио Чихачи за кусовым артефактом. Кусанаги «Но Цуруги» «Не удивлен, что ты смог его найти» произнес Минато, осматривая противника своими алыми глазами, которые он не особо любил использовать, однако, ситуацию вынуждало. А вот я впечатлен. Гунбай у Чихи Мадары «Кто бы мог подумать, что он окажется у тебя?» Желтая вспышка вскрикнулся и тут же последовала атака. Момент и снова рывок. Столкновение двух железных орудий. Минато бросает Куну прямо в голову своему оппоненту, однако тот уворачивается замах огромным лезвием и лезвие летящего бога грома. Произнес название техники тот, вновь разрезав Арачимару. Это определенно было безуспешным занятием, однако пока Арачимару будет восстанавливаться, ему можно было снести голову, это было планом четвертого. Голову соединить с телом не удастся, это было абсолютно понятно для гения, что зовется Хакаги. И это сработало. Выхватив Куны, который еще не успел упасть, Минато швырком отправил его обратно. Вспышка замаха. Голова Санина уже отправлена в полет. Однако, не тут то было. Громкий звук, напоминающий, Пуф и Арачимару растворился. Теневой клон определил Минато, тут же приготовившись к бою, настоящему бою. Арачимару появился из-под земли. Буквально. Однако не пешил нападать. Склажив три очень знакомых Минато печатей, тот приложил руки к земле. Четвертый тут же осознал, в какую передрягу он влип. Куча Сяно-Джуцу и Датинсей произнес название техники тот, призывая какие-то гробы. Склепы, что появились так же само, как и Синнан, прямо из-под земли. Дверки отворились из грохотом упали озим. Кто этот желтоволосый юноша? Поинтересовался чей-то весьма грубый голос. Лорд Шадайми. Лорд Нидайми. Удивленно произнес тот, осматривая двоих людей, которые вылезли из этих гробов. На нем плащ Хакаги. Нас что, воскресили? Возмутился другой воскрешенный, складывая руки на груди. Да. Я Йонда и Мехакаги, и мне придется сражаться против вас, господин Хаширама. Господин Табирама стиснув зубы от невероятной злости, понимая, что ему придется сражаться против своих, некогда, союзников, Минато схватил свои куна с формулой Хирайшина. Разбросав те по полю боя, в очередной раз, он стал мерцать из стороны в сторону, будучи неуловимым для врага. То и дело появляясь перед воскрешенной Микаги, тот старался как-то ранить их, но это было бесполезно. К сожалению, Хаширама был куда сильнее, чем Минато, а в такой слабейшей форме нечестивого воскрешения он был приблизительно равен желтой молния, а Табирама также умел телепортироваться, хотя, периодически все же получал ранения. Седой гордо ухмыльнулся, понимая, что он и его братец возрастили сильных Шиноби. Четвертый, ты телепортируешься даже лучше, чем Янисась в самую пучину сражения произнес Табирама, чем немного поднял боевой дух нынешнего Хакаги, возвращая того к нормальной битве. Выхватив воткнути в землю Гунбай, Минато стал двигаться куда быстрее, чем ранее, отчего уже стала напрягать Табираму, заставляя отступать и использовать стихийные техники. Тонкая струя воды с невероятной скоростью устремилась изо рта Табираму прямо в голову четвертому, однако тот сдержал напар режущей воды рукой, напитав свою плодчик рой, концентрируя ту, делая сверхпрочной. Макутан, восхождение непроходимого леса вскрикнул Хаширама, которого Арчимару лишил контроля с самого начала. Сложив христообразную печать, Минато тут же создал трех клонов, и каждый из них тут же испарился, кажется, сбежав при помощи Шуншина, оставив лишь одного Минато. Гунбай тут же оказался в его руках и желтая вспышка тут же рванул на Табираму. Сначала нужно было разобраться с ним. Параллельно своим движением, сложив несколько печатей, тот приготовился «Танец желтых молний», сказал тот, и Табираму даже одуматься не успел, как уже был расчленен на маленькие кусочки. Появилось небольшое окно для новых действий. Печать! Вскрикнул Намикадзе, однако его действие прервал Хаширама, который за долю секунды оказался перед ним и попытался атаковать. Чтобы избежать смертельного для него удара, Минато пришлось уходить из-под атаки, прервав технику запечатывания, таким образом давая свободно восстановиться недоиме. Теперь в битву вмешался Арачимару, начав атаковать змеями и различными техниками, коих в арсенале Синина было ой как немало. Теперь Минато больше уворачивался, чем атаковал, однако Арачимару попал сегодня из ловушек, которые были расставлены заранее, в самом удобном для сражения месте. Минато просчитал подобный вариант развития событий, а потому почти сразу подготовил все места для потенциальных сражений. Змей парализовала, и тут же за его спиной в землю вонзился куной. Словно раскат грома, за его спиной оказался и сам Минато, разрубая того надвое. Точнее, попытавшись разрубить. Его ноги обвили змея, вонзая в кожу острые клыки, впрыскивая опасный яд. Момент, и с пролетевшим рядом кунаем появился Тобирама. Теперь, обездвиживая и без того поконценного четвертого, вырвались корни деревьев, обвивая его тело. Всего пару секунд, и второй снес четвертому голову. Успел только Рычумару по-змеиному оскалить свои слегка желтоватые зубы, как тут же послышался громкий хлопок. Клон был убит, однако все приготовления теперь были завершены. 63 грамм, печать паралича. Вскрикнули трое Минато, и тут же всех троих их противников полностью парализовало, без возможности вырваться. Клоны развеялись, отчего четвертый пошатнулся, однако сражаться он все еще мог. Нужно было развить и дотинсий. Глаза изменились на какой-то странный узор, казалось, восьмиконечной звезды. Из левого глаза потекла кровь, пару капель которые тут же с характерным звуком разбились о землю. Выбрав нужную цель, а именно Арачимару, Минато с силой метнул в того оружие с меткой, и оно весьма быстро оказалось рядом с ним. Хирайшин узнали технику Арачимару и Табирама, когда Минато вновь оказался рядом с Сининым. Резкий взгляд и контроль разума спокойным, холодным, отчужденным и каким-то слегка свирепым тоном произнес желтоволосый подчиней своей воли Арачимару беспамятна, безоговорочна, однако недолгосрочно. Будучи под контролем, Змея быстро сложил нужно для отмены техники печати. Первый и второй Хакаги с гордостью на сердцах, понимая, что у Канахи хорошее будущее, исчезли, упокоились. Резкая боль пронзила левый глаз блондина. Боль была настолько сильна, что смогла поставить Шиноби на колени, схватившись за голову, чуть ли не вырывая на ней волосы. Он уже не в первый раз использовал эту технику. Как только иллюзия слабла, Арчимару немедленно секунды вырвался из-под контроля четвертого, надменно подходя к нему, слегка посмеиваясь. Чего уж там. Он целый и невредимый, а четвертый еле дыша, стоит перед ним на коленях после использования этой странной способности. Медленно подняв взгляд, теперь уже голубых глаз, так как на поддержание Шарингона теперь чакру тратить было нельзя. Увидев там надменного Синина, Минато недовольно цыкнул. Их взгляды соприкоснулись, казалось, что между ними пробежала какая-то искра, словно бы ударила молния. «Я победил», Юн Дэми произнес хриплый голос Синина, и тот медленно выплюнул клинок Кусанаги Нотсуруги. Мерзкое зрелище. Пользуясь тем, что противник отвлекся на повыживаться, Минато сложил крестообразную печать, и тут же возле него появился клон. Двойник в момент атаковывает противника ногой, прямо в голову, однако столкнулся с блоком. Но этого более чем хватило. Минато тут же бросил Куна и в голову своего врага, понимая, что он вряд ли может убрать голову из-за клона, который давит на нее с другой стороны ногой. Однако Рычимару нашел выход. Он воткнул в ногу клона Кусанаги, из-за чего тот развеялся. Теперь уже убрать голову не составило никакого труда, однако Минато предусмотрел это. Рассенган в руке сформировался достаточно быстро. Куной был брошен не сильно, а потому приземлился в паре метров от Синина, за его спиной. Мимолетное мгновение. Арчимар успел только повернуться, чем облегчил четвертому задачу. Сразу же его живот просто-напросто разорвало. Это был Рассенган, который в одну секунду увеличился в несколько сотен раз. Ее он дыме буквально накрыл техникой Синина, пропитывая огромный клубок чакры стихии огня, испепеляя своего противника. Это была последняя секунда жизни Арчимару. Как только Синин покинул этот мир, барьер, стоявший вокруг так же исчез. Деревню. Ты не получишь произнес Минато, после чего в его глазах помутнело. Арчимар успел оставить тому подарок. Достаточно длинная белая змейка, обвившая одну из ног четвертого, нашла место под коленкой, вонзив туда свои острые зубы, впрыскивая яд в вену, из-за чего тот начал распространяться куда быстрее, чем если бы она просто укусила его. Яд вряд ли убил бы четвертого Хакаги, однако пары мучительных недель в лихорадочном состоянии были для него неизбежны. Упав на пол, тот скорчился от накатившей боли, не в состоянии пошевелиться. Яд медленно растекался по его организму, принося немало болезненных ощущений, однако бой был выигран, без потерь на стороне Канохи, в виде, пока полуживого Хакаги. Блеск. Последние сражения не обошлись для Канохи без последствий. Деревня была полуразрушенной, однако это еще было не все, далеко не все. Акадские, оставшиеся без своего, по праву принадлежащего им хвастатого, а также лишившиеся одного из членов, тут же решили снова действовать. Прошло некоторое время, всего-то навсего каких-то три недели, или месяц после нападения на деревню Листа сразу с трех сторон. «Кто вы такие?» «Запрямите в парне в плащах», спросила новая пара охранников, стоящих у ворот, ведущих в Каноху. Один лишь взгляд. Красные глаза сверенули из-под широкой соломенной шляпы на голове одного из незнакомцев в плащах и оба охранников в момент упали, словно их кто-то вырубил, давая незнакомцам свободно пойти. Оба незнакомца медленно прогуливались по деревне, ничуть не стесняясь своих плащей с изображением красной точки на них, оба прекрасно осознавали, что их организация считается нежелательной в листе, но создавалось впечатление, что они хотят навести суеты в деревне. Однако, к счастью, за эту прекрасную утреннюю прогулку, им не встретилось ни одного мало-мальски опытного, либо сильного ниндзя, который мог бы сражаться с шиноби такого уровня, да и в целом, имел бы голову на плечах. Везение, никак иначе. Эта деревня, некогда была одной из самых процветающих в мире. Теперь же, она гниет на глазах, остановившись на набережной, бросив мимолетный взгляд в сторону широкой реки, расстелившейся вдоль деревни, сказал один из людей, определенно разочарованно, либо же даже с грустью. Мне показалось, или вы грустите, Итачи-сен? Неужели скучаете по родному селению? Следом послышался слегка противный голос второго путника в черном плаще, державшего нечто огромное за спиной. Нет. Ни разу теперь же, на удивление спокойно ответил первый собеседник, слегка поднив голову. Колокольчики, висевшие на шляпе, определенно недовольные подобным отношением, раздраженно брякнули. Несколько прядей темных волос развились от легкого ветерка, а в глазах сверкнул неизменный шаринган, с тремой черными там и внутри. Еще один очхо. Подчеркивание 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 сидя в своем кабинете, четвертый Хакаги еле как выйдя из тяжелого, чуть ли не предсмертного состояния, которое стараясь изо всех сил контролировали лучшие ниндзи-медики деревни, разбирал многочисленную бумажную волокиту, а также старался вытерпеть назойливого старика, стоящего прямо перед его лицом. Минато, ты в первую очередь Хакаги. Начал свою шарманку извечно злобный дед, заставив четвертого нервно выдохнуть. Во благо деревни, будь то твой отец, брат, друг, или же собственный ребенок. Словно бы цитирую первого Хакаги, произнес безусловно грозный старикан, активно покручивая пальцем вокруг своей оси, пытаясь таким образом, наверное, загипнотизировать желтую молнию. Баунти Хантер обязан служить во благо деревни, а не быть твоим наемником, не важно кто он. Дженчу Рики это тоже касается, я думаю ты понимаешь это, четвертый его хриплый голос влетал в одно ухо четвертому, и тут же вылетал через другое ухо. Слегка стукнув по столу, после же отбив какой-то чудаковатый ритм, Намикадзе пустил руку к вешалке за стулом, достав оттуда шляпу, с гордым, красным канзе, огонь. Украдкой улыбнувшись, легко и непринужденно, Минато положил шляпу на стол, прямо передошалевшим от поведения Хакаги Данзо, а это был именно он. Одарив своего докучливого гостеблеклым взглядом, слегка помяв вески, надеясь, что после этого мешки под его глазами исчезнут, четвертый будто бы выплюнул, зная что, Данзо. С сегодняшнего дня, Йонда ими Хакаги, Минато и Микадзе уходят в отставку. Теперь я желтая молния листа, как и раньше, и мои дети не принадлежат, ни тебе, ни деревне спокойно произнес тот, попивая кофе из своей кружки. От злости, Данзо не смог удерживать жажду крови, и кружка в руках Минато лопнула, однако тот успел поставить ту на стол еще до этого. Самому же четвертому, казалось, было абсолютно плевать на неописуемое давление со стороны одноглазого Шиноби. Кьюби также не принадлежит Канохе, если ты забыл. Девятихвост лис вольное существо. Соответственно, Джинчирики не является собственностью Канохи впервые в жизни, сквозь зубы выплевывал Минато слово, что перечили интересом деревни, но при этом шли навстречу его семье. Сегодня он вернется домой счастливым. Теперь тебе и старейшина искать нового Хакаги. Считай, что это маленькая месть, Данзо самодовольное выражение лица означало, себя победителем в этой ситуации. Одному из старейшин листа ничего не оставалось, кроме как просто стиснуть зубы от злости. «Злись сколько хочешь, но этим ты ничего не изменишь. Наконец произнес Минато, медленно, слегка пошатываясь, произнес Минато. Щенок бросил напоследок Данзо, не в состоянии скрыть гнев, а Минато, довольно ухмыляясь, постепенно покинул теперь уже не его кабинет. Выйдя на улицу, он снял с себя проклятый плащ, с усилием скомков его, выбросил в урну недалеко от резиденции, в очередной раз с облегчением вздыхая. Словно камень с плеч упал, ему больше не придется нести на себе это бремя, бремя внимания. Данзо, одним из которых стал Хатаке Какаши, копирующие ниндзя Канохи, Шарингон Какаши, или как там его еще называли. В целом, это было неважно. Заприметив двух людей в черных плащах, которые словно какие-то дворяне пили чаек и кушали пирожные, тот сделал вид, что не заметил их, однако почти сразу же, по внезапному стечению обстоятельств, к своему Синси подошел темноволосый парнишка. Зачем я был нужен вам, учитель Какаши? Несколько отчужденно произнес Учхо-младший, слегка вскинув бровь, состроив вопросительную интонацию. Какаши еще раз выглянул в сторону одного из людей, чья чакра казалась ему подозрительно знакомой. Учхо-итачи признав владельца чакры, подумал Какаши, думая, что он может сделать. Предположив, что палач собственного клана, скорее всего уйдет, узнав он, что здесь Саски, тот придумал гениальное решение, выход из ситуации, который пришел сам собой. Не хочешь поесть данного? Будто бы обращаясь к людям в заведении, вовсе не к Саски, произнес копирующий. Нет, я лучше пойду потренируюсь, отрезал Саски, пару раз посмотрев на своего Синси как на умалишенного, развернувшись, и проклиная Какаши за потраченное время, направился куда-то по своим делам. Ему нужно было оттачивать Чидорида идеала, а поэтому сейчас было не время для пустой траты времени на какие-то посиделки с чаем и данного. Однако же, Саски вовсе не понимал, что подобным предложением Седовлас им буквально выиграл никой-нему войну, заставив двоих этих человек уйти, в обратном направлении, в сторону набережной, где их уже поджидали знакомые одноглазого Какаши. Асума и Куриной, услышавший некий посыл в виде прерывающихся сигналов чакры, и прочитав слово «Опасность» возле реки, расшифровав послание, сделанное Азбукой Морзи, те тут же двинулись навстречу гостям. Встречали же те их весьма гостеприимно, так сказать, с кастетами и генджутсу-то, что нужно. Акадски. Преступная группировка, участвовавшая в теракте на деревню. Что вы забыли здесь? Грозно задал важные вопросы Асума, медленно проводя свои разрешающие чакры через ножкостит. Можно порубить его на ленточке? Сдал же желание, и не без доли иронии спросил высокий, мускулистый человек, с какой-то перебинтованной поклажей за спиной. Нет, кисами, это нам ни к чему спокойно предотвратило убийство двух джоунина в Канахе второй преступник, медленно снимая шляпу. Соломенный головной убор быстро оказался за спиной, как какой-то капюшон, обрюнет, что снял шляпу, также посчитал важным расстегнуть душный воротник. Учхо Итачи узнав в своем противнике палача клана Учхо, мужчина приготовил кастеты к схватке. Второй преступник также посчитал важным убрать мешающую шляпу с головы. Это был Хошига Кикисами, также отступник, однако из деревни скрытого тумана, некогда мечник кровавого тумана. Дуэт оказался далеко не слабым, чтоб их готовиться к нападению особо не нужно было. Куриной моментально погрузила самого опасного противника в гинджутсу, топя того в различного рода иллюзиях, но вдруг сама казалась жертвой своей же способности. «Гинджутсу такого уровня не действует на меня спокойно, как и всегда», произнес тот, кого считали убийцей собственной семьи, пытаясь пронзить девушку кунаем. Куриной же, в свою очередь, была весьма опытным ниндзя, и как только попала в гинджутсу, прокусила насквозь губу, дабы болью вывести себя из иллюзии. Ей это удалось. В последний момент куна уже почти достиг ее, но та успела пригнуться, потому металл лишь срезал пару прядей ее волос. Но это было не все. Пригнувшись от одной атаки, Куриной упустила другую, оказавшуюся прямо на ее груди ногу та, естественно, не заметила, отчего тут же оказалась брошенной в реку, пока ее спутник, некогда одноклассник и будущий гигантского акулообразного человека. Знаешь, в чем суть этого меча? Начал кисами, ухмыляясь как-то, по-звериному в момент всей своей сокрушительной силы отбросив Асуму на добрый десяток метров. Он режет не на кусочки, а на ленточки. Закричал тот, нанося сокрушительный удар по уже без того сокрушенному Асуме, однако он его не достиг. Вовремя прибывшая подмога в лице какаши. Два его клона стали возле тачей, зажимая его с двух доступных сторон, а один клон блокировал атаки кисами. Шарингон какаши просипел синекожей, сложив несколько печатей, параллельно с какаши. Печати были одинакованными. Суитон техника водяного дракона. Вскрикнули обои в унисон, вызвав появление двух водяных драконов, которые тут же разбились друг от друга. Какаши прекрасно скопировал технику кисами, мал. Примечание, именно технику кисами, так как тогда в бой вмешался Наруто, и скопировать технику забуза какаши не мог, повторив ее в точности и делая ничуть не слабее, чем у бесхвостого биджу, чем вызвал еще более звериный скал, несколько возбужденной, жаждущей битвы. «Какашисон, давайте не будем поднимать шум и ху попросил Итачи с нисходительным тоном, будто бы чему-то поучая своего, когда-то в прошлом наставника. Учхо Итачи, человек, прикончивший свою семью и весь клан Учхо. С ним нужно быть осторожным, произнес Какаши, выпрыгнув на реку, к Итачи куриной. Только тот приземлился на воду, как тут же схватил несколько сурикенов, пропитанных чикрой огня. Быстро пронеслось у того в голове и сразу же Какаши превратился в воду, как Итачи. Тем временем, они оба сражались на кулаках, как мужчины, стоя на мосту. Сильный удар в голову прошел мимо противника, и схватив зашедшую далековато руку, Итачи выбросил уже оригинального хатаки в реку, буквально таки швырнул того, после же, быстро оказавшись рядом. Кисами также подоспел, желая сперва поиграться с сильнейшим здесь противником. Итачи-сан, предлагая порубить его на тонкие, тонкие ленточки, медленно и мучительно выдвинул свои садистские идеи Человека-Кулак, медленно спустив свой меч, приготовившись атаковать. Нет, кисами, нам ни к чему поднимать шум. Какаши-сан, мы пришли за наследием четвертого произнес Итачи цель визита, проницательно осматриваясь до Власова, сзади которого уже образовались Курин и Асума. Мико, вы пришли за ней, так ведь? Вам нужен Каюби сделал вполне логичные выводы Кокаши, ожидая чего угодно от своих противников, но пока что, драться те не собирались. Какая догадливость наигранно выдавил удивление Итачи, а узор его глаз медленно изменился. Выпучив глаза, Кокаши немедленно секунды закрыл свой правый глаз. Закройте глаза. Немедленно. «Иначе вы умрете», воскликнул тот, держа контакт с Итачи только Шаринганом, и ничем больше, иначе это грозило смертью. Что ж, сейчас вы, Кокаши-сан, расскажете мне, где Джинчирики взглянулся в глаза своему противнику, Итачи заставил Кокаши потерять связь с реальностью. Не думайте, что ваш Шаринган спасет вас от мира бога Луны, Цуки-ю-ми. Противостоять этому Ген-Джу-ссу может только чистокровный Учиха, с двумя Шаринганами обрек на провал Сидовласова и Тачи, почти сразу погружая противника в весьма странные Ген-Джу-ссу. Кокаши был привязан к огромному Христу, не в состоянии даже пошевелиться. Возле него стояло порядка пяти, или даже шести Тачи, держащих в руках катаны. Медленно, самые страшные предоставления Сидовласова начали воплощаться в жизнь. Все Учихи медленно начали вонзать клинки в его плоть, разрывая ту, принося немало дискомфорта. Кокаши кричал, пытался вырваться, да и в целом чувствовал себя ужасно. Это просто иллюзии. Это просто иллюзии. Убеждал себя тот, однако. От того, что ты будешь думать, что это иллюзия, тебе станет легче. Твоя боль все равно продлится еще семьдесят два часа. Обрек на невероятные страдания Сидовласова и Тачи, продолжив свое занятие. Когда Кокаши, еле как отчитывая в уме семьдесят второй час, уже собирался облегченно выдохнуть, все Учихи, что стояли возле него, резко произнесли нечто, что обрекло Кокаши на еще большие мучения. Осталось семьдесят один час, пятьдесят девять минут, пятьдесят девять секунд гнетуще произнес Итачи, а Кокаши уже отчаялся. Кто знает, какие муки пережил копирующий, но одного взгляда хватило, чтоб поставить того на колени. Чакра медленно угасала, однако тот еще мог стоять на коленях. Неудивительно, что ты был элитным Анбу вдруг произнес Итачи, смотря на еле живого Кокаши, немного укоризненно, будто бы говоря ему, что он слаб, хохо, он продержался целых две секунды и даже не умер. Впечатляет, кхихихи гаденько посмеиваясь, кисами замахнулся на ослабевшего Кокаши, но ему на помощь прибыла подмога. Голубый зверь Канохи. Признали его все, кроме кисами. Стоит сказать, что Гай не был настолько популярен, как Кокаши, потому это было вполне нормальной реакцией. Заберите Кокаши. Я сражусь против них сам, произнес Гай, принимая боевую стойку, и тут же сводя взгляд на ноги противников. Но, Гай, гла. Начал была Асума, но его перебили. Не переживай, я долгое время тренировался, чтоб сражаться против шаринга на Кокаши, потому я умею ориентироваться в бою по ногам противника. Сдоль козарства ответил таму Гай, уже чувствуя будущее выпад кисами. Но, несмотря на это, Итачи выдвинул руку, будто останавливая своего союзника. Уходим, кисами, произнес тот, и в один момент, превратился в множество ворон. Кисами также скрылся, а Джоунины остались разбираться с полумертвым копирующим ниндзя. Стоит разъяснить кое-что. Итачи не собирался жалеть своего бывшего наставника, просто тот оказался, уж слишком силен, и смог выдержать такое ужасное цукиеми. Вот так визит. Да уж. Эй, старик-извращенец, куда мы идем? Подобного рода вопросы следовали за Джирайо и Мику на протяжении всего пути, что уже успела порядком достать Жабьева Синина. «Мы идем искать нового Хакаги, сколько раз тебе повторять?» Слегка повысив голос, произнес Джирайо, было прекрасно ощутимо, что он раздражен. Мику вспомнила, что ее папочка больше не Хакаги, а значит действительно, нужно было идти на поиски нового Хакаги для селения листвы. На примете у Джирайо был один достойный претендент на эту должность. Шли они достаточно долго, и девчонка даже не заметила взгляд двух алых глаз, идущий за ними по пятам. Таких же глаз, как когда сопровождал ее родителей. В день ее рождения. Пронзающие, алые и непреклонные, пропитанные ненавистью и отчаянием. Шарингом. «Нам не одолеть Джирайо, значит, нужно дождаться, пока Кьюби окажется один», произнес обладатель этих глаз, однако он не подозревал, что его взор не остался незамеченным. Подчеркивание, 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 больница Канахага Кури была полупустой в вечернее время. Новых пациентов почти не было, а все старые сидели по своим палатам, готовясь ко сну. В палате Кукаши сидело несколько человек, в числе которых были Асума, Куриной, Гай и Саски. Учхо даже представить себе не мог, кто смог так покоцать его сенсия, учитывая, что он сам не мог даже ударить того. В комнате царила гнетущая тишина, что уже начинала давить на уши, но вдруг случилось нечто неожиданное. В палату ворвался один из чунинов, с криками и воплями, известного нам происхождения. Это правда, что Итачи Учхо вернулся в деревню. Начал было тот, обращаясь к Каше, вовсе не замечая последнего представителя клана Учхо в палате. И то, что он пришел за дочерью господина Мината. После этих слов, Гай, который уже был не в силах выдержать подобные тупости, с усилием треснул себя ладошкой по лбу, будто бы говоря этому человеку, «Ты идиот!» Однако же он намек и не понял, в отличие от Саски. Учхо быстро спохватился, почти так же быстро, с испуганным выражением лица собравшись уходить. Каше хотел бросить ему что-то напоследок, но не успел. Саски уже и след простыл. Брюнет, превышая собственный предел скорости, со всех ног нес из-за Джирайя и Мику, приблизительно понимая, куда они ушли. «Черт побери, учхо и точи здесь» и он пришел за одной из дочерей четвертого, этого нельзя было допустить. «Вы не видели тут девочку, приблизительно такую же, как я по росту и высокого седового мужчину?» спросил Саски в первом же баре, после чего, получив столь нужное направление, можно было спешить, немедленно найти их и помочь. Мику точно не справится с Итачей, а с ним кажется был еще один член организации. Подчеркивание, подчеркивание, подчеркивание и тем временем, Мику и Джирайя завершили свой путь, ну, либо же сама Дженчирики завершила путь, Джирайя уже ждал весьма жаркий денек с женщинами, выпивкой и развратом. «Эй, дай-ка мне свой кошелек сердито» произнес Симон, подходя к крестной. «А, это еще зачем?» Не менее взбешенно вскинула она, смотря прямо в глаза отшельнику и извращенцу. «Хочу быть уверен, что ты не потратишь все деньги на ходу выдумал оправдание седовласой, вырывая заветные деньги из рук девочки. Ага, да кто бы говорил! Я в отличие от тебя откладываю деньги, а не трачу их на бухло!» Вредничала Мику, показав старику язык. И, собственно, за сей жест неуважения, она тут же была наказана, получив крепкий щелбан прямо в лоб, который она так усердно выставляла вперед. Джерайну последок махнул рукой и с довольным видом покинул девочку. «Вот гад!» Возмутилась девочка, потирая свод с лобик руками, также зайдя внутрь. Ей это казалось ужасно несправедливым, да, в принципе, так оно и было. Старый извращенец просто забрал ее деньги и пошел сливать их на алкоголь простудок, что бесило до побеления костяшек на руках. Но, во всяком случае, делать было совсем нечего. Присев где-то в уголке комнаты, девочка сложила печать внутренней концентрации, тихонько что-то бормоча, погружаясь в процесс медитации. Однако, даже сейчас ей решили обломать всю малину. Короткий стук в дверь заставил ее весьма быстро подняться. Ну чего еще все не прекращало возмущаться то и чуть-чуть приоткрыла дверь наружу. Микон на Микадзе Ты пойдешь с нами послышался, на удивление, достаточно приятный голос, а за дверью стоял высокий, темноволосый парень в черном плаще. Первая мысль, возникшая в голове юной на Микадзе это что, Саски из будущего? И в каком-то смысле это можно было назвать правдоподобной версией. Но сейчас человека так и пасло силой, мощь чувствовалась в нем словно ора, парящей в воздухе. Прекрасно понимая, что не справится с так названным Саски из будущего, Мико медленно и послушно покинуло комнату. Вот он, шанс, Брюнет отвернулся, но нет, не тут то было. За дверями ее ждал весьма жуткий союзник этого человека, держащий огромное забинтованное что-то на плече. Это и есть джинчирики, Итачи-сон. Спрелсил этот акулообразный мужчина у своего напарника, приставив эту гигантскую штуковину к горлу девицы. Не боитесь, что убежит? Может перерезать ей горло? Кисами, именно так звали этого человека, предложил кое-что интересное, однако, тут же был осажден. Нет. Кисами, она нужна господину лидеру живой. Она драгоценный сосуд спокойно произносила красноглазый, так, будто бы перерезать горло ребенку это нечто обычное. Тогда давайте я отрежу ей ногу. А лучше две ноги жутко ухмыльнувшись, осветив ряды острых зубов, Кисами замахнулся своим гигантским нечто на девчонку, которая приготовилась к громкому банк, прямо по своей головушке, однако, удара не последовало. Сильный вскрик заставил Кисами осечься, осмотревшись по сторонам, к источнику шума. Итачи также развернулся, пока девочка ошарашенно смотрела на обои отступников по очереди. Источником шума стал очхосаски. Вот он снова лицом к лицу с этим человеком, кошмары с участием которого видятся ему каждую ночь. Итачи злобно рыкнул тот, заготавливая технику в руке. Как же долго я ждаю, чтобы убить тебя! Закричал тот, несясь на брат ищедарив руках. Не вмешивайся. Это мое сражение предупредил напарника Итачи, внимательно смотря за каждым действием брата. Так вот, кого он хотел убить? Собственного брата, что вырезал весь его клан своими руками прикончил свою же семью. Его можно было понять. Однако, на данный момент, учхосаски не мог победить Итачи, никаким образом, достаточно быстро проиграв тому. Он взял разбег, разрушая стены этого большого здания, на высокой скорости направляясь к своему непутевому братцу, однако же, тот в очередной раз оказался сильнее и быстрее. Перехват руки оказался настолько скорым и резким, что Саски не успел никак среагировать, несмотря даже на то, что у него был активизирован шарингом. Насколько же силен Учхо Итачи? Рука всего в один момент была сломана, а младший Учхо завопил как будто бы его режу. Боль казалась просто невыносимой, так еще и прибавлялось то неприятное жжение от использования тысячи птиц. Глупый маленький брат спокойно произнес Брюнит, так, что нельзя было определить, что действительно у него на душе, но сейчас он казался ужасным, злобным, злом, желающим лишь зла. Итачи дернул Саски за руку и тот, как послушная кукла дернулся в его сторону, сразу же получив по ребрам сильным ударом с колена. Почти моментально его прижали к стене за горло, чуть приподнимая. Можно было сказать, что последний Учиха весит над землей, прижатый к стенке. Губы Итачи медленно расплылись в маниакальной ухмылке. Тот подошел ближе к Саске, все еще держа того за горло. «Тебе не хватает ненависти», запроизнес он, чуть сильнее придавив Учиха рукой, чуть ли не вдавливая его в стену. Саски невольно посмотрел в эти красные, налитые кровью глаза, о чем почти сразу же пожалел. Вот он, снова в ту ночь, но лишь как наблюдатель. Итачи стоит перед ним и раз за разом убивает их родителей, убивает тетушку Мина и дяденьку Акихира, после убивает совсем маленькую младшую сестренку, убивает всех, оставляя в живых лишь его. Это могло бы насторожить, однако не сейчас и совсем не этого пацана. Раз за разом он видел смерть родных и близких, заново переживая этот кошмар, как будто наяву. В реальности из его глаз уже ручьями текли слезы, а в глазах воспылал новый шарингом. Третий там ухмылка Итачи буквально на секунду слегка изменилась, однако же тот имело скрыл нечто подобное. Он бы так и продолжил мучить бедного Саски, однако стены заведения, в котором они находились, постепенно начало заволакивать какой-то странной кожей. «Я опоздал», произнес кто-то, кто также прибыл на место сражения. Техника призыва озвучил также название техники он, приложив руку к земле. «Что за?» Врывая ноги из некого рода плоти, что пыталась их засосать, кисами посмотрел на нового гостя, кем оказался великий Синнон, Джирайя. С каждой секунды этой плоти становилось все больше, на полу, стенах и потолке начала появляться какая-то слизь, одно касание которой уже разъедало все, на что это вещество попадало. Это жабий желудок. Еще не родился Шиннобе, который смог бы отсюда выбраться, произнес Джирайя о безопасе всех своих союзников, после чего начал процесс поглощения жертв. Понимая, что дело принимает весьма неприятный оборот и даже пахнет керосином, Итачин Айграна недовольно цыкнул, осмотрев возможные пути отступления. В голову сразу же пришла одна идея. Не безопасная, не факт, что сработает, на это уйдет время, но все же, это был единственный способ выбраться отсюда. Кисами вскрикнул тот, направившись в один из коридоров. Человек-акула, не тратя ни секунды драгоценного времени с силой и отрывая ноги от липкой вязкой поверхности понесся вслед за Итачином. Сам желчиха закрыл левый глаз. Понимая, что он собирался делать, Кисами отошел в сторону. Тут же, одну из стен покрыло черное пламя, а из глаза брюнета было видно кровавые потеки. Идем. Кьюби мы не захватим, Джирай нам не по зубам произнес Итачи, выходя наружу, пытаясь скрыться где-то подальше, прыгая по крыше многочисленных домов, на удивление, даже не шумы и черепицы на крышах. Господин лидер будет недоволен, слегка усмехаясь произнес Кисами, следуя за напарником буквально-таки по пятам. Возникли неожиданные обстоятельства. Два члена организации важнее, чем хвостатый, которого мы и так захватим. Немного позже объяснил Итачи, такой непроницательный человек как Кисами, совсем не смог бы заподозрить у этого человека скрытых мотивов. Совсем. А они были, скажу я вам, и вполне немало. Итачи мог бы сразиться с Джирайей, может даже победить, однако, он почему-то этого не сделал. Прекрасно понимая, что Шумиха ни к чему, он решил отступить. Да уж, еще Баунти Хантеру тут не хватало. Арочимару предлагал мне силу. Лишь только оклемавшись, даже не успев толком поправиться, Учхасаски сразу же думал об этом. И неудивительно, ведь несмотря на все его стороне, усилия и труды, Итачи все равно был сильнее, на несколько голов выше, на десять шагов впереди. Так оставлять все было категорически нельзя. Легкий, ей чувствующийся свет вечернего солнца проникал в палату, освещая бледное лицо Учихи. За дверью чем-то кто-то шебуршил, скорее всего, там мельтешили медсестры, да и в целом, кого это интересует. Куда интереснее, чем занимался сам Саски. А Саски, тем временем, бежал. Совсем недавно, возможно во сне, к нему являлся бледноликий змея-отшельник, проповедуя всем нам известную песню о силе. Видимо, этот черт все-таки не умер. Что ж, это был самый же чучий человек на земле, тут ничего не скажешь. Он должен был умереть как минимум пять, а то и шесть раз, но ему-то повезло, то он смог избежать смерти, то еще что-то, весьма интересное, если в этом разобраться, однако, кому нужно разбираться в этом всем? Арчимару положил долгие годы изучения всего, чего только можно было, дабы достичь бессмертия, и он был как никогда близок к этому. Саски не так сильно интересовал его, как Итачи. У него не было этого гипнотического взгляда, легкой, привлекательной харизмы. Однако же, было в Саске что-то такое, что Арчимару нравилось куда больше. Безотказность. Такие люди Арчимару очень нравились. Саски был готов пойти на что угодно, только бы убить Итачи, это был шанс для бледноликого. Тем временем, на дворе уже собрались сумерки, медленно погружающие, все еще в вечернюю Канаху в ночь, сверчки пели свои незамысловатые мелодии, пытаясь убаюкать эту огромную деревню, однако, еще достаточно много людей не спешило расходиться по домам, ложась спать. Одним из таких как раз стал Чахасаски. Брюнет медленно двигался к огромной брюши в стенах Канахи, пока что перебираясь просто по улицам. Ему ничего не мешало бы просто покинуть Канаху, однако же, вдруг возник отугощающий фактор. Розового волоса и девочка, которая была хоть в огонь, хоть в воду пойти за Учхай. Чего тебе, Сакура спокойно произнес тот, даже не оборачиваясь, не удостоивая девчонку даже взглядом. Куда ты уходишь, Саски? Чуть ли не всхлипывая, спросила девица, приблизительно понимая, что к чему. Я ухожу к Арачимару. За силой ответил ей Саски, слегка повернувшись. Взгляд его темных, словно бы графитных глаз устремился куда-то вдаль, осматривая даже близко не Сакуру, а скорее какие-то лица Хакаги, возможно. Не нужно. Саски. Прошу, останься в деревне. Я помогу тебе с твоей целью, только пожалуйста. Ее речь часто прерывалась на всхлипы, по щекам скатывались крупные слезы. Саски был действительно дорог для нее, что достаточно сильно тронуло учиху. Он не решился выпаливать девушке пару ласковых слов, остановившись на простом, не выражающей ни одного из его чувств, кроме скорби. Прости, сказал он, оказавшись уже за спиной Харона. Один четкий удар и девочка уже лежит на небольшой скамейке. Саски весьма быстро справился с Сакурой, еще бы не справился, чего уж там. Однако, вместо каких-либо увечий, которые он готов был оставить кому угодно всего-то вырубил, и с заботой уложил на скамейку. Что-то это дозначило, неспроста это все, определенно. Однако, сейчас Саски не волновался на этот счет, абсолютно не замечая за собой странных действий, уходя из деревни. В конухе его не держало ничего. Семьи не было, друзей, так же можно и не то, что по пальцам пересчитать, а и вовсе почти нет. Однако же, когда он покидал деревню, на душе все сильнее скребли кошки. Саски уже успел встретиться с Шинобей с деревней звука, все обсудить, и выдвинуться в путь, пока на дворе уже начало светать. Подчеркивание, 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 только очнувшись, Сакура, разумеется, пошла к Наруто. Это был самый сильный человек в деревне, к тому же еще и свободный сейчас. Однако же Наруто совсем не ожидал чего-то подобного от слова совсем. Нет, он вполне себе ждал, что Саски покинет деревню. Однако же то, что Сакура, чуть ли не... Хотя нет, буквально плача будет упрашивать его такого ждать он не мог никак. Почему ты сама за ним не пойдешь? Слегка сонный, с долей раздраженности спросил Наруто. Собрали бы целый отряд по захвату этого петушка, а потом к бамбам, и все, он уже связанно гниет в тюрьме, описал свой, без сомнений, и гениальный план Наруто, опять заваривая себе дешманский кофе. Казалось бы, один из самых богатых людей на планете, а пьет такую дрянь. Я не смогу. Пожалуйста, Наруто-сан. Продолжала умолять Сакура, не сбавляя позиций. Собери человек пять, а я пока кофейку бахну, послышался вновь его хриплый голос, однако же, на сей раз тон был сочувственный. Надеюсь, мне заплатит. Выразил свои мысли тот, все еще заваривая эту хрень. Стоит отдать должное, Сакура как по щелчку пальцев взбудраживая целую деревню, поставив на уши всех, кого только могла, и в итоге этот потрясающий гонкоотряд был собран чуть ли не за 20 минут. Итак, что мы имеем сейчас? Один из сильнейших охотников за головами, которого боятся почти все. Только звучит его имя «Ты мертвец!» Гений из клана Нара, гений из клана Хьюго, а также дочка четвертого. И все, больше интересных личностей здесь не имелось. Оглядывая всех присутствующих здесь, Наруто недовольно хмыкнул, осматривая присутствующих. Нару и Ахьюго беру. Остальные пускай остаются. Они будут мешаться под ногами. Еще Мико, если хочет, может пойти притянул тот, осматривая всю эту неудачливую компанию. «Ты себя-то видел?» Взвыл Киба, готовый наброситься на него с голыми руками. «Ты сдался на переходном этапе, и еще что-то командуешь». Говоря так, будто бы экзамен показатель силы, Киба был уверен в собственной правоте. Повезло же, что решил не участвовать. А то покалечил бы тебя знатно. «Уж больно ты бесишь меня, выродок ебучий прикос из к Джанаде». Наруто состроил такую угрожающую гримасу, что инузико мигом прикусил язык. «Ну что, выдвигаемся?» задал вопрос Шакамару, смотря на их красновласого лидера. «Двигайтесь, указывая направление, по которому он мог отследить учиху». Наруто достал Джанаду из ножен. «Я пойду вперед, буду оставлять вам засечки. Хочу сразу проверить на наличие ловушек». «Что ж, вернем красноглазого ибкота испаряясь», произнес тот, и чуть ли не моментально на деревьях начали появляться порезы, именуемые засечками. Баунтихантер передвигался невероятно быстро, пожалуй, куда быстрее, чем его союзники, да и чем враги также. Достаточно скоро тот оказался возле четверки из звука, а также учихи из саски. Он уходил с ними сознательно, значит за него можно будет получить выручку, как за отступника. Не сказать, что много, однако, как любят выражаться узунки, находя мелкую добычу, на семечки хватит. Находясь сверху над своими противниками, которые как раз ненадолго остановились, почувствовав что-то очень неприятное, например, чакру Наруто. Слегка ухмыльнувшись, тот спрыгнул с ветки дерева и полетев вниз головой на огромной скорости к своим противникам. Сильный удар рукоятью прямо по затылку учихи, и тот уже отправлен в легкую бессознательность. На секунду появившись, из ниоткуда, Баунтихантер ухмыльнулся, схватил беглеца за шиворот, и вновь исчез, уже вместе с учихой. Однако, этим людям было что противопоставить такому противнику. Пусть физическими атакам его не задеть, но чакры все еще действуют на него. Как-никак, теневая ходьба все еще не доработана, а мир тенью не полноценный. Датон, ящик произнес самый крупный из всей четверки, закрывая себя и всех союзников в некого рода коробку. К сожалению, Баунтихантер уже почувствовал себя победителем, а потому попался в такую простую ловушку. Стену нужно было разрушить снаружи, он предполагал, что может произойти нечто подобное, потому и приберег этих юношей, чтоб те помогли ему, если что. Сети произнес еще один из этих шиноби, выплевывая немало паутины из чакры. У него была весьма странная анатомия. По крайней мере, три пары рук очень сильно бросались в глаза. Почти сразу, вся коробка была затянута сетью, в которую угодил Учиха, чисто случайно, потому что Наруто небережно волок и его за собой. Сука произнес тот, пытаясь вырвать свою дичь и зла противника, но у него это не очень получалось. Сеть будто бы потащила Саски к тому самому великану, который в итоге забрал бессознательную тушу и вышел через небольшое отверстие в одной из тем, так же, как и все остальные, кроме этого паука. Тот выбрал себе защитную стратегию, что в его случае было невероятно выгодно. Он окружил себя сетями, а после же, как только враг показался, начинал заплевывать того паутиной. Способность была очень надоедливая, однако, пока что, Наруто справлялся. Справлялся до тех пор, пока не вступил в один из таких плевков. Нога прилипла намертво, а прямо в лицо уже летел еще один плевок этой мерзкой паутины. Ситуация страшная и смешная в один момент. Ничего не поделаешь, была не была. Наруто со всей силы размахнулся, разрезая паутину катаной, и что самое интересное он разрезал. Катана, слегка вибрируя, как и обычно, легко разрезала подобного рода атаки, отчего Наруто стал жутковато ухмыляться. Теперь он знает, что может сражаться против этого, знает, что может убить этого наглого человека паука. Что ж за зверолюды какие-то? Желтоватая лезвие Дженады словно по маслу разрезала все, что попадалось под нее, уже достаточно скоро пробираясь к своему противнику. Наруто нанес сильный удар, от которого в темном пространстве было видно, как сверкнула желтоватая молния. Удар не достиг цели. Ну, или как сказать, достиг, однако лишь слегка ранил плечо. Какая увертливая добыча, возмутился Узумаки, ощущая, как кто-то снаружи поглощает его чакру. Положение могло бы оказаться скверным, если бы у этого юнца не был практически неограничен запас чакры. Черт побери, да он просто монстр. Чакры слишком много, это оружие, так еще и просто невероятная, сверхчеловеческая скорость и сила. Все эти паутины разлетались в стороны одна за одной, а Кидо Мору одерживал все больше и больше порезов. Кровь уже сочилась из не особо глубоких ран, а в этой комнатушке раздался звон золотых монет. Будь на месте Баунти Хантеровой, она бы давно присмыкнула паршивца, стоило бы ей только единожды порезать того, однако, у Наруто с этим было немного сложнее. Противник держался на расстоянии, все время атакуя своей паутиной, он был действительно сложным, особенно в замкнутом, не особо широком пространстве. Растак. Наруто впитал немалое количество чакр в Джинаду, пока та была в ножнах, и резко выдернул к тону, вместе с ней, подобно воздушному лезвию, выплескивая всю чакру в виде неудержимого режущего потока, что преобразовался в множество молний. Кидо Мору, не ожидавши такого, кое-как заблокировал удар, на сей раз получив весьма серьезное повреждение, в виде разрезанной по диагонали груди. Ты усилен. Назови свое имя. Потребовал паук, переходя во вторую стадию проклятой печати. Зови меня Баунтихантер, сказать, что после этих слов уверенности у шестирыковой юноши поубавилось нельзя, но все же, он забеспокоился за собственную сохранность, так как Баунтихантер один из сильнейших людей современности, буквально таки легенда, гроза всего преступного мира. Если ты находишься высоко в общей книге Бенва, и за тебя готовы хорошо заплатить тебе осталось недолго. Ухмыльнувшись, Наруто рванул вперед, попутно увернувшись отлетевшие прямо в голову стрелы. Осталось совсем немного, и враг будет побежден. Вот он снова закрылся паутиной, однако, не то, чтобы это помогло парнишке из звука. Джинада как раскаленный нож по маслу разрезала все путы, позволяя красновласому добраться до своей жертвы. Сети укрыли тебя ненадолго. Слегка повышенным тоном произнес тот, нанося сильный удар в плечо, рассекая ключицу и плечевой сустав, разрезая парочку ребер, катана даже разрезала легкое, что обеспечило Кидамару мгновенную гибель. Первый готов. После пролития первой крови, разрушить это сооружение напарники и напарницы, которые помогли тому выбраться из западни. Он мог бы и сам, конечно, однако хотелось, чтоб те тоже привнесли какой-то вклад в победу в этот раз. Отлично своеобразно похвалил помощников красноволосой, развернувшись в сторону бегущих звуковиков. Сами время было догнать их. Все-таки, Наруто недооценил противника, потому сейчас жалел, что не взял с собой того и музыку. Хотя бы помог с близнецами разобраться. Сейчас ему в голову стукнул просто восхитительный план. Ожесточенное сражение трое на трое. Другого выбора нет, так что... Шиноби и Сконохи окружили Нукинина и звуковиков. Медленно Наруто достал к Тану, отчего та довольно издала пару легких вибрирующих звуков. Они настигли их. Больше вам не скрыться произнес тот, посматривая на Тарю, уж больно она ему кого-то напоминала, может... его самого? Черт! Кто бы мог подумать, что за этим сопляком двинется Баунти Хантер словно обреченный произнесли близнецы, уже ощущая эту легкую красную пелену, что закрывала обзор. Меккатрек. Ничего более не говоря, Наруто внезапно оказался рядом с противницей, резко пробив прямой в челюсть, стараясь выхватить у нее Саски, ведь все это сражение и погоня были затеяны именно из-за него, однако... Я бы мог сказать, что подоспели ее товарища, подхватив очиху, а также входя в это сражение, однако же, случилось нечто неожиданное. Пятый. Прибыл пятый. Это был седовласый юноша, одетый в полуспущенное с тела кимоно. Видок у него был блеклый и тусклый, было видно, что он либо мало ест, либо не бывает на солнце, либо чем-то болен. Он буквально вырвал саски из рук девушки, чуть придержав ее. Кимимара слегка раздраженно произнесла та, так как парень удерживал ее несколько неосторожно, будто бы не хотя этого делать. Бездарные. Господин Ирачимар уже измучился, из-за того, что вы никак не можете принести ему сосуд и хотела было девушка что-то возразить, как тут же ее перебили и задержите его. Алла волоса основная проблема произнес тот, тут же пустившись в бега. Отчего-то подобного народ и даже открыл рот. Он ожидал, что может подойти подкрепление, но чтоб вот так. Это, пожалуй, было слишком внезапно. Мне они не дадут уйти. Пронеслась мимолетная мысль в голове Наруто, что вовсе не хотела покидать его мозг. Мику. За ним, быстро. Скомандовал тот, после чего, девчонка еще немного поглазев на них, ринулась в погоню за седым. Наруто же вместе с остальными остались сражаться с этими людьми. Решив не медлить, все трое перешли во вторую стадию печати, как-никак, Баунти Хантер противник серьезный. Тайуи отпрыгнула на несколько веток назад, принявшись играть на своей флейте, стоит признаться, весьма приятная мелодия, только вот если бы они не погружали в гинджутсу. Шикамару придумал, как справиться с этим, а после вывел из иллюзии Наруто с Нэджи. Теперь те знали, как противница атакует, и были готовы к этому. Джироба и Саканукон завершили приготовление, теперь они могли начать сражаться. Тайуи тут же призвала трех големов уничтожителей, которые по одному лишь ее вздоху через эту чудотворную флейту пошли ломать нашим парням лица. Шикамару как мог держал их в сонном параличе, пока Нэджи что он есть силу скорости двинулся на Тайу. Наруто же в это время взял на себя сразу двоих противников, начав сражаться с Джиробой и Сакануконом одновременно. Близнецы, стоит сказать, были весьма мерзкими в бою. Один мог отделиться от другого в самый неподходящий момент, напав со спины, а после уже Джироба догонял их, набрасывая различными земляными атаками, швыряясь камнями и нанося удары своими громадными руками. Однако, Наруто ловко парировал практически каждую атаку. Сильный удар ногой от Укана был легко заблокирован, но вот опять Саканна падает со спины. Но и это было просчитано. Наруто подпрыгнул и демонстрируя свои навыки Тайджуцу и растяжку, крепко въехал обоим по голове с двух ног, раздвигая те в разные стороны, таким образом обезвредив обоих противников. Джироба не заставил себя долго ждать, напов, пока Наруто находился в воздухе. Тот возрастил из земли множество каменных пик, однако, Наруто и тут придумал, что ему можно сделать. С свистом и визгом разрезающегося воздуха, Джанада, потрескивая молниями, вонзилась в землю. Наруто использовал меч как опору, мало того, что сумея парировать столь трудную способность, так еще и прыгнуть к этому громиле, хорошенько проехавшись по его лицу кулаком, отправляя Джиробаса в нокаут, благо силы на это ему хватало. Напоследок, Джиробаса что он есть мощь ударил рукой по земле, используя технику этой стихии. Земля под ногами начала разлагаться, создавая настоящее землетрясение, что явно мешало ориентироваться в пространстве, но не близнецам. Те атаковали четко и построено, так, будто бы происходящее для них было нормой, и в таких условиях вполне можно сражаться. Чтож, видимо придется драться так, как дерется Баунти Хантер. Грязно, резко, смертоносно. Только был один из близнецов приблизился к нему, как тут же он испарился, буквально. Не ушел на сверхчеловеческой скорости, а просто пропал, как будто не было его. Подобное озадачило обоих близнецов, однако, весьма скоро, с прежнего места пропала катана, что заставило их уже всерьез забеспокоиться. А вот настоящая паника началась тогда, когда вдруг Укан увидел перед собой пару прядей и красных волос, а уже через секунду, через его голову насквозь прошло лезвие. Первый готов. Двигаясь дальше, Наруто не забывал распространять свою чакру, дабы отражать реальный мир в мире теней, из-за чего чувствовалось это гнетущее присутствие, словно бы сама смерть лично пришла за его врагами. Ощущение, будто вот-вот тебе перережут глотку. Хотя, для Сакона это вовсе не было ощущением. Пару раз красная макушка мелькнула у него перед глазами, а после, этот пронзающий слух звон манит. Он упал на землю с перерезанным горлом. Честно сражаться не вышло, но, ничего не поделать. Джироба, что все еще лежал не приходя в сознание, тоже достаточно скоро был прикончен, и Наруто двинулся на подмогу своим подчиненным. Те же в это время старались, сражались как могли, но эта женщина была уж слишком сильна, особенно со своими големами. Она даже близко не подпускала к себе Ниджи, так же Юрка уклоняясь от всех атак в Ашикамару, она была просто недосягаема. Однако, ничего не бывает вечным. Она сильно увлеклась, после чего, вдруг почувствовала сильную боль в груди. Это не был интересный один противник, а потому долго играться с ней из Умаки не хотелось. Нож. Тень, да. Каха. Ты, действительно. Каха. Незаметно слегка простонала она, прокашливаясь кровью чуть ли не после каждого слова, смотря на торчащий из груди кинжал. Как жаль, что такие способные Узу Умаки становятся столь жалкими людьми. И да, ты права, мой нож лишь тень вырывая клинок из груди девушки, отобрав флейту и переломав ее пополам, Наруто толкнул Таю вниз. Падение было катастрофическим для нее. Она приземлилась прямо на голову и сломала шею, это была мгновенная смерть. Замечая израненных союзников, Наруто отдал тем команду возвращаться и зализывать раны, а сам начал выслеживать, куда двинулись эти трое. Подчеркивание 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 Кимимара достаточно долго нес тушку Чихи Саски на своем горбу, однако, тот все-таки пришел в себя вполне скоро, когда те оказались на какой-то обширной поляне среди густого леса. Пусти! Потребовал Учиха, еле как разбирая, что происходит. Кимимара, как послушная кукла, спустил Саски на землю, позволяя тому вновь идти самому, чему Учиха дать гостей, а Саски двинулся в указанном им направлении. Гости же не заставили себя долго ждать. Весьма быстро подоспела светловолосая девчонка, которая выглядела ли самовлюбленного Кимимара уж слишком смехотворной. Где Саски? С нескрываемой злостью озвучила она вопрос, достав пару кунаев. Ушел. Саски больше нет, теперь он новый сосуд для господина. Спокойно заявил тот, даже не сдвигавшись с места. Не смей говорить о нем, как о вашей гнушке. Глаза девчонки изменились, тело покрылось едкой оранжевой чекрой, из которой образовался один хвост. Дженчурики. Лорд Арычумару будет доволен с легко заметным отвращением, произнес тот, медленно вытащив из своего тела парочку костей. Зрелище это было доомерзение мерзким. Кровь, куски мяса, острая кость, повсюду брызги внутренностей и крови, которые просто оставались на костях. Стоит сказать, от чего-то подобного девочку почти сразу уже чуть не вырвало, однако, она себя сдержала, тут же рванув на ублюдка, создавая целую массу клонов. Однако, для Кимимара это не было проблемой. Он не задумываясь крутился, вертелся, как только мог, выпуская из своего тела все больше острых костей, разрезая клонов, отчего те в момент испарялись. Один за другим, однако же, тот не заметил одной достаточно важной детали возле его ног вонзил садинкуный. Он не обратил на это внимание, причем, очень зря. Если бы он заметил весьма интересные надписи на этом оружии, смог бы парировать эту атаку. Подготовив растенган, блондинка тут же оказалась рядом с Кимимара, занося руку для удара. Я не успел за ней? Мысленно корил себя блин для кожи парнишка, понимая, что от этого достаточно мощного удара техника четвертого ему не уйти. Если бы он только понял, что это не невероятная скорость, а техника телепортации. Он кайкак создал что-то наподобие щита из костей, в предположительном месте удара, что кайкак, но все-таки помогло немного заблокировать урон этой сокрушительной техники. Схватив клубок чакры прямо в живот, Кимимара потерял равновесие, тут же падая с ног, отлетая на внушительное расстояние. Техника четвертого. Кто бы мог подумать, что такой низкосортный шинобик как-то ее освоят. Прокашливаясь кровью произнес тот, чем еще больше завел Мику на новые и новые атаки. Он уже проиграл это сражение. На его теле стояла метка, которую дочка четвертого установила в момент того удара. Стоило немного отлечься, ты уже мертв. Мику вновь создала рассенгом. Раз одного не хватило держи еще один, конечно же, все гениальные просто. Ублюдок. Процедила та, готовясь нанести атаку. Внезапность лучшее оружие для шиноби. Именно поэтому та за секунду оказалась возле кемемара. На сей раз он не успел создать некого рода щит из костей, а потому принял весь урон этой невероятно сильной технике. Грудная клетка, в которую пришелся удар, трещала по швам, а после вовсе превратилась в множество костяных осколков, что пронзали легкие и другие внутренние органы. Кровь фонтаном хлынула из его рта, однако, он все еще не мог проиграть это сражение. Его тело начало покрываться татуировками, судя по их виду, это был Джуин. Тело постепенно окрасилось в темно-смуглый, практически коричневый цвет. Склера глаз приняла черную окраску, а сама радужка стала ярко-желтой. На голове прорезалась пара рожков, а из спины можно было заметить хвост. Тело весьма быстро регенерировало, однако, жизненная энергия постепенно угасала с каждой секундой нахождения в такой форме. К этому моменту, к Мику также подоспела подмога. Один красноволосый юноша приземлился совсем рядом, взглянув на сестру. Справишься с ним? Я могу двигаться заучхой, так у нас больше шансов, объяснил той Наруто, однако, голос его звучал несколько озадаченным, будто даже немного взволнованным. Но! Может быть ты лично хочешь набить этому чихи морду? Как-никак, вы были в одной команде, предположил тот, смотря на блондинку, которая вдруг вновь обрела самообладание. Я пойду за Саски, озвучила та, медленно обходя Кимимара, пока Наруто все так же неспешно достал клинок. Хорошо. Давай, наваляй ему как следует, сестренка, последнее, вернее, последнее слово звучало для Мику очень греющим, учитывая то, как она позволяла себе обращаться с братом. Слышать это, сестренка, из его уст было невероятно подбодривающе, потому, немедленно секунды, та двинулась за некогда с командником. Что ж, давай развлечемся, предложил Наруто, смотря на своего противника, который, судя по всему, уже был на грани безумия. Ничего не сказав, Кимимара образовал вокруг руки что-то наподобие кола, попытавшись двигаться вслед за Мику, однако, ему путь преградил Наруто. Вернее, удар Наруто, от которого пришлось уворачиваться. Твой противник это я, обозначил Узумаки, встав в боевую стойку. В ней было множество изъянов, однако, каждый из минусов закрывался весьма необычным стилем, который использовал этот парнишка. Битва началась. Кимимара старался стеснить своего противника, буквально-таки душить его, однако, каждый раз, как ему удалось бы нанести удар, Наруто просто пропадал. Эта техника скоро иссякнет, Кимимара нужно было дожить до этого момента, однако, это тоже не было так просто. Он уже ощущал, как сознание помутнилось, зрение заполонило красная пелена, которая делала его видимым для Баунти Хантера. Очень проблемный противник, наихудший враг, которого только можно было придумать. Чертов наглец позволял себе наносить точные атаки из невидимости, а его меч без каких-либо трудностей разрезал особо прочные кости клана Кавгуя. Кимимар оказался совсем уж беспомощным. Уже спустя пару минут, вся эта поляна была усыпана деньгами, вернее, золотыми монетами. Джинада, клинок, который материализует кровь в самые потаенные желания владельца, самые вожделенные желанные. Деньги, для Наруто это было одной из важнейших вещей, которые тот только мог представить, потому вместо крови было слышно звон монет. Кровь, разумеется, тоже после брызгала сверху на эти железные деньги, что вполне быстро стало его визитной карточкой. Ими, охотник за богатствами, безжалостный убийца. Оказался, не таким уж обещуственным охотником. По крайней мере сейчас. однако, к Кимимару у него жалости не было. Об этом говорил как минимум этот взгляд, будто бы на прокаженного. Катана вся уже была в крови, а противник стоял весь в глубоких порезах, еле двигаясь. Каждое движение Наруто сопровождалось хотя бы одним ранением для Кимимара. Так продолжать было нельзя. Тот решил взять дальние дистанции, начав стрелять своими костями. Это последнее, что он смог бы сделать. Наруто весьма быстро обошел все атаки, оказавшись прямо перед противником, с едкой, неприятной ухмылкой. Смелый подходит к врагу вплотную. Вскрикнул тот, пронзая тело противника своим клинком. Шок пронзил Кимимара вместе с кинжалом, а жизнь постепенно начинала угасать. Однако, тот не собирался сдаваться. Наруто, безусловно был далеко не его уровень, однако, он может противопоставить ему, все еще может послужить Арачимару сами. Он замахнулся кулчастой рукой на Наруто, второй же крепко вцепившись в противника, чем заставил того немного запаниковать. Пока что, возможность уходить в мир тени иссякла, заблокировать этот удар вряд ли вышло бы. Широко раскрыв глаза, Наруто постарался вырвать меч из тела противника, однако и здесь он оплошался. Клинок крепко засел между костями, которые сжали тот, не касаясь лезвия, не давая Наруто вытащить его. В отчаянных попытках избежать смерти, тот направил Херову тучу чакры в этот клинок, надеясь на вибрацию на высоких частотах, что в теории должно было бы разрушить костяной блок, однако, Наруто не учел, что кость текла на кого и куда прочнее костей обычного человека. Скверно, невероятно скверно. «Ты встал на пути господина, и за это ты умрешь», издал предсмертный вопль блондин, нанося сильнейший удар. Но в ту же секунду выражение удивления поселилось на лице Кимимара, да и на лице Наруто также. От этого сверхмощного удара красноволосого защитил песок. Да, мать его, песок. Оглянувшись по сторонам, а также вырвавшись из ослабевшей хватки костяного человека, Наруто понял прибыла подмога из деревни Песка. Видать, теперь они стали на стороне Канохи. Что ж, это было очень уместно, ведь он и вправду мог откинуть здесь копыта, и его действительно спасли. «Пацанчик однохвостый, я у тебя в долгу слегка виноват», произнес тот, легко ухмыльнувшись, ибо назвать это улыбкой. Язык не поворачивается, помоги дочке четвертого. Это небольшой жесть перемирия от нашей деревни, ничего личного в манере самого Наруто произнес второй красноволосый парень на этой поляне, бездушно смотря на главного героя этой истории. В моем же случае это бизнес. Также, ничего личного прохрипел парень, уже через секунду двинувшись с места, выслеживая свою цель, благодаря навыкам, приобретенным у Гондара. Достаточно давно, когда Наруто был еще совсем юнцом, а такого имени как Баунтихантер и в помине не существовало, паренек пытался обокрасть какого-то, судя по виду, весьма богатого человека. Он умело подготовил ловушку и засел в засаде, ожидая свою жертву. Мужчина, проходивший теми землями уходил в западню, тут же став жертвой нападения еще не особо взрослого Наруто. Это происшествие случилось еще до того, как Наруто сумел изъять Джанаду из камня. Жертва оказалась прыткой, легко обойдя ловушку. Он также без труда обезвредил и парня, привязав того к дереву. В себя Наруто заставило прийти просок холодной воды прямо в лицо. Хотела покрасть меня? Плохой из тебя воришка. Я не просто какой-то человек. Я охотник развязывая красноволосого, одноглазого мальчишку произносил этот бледнокожий, одет его все черный мужчина, легко улыбаясь. Почему вы тогда не убили меня? задал закономерный вопрос Наруто, тогда еще не особо хриплым, не таким осипшим как сейчас голосом. Ты напомнил мне меня. Объяснил тот, уже полностью освободив Узумаки, сняв с себя широкую шляпу. Меня зовут Гандар представился тот, смотря на мальца, Узумаки Наруто ответил тот, приняв протянутую руку, чтоб подняться, не особо желая общаться с этим, на удивление добродушным человеком. Что ж, я думаю мы еще увидимся, Узумаки Наруто сказал Гандар, медленно протянув что-то странное, похожее на свиток, хотя, скорее уж какой-то сверток. Тут есть чертежи ловушек поинтереснее, чем твои слегка подмигнув, произнес тот, после же, чуть ли не в мгновение испарившись. Стоит признаться, огромной долей знаний Наруто обязан этому мужчине. Он часто находил похожие свертки на своих вылазках, каждый раз учаясь чему-то новому. И даже навыку выслеживания жертвы он был обязан Гандару. Как жаль, что его убили несколько лет назад. От подобных мыслей на душе стало тоскливо, однако, сейчас нельзя было упускать своей цели вернуть Учиху Саски в деревню, и хорошо набить ему морду. И пока Наруто сражался с Кимимара, бежал, выслеживал и искал, Мику все же догнала Учиху. Они оказались в долине завершения. Мику приземлилась на голове Учихи Мадары, а Саски оказался на голове Хаширмы. Они достаточно долго стояли, смотря друг на друга. Саски, зачем ты покинул деревню? Чуть ли не крича от гнева и обида проговорила Мику, смотря в безразличные глаза Учихи. Меня там больше ничего не держат. Мику, я не вернусь в Канаху. Можешь возвращаться домой, вместе со всеми остальными. Вам больше не нужно беспокоиться за меня, произнес тот, разворачиваясь, собираясь вновь продолжить движение. Однако, этому не суждено было сбыться. Стоило ему хоть чуть-чуть развернуться, как его тут же сбили с ног, сильно ударив по лицу. А я? А Сакура? Ты про нас не подумал? Слезы невольно наворачивались на лицо, не давая даже нормально взглянуть этому ублюдку в глаза. Мне неинтересно это. Мне нужна только сила, чтобы отомстить и точивую не словно приговор тот, отталкивая девочку. Та, разумеется, упала, освободив движение Саски. Тот же встал, надменно посмотрев на некогда товарища, однако теперь она действительно больше ничего не значит для него? Возможно. Месть затмила его разум. Что ж, раз эта тучиха не хочет возвращаться добровольно она вернет его силой. Сила Каюби также выходила из-под контроля, пусть Мику и весьма доброжелательно контактировала с Лисом, что заставляла Саски усомниться в своих силах, правда, совсем ненадолго. Три быстрых печати. Катон, техника огненного шара. Произнес название техники тот абсолютно без предупреждения. Однако, Мику сумела среагировать, бросив прямо навстречу этой технике кунной. Раскаленный кусок металла прошел сквозь огненный шар, сохранив на себе формулу Хирайшена. Она, конечно, обуглилась, но все еще не исчезла. Она телепортировалась за эту технику, таким образом уворачиваясь от нее, нанося сильный удар паучихи. Но, все же, это было слишком предсказуемо. Брюнет без особых усилий остановил этот сильнейший, в скобочках должно быть написано «Нет, удар!» «Мне даже Шаринган не нужен, чтоб победить тебя невероятно высокомерно», произнес он, тут же нанеся сильный удар в живот, что достиг своей цели чуть ли не мгновенно. Удар, конечно, был силен, однако, темно-красная чакра начинала обволакивать тело девочки, блокируя эту атаку так же, как и еще несколько последующих, заставив Саске немного отпрыгнуть. Теперь положение оказалось проблемным. Мику вполне могла обогнать того в скорости, даже его реакцию, с такой-то мощью. Она вмиг оказалась перед лицом подонка, взяв того в захват настолько быстро, что тот даже ничего не успел подумать, а после, с силой швырнув его в одну из стен вокруг этой гигантской реки. Учхо с силой вонзился в эту стену, входя на полметра внутрь, пробивая эту своим телом. Мику достаточно быстро оказалась перед ним, ухватив его за воротник. По щекам ее катились слезы, так как слова этого выродка очень сильно ранили ее, ведь... Как это? Неужели мы ничего для тебя не значим? Сама Мику имела цель заменить для этой мордашки семью, чтобы заполнить его одиночество, позволить вновь ощутить тепло, однако, он все разрушил, неблагодарный. Ты. У тебя есть семья. Ты живешь в счастье и даже близко не знаешь, что такое одиночество. Ты никогда не поймешь, что значит потерять все. Ты никогда не узнаешь, каково это, когда твоих родителей убивают у тебя на глазах. Ты никогда не поймешь меня, неудачница. Так же кричал Саски, держа противницу за воротник. Он с силой пнул ту, отправляя в воду. Эти слова сильно ранили душу и сердце блондинки, заставляя тузлиться и грустить одновременно, однако, сейчас, ей очень хотелось навалить у чихи за воротник, за подобные слова и действия. Та встала в абсолютно странную боевую стойку, словно бы не контролируя себя, она сейчас была похожа на какого-то зверя. А скаливая ряд зубов в гримасе гнева, Мику приготовилась к сражению. В глазах брюнета сверкнул Шарингон с тремятами. Тот решил напасть первым, о чем немного позже пожалел. Он рванул вперед, тут же промахнувшись весьма сильным ударом. Девчонка просто отвела голову в сторону, однако, техника была настолько превосходной, что у чиха не смог разведить движений, тут же отхватывая удар с колена прямиком в живот. После, его снова пнули, все туда же в живот, чуть приподнимая воздух, а после, решив не останавливаться на сделанном, до четвертого начала наваливать ему с обеих рук, разбивая высокую самооценку чихи об стену в дребезги. Да и физически, он чувствовал себя не лучше. Кое-как сгруппировавшись, он оттолкнулся ногами от противницы, подпрыгивая в воздух, вновь складывая уже знакомые печати. Техника огненного шара устремилась в сторону Мику, но та придумала ловкое противодействие этой технике. Она вздохнула немало воздуха, тут же издав крепкий, громкий, пронзающий вопль. Звуковая волна тут же прошлась сквозь технику, развеивая огонь. Этого чиха не ждал, потому почти пропустил следующую атаку, которая, без преувеличений, вполне могла бы убить его. Но ему повезло. Буквально в момент до окончания атаки Мику у него прорезалась третья и тамая. Самое время для у ворота, еле как успев, тот перекатился под тяжелой рукой, однако, его тут же припечатала рука из чакры. Из нее он смог освободиться, останавливая потоки чакры, таким образом, не взаимодействующую крою противницы. Чакра была неконцентрированная, потому это сработало. Глаза у чихи эволюционировали, теперь он видел каждое движение. Мику со всей скоростью направилась к Паганцу, однако, тот с относительной легкостью спарировал атаку, контр-атакуя, нанося ответные удары, перехватывая атаки, после же отшвыривая девчонку. В очередной раз перехватив ее руку, он заломал ее, вывернув запястье, нанес сильный удар прямо в нос. В его руке моментально заискрилась Чадари, что уже через секунду вонзилась ей в грудь. Впервые у чихи доводилось потрогать женскую грудь, однако думал он вовсе не об этом. Чакра, что окутывала девочку начала лишь сильнее приливать к ней, образовывая уже второй хвост. Рана начала затягиваться, словно ее и небо вовсе, а Саски через секунду отхватил удар в лицо, отлетев куда-то далеко, опять пробивая собой каменную поверхность. Из клубов пыли и пепла тот вышел уже с темной молнией в руках. Давай, покажи, на что ты способна. Провоцировал тот, концентрируя как можно больше Мико же в ответ сердито зарычала, создавая рассенгом. Кубок был поменьше, чем обычно, однако он был едкого фиолетового цвета, что не могло не броситься в глаза, так же, как и черные чадари и Саски. Ничего не сказав, оба понеслись друг на друга. Техники столкнулись, образовав энергетический шар. Обе техники развеялись, а сфера постепенно начала опадать. Рука Мику, что так и желала дотянуться до учихи, резко поцарапала его повязку на лоб, перечеркнув символ деревни, скрытой в листве, будто бы та сама сказала себе, что Саски больше не вернется. Мику была повержена, что в дальнейшем послужит мотивацией для нее, чтобы двигаться дальше. Саски же принял достаточно сложное решение не уподобляться своему брату. Это был тот самый переходный момент в жизни этих людей. Разумеется, если бы здесь был Наруто, разговор был бы короткий. Саски либо вернулся бы в деревню, либо вернулся бы в деревню, но только по кусочкам в виде пазла с названием «Учиха Саски». Однако, такой исход был даже лучше, пожалуй. Перечеркнутая повязка медленно свалилась прямо на бессознательную девочку. Девочку, что когда-то нравилась Учихе, что смогла стать его первым и единственным другом. Словно отрывая от себя кусочек души, Саски оставил ее, уходя куда-то. Куда-то влез, навстречу силе. К этому времени подоспел уже и Наруто. Дочь четвертого была в тяжелом состоянии, и выбирая между каким-то Учихой и жизнью своей сестры, тот выбрал, разумеется, второе, аккуратно взяв малышку на руки, нежно укладывая на своей спине, после чего, потащил туфку наху. На душе было тоскливо, обидно за эту блондинку, которая явно будет расстроена подобным исходом. Однако же, ему и самому было трудно. Он был капитаном этого задания и трое из четверых, как минимум, в тяжелом-тяжелом состоянии. Аниджи вовсе не приходил в себя, из-за чего пришлось отправить Шакамару и Хьюгу в Канаху. Но, что не убивает делает нас сильнее, не так ли? Хриплый голос Баунти Хантера оказался согласен с этим суждением. Что не убивает делает нас сильнее. Забавно, что Хакаги решил определить тебя, как мою напарницу, учитывая, что не напарник, не напарница мне не нужна, возмущался кто-то, с интонацией, будто бы читая лекцию. Ну, что ж, это в целом логично. Вы, Джоунин, как я, Сай продолжает службу в корне. А у тебя? Мико ушла из деревни с Джирайей и до сих пор не вернулась, а Саски дезертировал. Что ж, тебя можно понять, сказал уже знакомый нам красноволосый парнишка, оглянувшись назад. Однако, сзади постепенно шагала Сакура, слегка недоумевая, поглядывая на парня. Наруто же выглядел слегка раздраженным, особенно злым он был напятый за то, что оставило его со столь тяжелым грузом, или... или же он все-таки ошибается насчет Сакуры. Только подумав о чем-то подобном, он мигом переменился в лице, принимая чуть более сердитые и суровые черты, дабы звучать убедительнее, хотя, куда уж еще более убедительно. Сакура, забыть про очиху. Он уже не вернется, его либо убить, либо поймать да упечь в тюрьму. Первый вариант куда более выгодный постарался объяснить тот, слегка побрякивая катаной, что смирно весело на поясе. Если собираешься работать со мной, пора снять розовые очки, вдруг добавил тот, оглянувшись назад. Сеи слова воспроизвели впечатление на розового лосу девчонку, заставляя ту всерьез задуматься. Еще достаточно долго они шли молча, однако, в голове о молчании можно было только мечтать. Прошло целых три года, за это время поменялось не особо многое, однако, все же, перемены можно было разглядеть невооруженным взглядом. Например, как в Наруто. Мало того, что он весьма сильно возмужил с наших последних приключений с этим сорванцом, так еще и идеалы, внутренние ориентиры и жизненные ценности также и подверглись изменениям. Он, можно сказать, вернулся к старому себе, ставя богатства и сокровища на первый план, однако же, научился сострадать, любить и понимать, что было очень важной чертой для любого человека. Сакура же, долго следовавший за лавласым, осматриваясь вокруг, запоминая каждую развилку, так как подобные знания могли бы пригодиться, вдруг решил задать пару вопросов. Наруто-сан, а «Куда мы движемся?» Господин Четвертый сказал, что это ваша собственная миссия, так как вы не Шиноби. Я не совсем поняла, что к чему честно призналась та, мимолетно поглядывая на парня. «Да, я не Шиноби, я охотник за головами. И да, мы как раз таки идем за головой одного человека», вновь объяснял тот, пристально смотря на Сакуру. «Вот оно как!» сказала вдруг та, вновь взглянув на Наруто. «Мы движемся за Сасари». «Недавно выяснилось, что у него есть шпион в рядах Арачимару, а с змеёнышем у меня личные щеты. Да и за голову Сасари нам отложат нехилую сумму, оповестила на цели миссии, вдруг замерев». «Тихо!» приказал тот, заткнув Сакури рот. В тот же момент, оба испарились. «Что это?» спросила обомлелая Сакура, смотря на чуть более темный облик Наруто. «Мир теней!» «Можно сказать, моё собственное измерение, абсолютно идентичное нашему. При помощи чакры, оно соприкосуется с реальным миром, отражая на нём физические воздействия, однако, нас не видно. Даже Шаринган не способен увидеть мир теней. Но при этом, пока мы разговариваем, снаружи слышны наши голоса, а также, чувствуется, моя чакра» рассказал про принцип работы техники Наруто. «Терять в целом было нечего, как таковых недостатков, кроме длительной перезарядки в этой технике не было, хотя, и этот недостаток скоро мог исчерпать себя». Сакура, поняв, что лучше бы им не разговаривать, тихо кивнула, продолжив путь уже в таком режиме. Пока они передвигались, разумеется, очень тихо, Наруто выследил свою цель. Караван с опасными преступниками. Люди обычные, самые простые разбойники, однако, они уж слишком сильно насолили соседнему государству, а потому на них было немало заказов. Эти люди вторгались в чужие дома, убивали целые семьи людей, обворовывали их, а после сжигали. Ужасные мрази, коих поискать еще. «Хорошенько мы сегодня зашли, гаденько, посмеиваясь, мол, вел один из них, потирая в руке какой-то меч, судя по всему антиквариат, с золотой рукоятью». «Да, а та телка, она так стонала, когда ты ей присунул этот же, в отличие от первого, заржал в голосину. Парни, вы забыли, как кричал их сыночек, когда мы вскрыли горло его папаши. Безудержный смех над чем-то настолько аморальным ничуть не заставлял Баунти Хантера хотя бы капельку измениться в лице. На его лице же играла злостная ухмылка. Он выследил свою цель, и судя по всему, мог справиться с ней самостоятельно. Посиди тут перепрыгивая на очередную ветку произнес он, тут же спрыгивая вниз. Первой жертвой был выбран самый крупный мужчина, который мог бы доставить немало проблем, если не убрать его сразу. Резкий удар рассек негоднику голову надвое, пуская струю крови, а также, рассыпая золото по округе, клинок джинада. Воистину потрясающий бой. Воскликнули все четверо, которым не посчастливилось остаться в живых, ведь дальше, им довелось испытать отчаяние. «Кто это сделал?» «Покажись, выглядок!» закричал еще один из толпы, однако, после же, он пожалел о своих словах. «Мой нож!» «Лишь тень!» Вспоминая свои старые словечко, Наруто вспомнил давно забытое чувство, чувство наслаждения и заказом, что он утратил, работая на коноху. Не успели они отпомниться, как тут же еще один упал замертво. В толпе бандитов то и дело мерцали красные волосы вместе с желтоватыми вспышками. Имя Баунти Хантера за три года уже успели забыть, но... Пора вновь поставить весь мир на уши, напомнить о себе, напомнить, что никто не уйдет от законного возмездия. Не удалось мне послужить закону, слегка саркастически выдал тот, расправившись с предпоследней жертвой. Последний бандит вспомнил этого парня, тут же приходя в состояние ужаса от осознания, кто перед ним. Поп! Баунти Хантер! Вскрикнул тот, отползая назад. Узнал меня? Отлично! Беги, беги куда глаза глядят и расскажи всем, что Баунти Хантер снова в деле довольно ухмыляясь, с каждым словом наращивает он. Нарут отпустил беднягу, после чего, тот ничуть не думая, сверкая пятками скрылся. Зачем вы его отпустили? Задала вопрос только что подошедшая Сакура, смотря на командира. Обо мне уже успели забыть. Наглые псы решили, что раз уж я стал шинобеконохи, значит их жизням ничего не угрожают. Пора вновь усадить их на иголки. Злорадно цитировал свои самые злобные мысли Нарута, стряхивая с катана кровь, прямо на золотые монеты, специально, оставив свою визитную карточку. Взглянув в свое отражение в лезвии, он вновь увидел то, чего предпочел бы не видеть никогда. Перед ним будто бы стоял тот самый громадный брюнет, с похожей ему прической катаной за поясом. Он все так же был недосягаем, все так же стоял слишком далеко и все так же кивал, этот облик в отражение, будто бы пытаясь что-то донести. Недовольно встряснув головой, Нарута вновь взглянул на отражение, однако на сей раз там он увидел просто себя, просто собственное отражение. Махнув рукой, якобы говоря, пойдем, тот двинулся вслед за сбежавшим бандитом. А еще, я отпустил его потому, что он приведет нас к главному. Логову, что ли объяснил весьма нехитрый план Нарута, грамотно выслеживая свою жертву, также ведя Сакуру за собой. По пути как таковых трудностей не возникло, да и двигались они молча, в общем, атмосфера была настолько скучной, что казалось, Нарут вот-вот уснет. Жертва двигалась будто бы бездумно, хаотично, хотелось уже бросить это дело, казалось, что мужчина ни к чему их не приведет, но тут. В одной из скал открылась дверь, в которую он и забежал. Это заставило Нарута ухмыльнуться, взглянув на Сакуру. «Сможешь выбить дверь, желательно вместе со стеной?» Подходя к убежищу, спросил тот. Сакура потупила в него свой взгляд, после чего, не задумываясь, что он есть мощь, вдарила по стене, да так, что-то вся посыпалась и опала каменной крошкой. Что ж, вполне неплохо. Нарута тут же испарился, а навстречу Сакури выбежала цельная ра во вооруженных, до ужаса, обеспокоенных целостностью убежища бандит. Че за стерва? Задался вопросом один из них, после чего он же в миг упал с перерезанным горлом. Разумеется, увидев нечто подобное, и все остальные также были в панике. Мало того, что какая-то дура выбила ингчертян двери и стену, так еще и один из самых сильных разбойников упал на землю, не дыша. Тут же в это небольшое помещение ворвался Кэ как убежавший бандит. Увидев розового голоса, которую мельком заметил рядом с Баунтихантером, тот тут же завопил как не в себя, он идет сюда. Баунтихантер! Он уже здесь! Чуть ли не в отчаянии кричал тот, но тут же упал, не успев сказать и слово, с огромной раной, проходящей через все тело. Баунтихантер! Вскрикнул еще один, тут же попытавшись что-то сделать, вроде бы достать клинок. Но, как вы понимаете, сделать у него этого не удалось, так как он тут же лишился руки по самой локоть. Обмякшая конечность упала на землю, обливая все вокруг кровью. Как много наград! Тихонько произнес тот, на самое ухо раненому бандиту, отчего мужчина встрепенулся, вмиг разворачиваясь, что и стало ему фатальной ошибкой. Как только он развернулся, сразу же лишился жизни, посредством перерезаний горла. Все находящиеся здесь разбойники дружно подняли руки, не желая воевать против невидимого противника, после чего Наруто принял видимый облик. Что ж, много кто может сказать, что в этом он ошибся, однако, парень хорошо рассчитал свои силы, а потому, когда один из разбойников решил напасть в спину, он быстро вогнал ему Джанаду в голову. Кто следующий? Не без доли насмешки спросил тот, осматривая всех присутствующих. Итак, где ваш лидер? Задал финальный вопрос у Зумаки, покручивают Джанады вокруг. В коноху вскрикнул один из них, после чего все начали ему поддакивать. В конохе значит имя быстро. Вы ведь не хотите повторить судьбу своих предшественников? Не прекращал шантажировать тот, на удивление, не заметив за собой слежки. Мы не знаем имени, ничего не знаем. Крикнул кто-то другой, садясь на колени. Что ж, тогда Наруто ухмыльнулся, захлопнув Катану, и развернувшись. И только было преступники успели вздохнуть с облегчением, как тут же он развернулся. Мусор, вы думали, что я уйду? В момент пространства исказилось, время, будто бы на секунду замедлилось для каждого здесь, а сами преступники. Всего вмиг были превращены в человеческую кашицу. Пошли и отдал приказ тот, уже неспешно возвращаясь к деревне. Дело было достаточно простым, как ему казалось, однако, оно могло ущетить куда дальше, чем ему хотелось бы. Аккуратно проверив печать, Наруто двигался дальше, уже почти подходя к своему дому. Ничего не предвещало беды. Обычно, с этой фразы начинаются рассказы о чем-то плохом. Однако, да нет же, и сейчас речь пойдет о чем-то, не особо приятном. Солнце постепенно заходило за горизонт, просвечивая густой лес. Выйдя на небольшую полянку, Наруто вдоволь насладился прекрасным видом. До конохи оставались считанные мели, а потому почему бы не насладиться вдоволь чем-то столь прекрасным. Однако, эту идею прервал незванный гость. Недалеко от шины белеста приземлился до ужаса Бленда мальчишка, возраста приблизительно такого же, как Наруто и Сокура. За спиной красовалось два клинка, а на теле форма анбукорни. Сай вмиг узнал знакомого Наруто, смотря на слугу Данзо. «Мне поручено убить тебя, Наруто. Ты знаешь слишком много, куда больше, чем можно», произнес Сай, а его лицо не выразило ни единой эмоции. В то время как Наруто же выглядел напряженным. Как никак, он достаточно долго был с этим парниша в команде еще после экзамена, было бы неприятно сражаться с ним насмерть. Однако, Сай был непоколебим. «Неужели это никак не предотвратить? Я ведь не слаб», Сай произнес Наруто, слегка фальшиво улыбнувшись, прекрасно зная, что предотвратить конфликт невозможно. Не вмешивайся обратился тот также к Сокури. «Если я не выполню задание меня убьют, так что мы должны сражаться», произнес тот, все так же, не выражая никаких чувств. «Что ж, тогда мне очень жаль», произнес Наруто, медленно обнажив меч. «Не берем на себя слишком многое. Я согласился на это дело, так что твоя смерть будет полностью на моих руках». «Я сам себе господин произнес вдруг Сай, также медленно достав из-за спины два укороченных клинка». Парни еще некоторое время смотрели друг на друга, но пока что, ни один не решался нападать. Казалось, будто бы сейчас заиграет трагическая музыка, но Сай был абсолютно спокоен. Ему не впервые убивать своего товарища, друга, брата. Да хоть собственного ребенка. Эта битва станет последней для них обоих, вместе. Выживет только один, либо оба умрут. Собравшись с силами, Наруто рванул вперед, поднимая руку на своего боевого товарища, что было невыносимо неприятно, хотя не сказать, что он сильно волновался об этом. Сай же не чувствовал и не выражал совсем ничего, как и всегда, просто выполняя приказ. У него не было воли, не было свободы, он и есть дан за его маленькая часть. Или же все-таки нет? Возможно, что-то и терзало этого бледноликого парнишку, однако, нам не суждено узнать о его чувствах. Защищаясь от тяжелого, ужасно острого, особого клинка, тот отразил удар Наруто, уводя его в сторону. Весьма хитрое движение, учитывая то, что он заготовил второй меч для атаки. Но Наруто не так-то просто поймать, он обернул удар своего клинка, вонзая тот в землю, а после, ударив по нему ногой в противодействии своему вращательному движению, смог резко остановиться и увернуться от удара. Следующий же удар Сай нанес в голову, однако, Наруто испарился, пропуская атаку сквозь, а уже через пару секунд уворачиваться пришлось бы Сайу. Если бы он видел, либо чувствовал Наруто. Однако, не судьба. В попытке увернуться тот отпрыгнул в сторону, из-за чего лишился только двух пальцев вместо целой руки. Слегка прошипев от боли, тот крепче замкнул клинки в руках, а из раны прыснула кровь. Наруто слегка ухмыльнулся. За этот короткий промежуток времени он уже успел смириться с тем, что один из них вернется домой в виде трупа, а соответственно ничего не остается, кроме как яростно сражаться. По одному ранению сделав вывод, что Сай его не видит в мире теней, Наруто решил воспользоваться этим, вновь уходя в невидимость. Он с неимоверной скоростью бежал в сторону своего противника, с целью нанести удар на поражение, однако, перед самим взмахом, чакра, что укрывала его в мире тени и исчерпала свои возможности. Только завидев длинные, густые пряди красных волос, Сай с огромной скоростью среагировал, отпрыгнув и перегруппировавшись в воздухе крепко зарядил узумаки по макушке ногой, отправив того целоваться с землей. Все так же, ничего не говоря, тот быстро напал на лежащего парня, однако, Наруто, почувствовав угрозу, весьма быстро поднялся, тут же встав в оборонительную стойку, отразив один удар меча и, следующей же атакой, Сай, изворачиваясь интересным образом, с силой, метнул, клинки прямо в упор к Наруто, глубоко вонзая их в плоть. Лезвие пробили ему левую легкую и правую ляжку, не давая нормально двигаться. Тут же, достаточно резко, Сай ухватился за кинжал, что был в ноге у его противника, вырывая тот, разрезая плоть, заставив Наруто упасть на колени. Следующий удар был четким, и если бы не блок из последних сил, он бы вошел прямо в сердце, однако, сбив траекторию полета клинка, Наруто сумел перенаправить тот в грудную клетку, что также было не особо хорошо. Меч насквозь прошел солнечное сплетение, острой поверхностью вонзаясь во внутренности, принося неимоверную боль. Кай-как, схватившись за ручку оружия, что было у него в груди, Наруто попытался вытащить его, однако, Сай здесь ему помешал. Выхватив из руки Наруто его же меч Джанаду, тот силой вонзил ее в плече парню. Эта катана была особенной, и с легкостью прошила плоть хозяина, сделав сквозное отверстие. А поскольку Сай не думал совсем нечем, то вместо золотых монет, либо же чего-то еще, из раны прыснула простая кровь. Злобно зашипев от боли, Наруто попытался приподняться. Он сильно оплошался с этим падением. Вероятно, ему стоило перерезать всех бандитов по очереди, чем использовать финальный удар правосудия. Что ж, уже поздно карать себя за подобное. Кожа вдруг резко покрылась красными полосами, которые расходились от самого сердца. Несмотря на то, что Наруто не подавает признаков жизни, его сердце все еще билось. Сила древнего монстра, заточенная в озлобленном, потерянном сердце. Мощная и массивная энергия, сам первобытный космос, текущий через колодец душ, что наполнял сердце этого монстра злобой и внушительной силой, истинный дракон боли Тараска. Унаследованный сосудом демона Хаоса, случайный хранитель, сможет обрести часть его великой мощи. Сердце Тараски вспыхнет в том, в ком пылает необузданная ярость, что не поддается никому, кроме ее жестокого, но справедливого, как Тараска, обладателя. Вспихивая красными языками пламени, Наруто поднялся. Поступь его была тяжелая, земля под ногами постепенно взрыхлялась, превращаясь в земляной песок, он сам еле выдерживал всю эту силу, а взгляд был свирепым и безумным, будто бы это и не он вовсе, а какое-то дикое животное. Вырвав из себя все клинки, до единого, тот с удовольствием смотрел, как головокружительно быстро заживают раны. Именно эта сила спасла его тогда на мосту, и теперь. Знать бы, как использовать эту загадочную мощь? Единственный, способный контролировать мощь столь драгоценного артефакта, Наруто поумерил пыл безумия, однако, пламя ярости никуда не делось. Крепко сжав Джанаду рукой, тот сурово осмотрел Сая, который снова повернулся, достав несколько кунаев, готовясь к сражению. По полю разнесся искренне яростный вопль, крик настоящего берсерка, издаваемый Наруто в порывах тяжелых сражений, о которых тот уже успел позабыть. Превышая свой порог скорости, оба мчались друг на друга, и вот оно, судьбоносные столкновения двух или трех клинков. Возможно, дело в оружии, а возможно, идеология Наруто оказалась сильнее, чем пустота Сая, но Джанада, как раскаленный нож в масло, разрезала оба куная, прорубая весьма глубокую рану Саю. Парень упал на полы. Даже при дликом смерти тот не испытал ни одной эмоции. Даже когда Наруто с силой вогнал ему катану в грудь. Гримасы равнодушия, смешанные с гримасой боли, не совсем ясно какой, остались неизменным на лице Сая. Волнить. Приказ. Каха. Свобода. Свобода. Неприемлемо. В предсмертном бреду бормотал Сай. Но, когда Наруто вырвал катану из его груди, тот, захлебываясь кровью, упал на землю. Да что цепной пес. Может знать о свободе? В гневе бросил Наруто, резко, стряхнув кровь с меча. Но, несмотря на все слова, злость и разочарование, на душе все равно остался неприятный осадок. Еще если учитывать то, что со всеми этими событиями он забыл о Сасаре, что был его первоначальной целью Наруто все еще стоял над усопшим телом своего некогда приятеля, тихо что-то бормоча про себя. Как вдруг, его будто бы осенило, и тот, словно пробудившись от долгого кошмара, повернулся к Сакури. Я долбою торжественно заявил тот, смотря прямо в хризалитовые глаза розово-волосовой. Когда мы увидели тех бандитов, я совсем забыл про нашу первоначальную цель, делая для себя заметку обязательно порыться в архивах листа, особенно по делам Данзо, а желательно еще и пробраться в корень, добавил Наруто, спокойно выдвигаясь по направлению к Суне. Теперь мы идем за Сасаре. Задала логичный вопрос Сакура, следуя за напарником и наставником в одном красноволосом лице. Да. Но, знаешь, даже хорошо, что мы расправились с ними всеми. Больше денег, меньше бед, а теперь еще и кое-что интересное начинает всплывать наружу и попытался оправдать свое раздолбайство Наруто хоть чем-то полезным, даже не представляя, насколько на самом деле окажется полезной этой информации. Двигались те достаточно быстро, но Сакура, да и Наруто, уже были достаточно измотаны. Ближе к закату, видя, что Харуна еле передвигает ногами, но молчит, Наруто поднял руку. Привал. Строго бросил тот, после чего, он и розовенько остановились, спрыгивая светок на землю. Ты взяла все нужные свитки? Спросил Наруто, на что Сакура просто достала всю вспомогательную амуницию. Отлично добавил тот, срезая несколько относительно сухих веток, ложив их в костер. Ох, как же они там! Агрессивно пытаясь вспомнить единственную технику своей стихии огня, которую он когда-либо использовал, тот очень медленно сложил короткую последовательность из пять печатей. Техника воспламенения произнес тот, наводя руку на кучу веток, что тут же вспылили, слегка обжигая руку. Фифа Сакура уселась рядом, слегка поставляя немного обмерзшие руки костру, дабы согреться. Она была совсем незакаленной, очень мягкой телой девочкой. Наруто это прекрасно понимал, только посмотрев на новобретенную напарницу. Если через шпиона Сасари мы выйдем на Саски, его нужно убить, заговорил Наруто, обращаясь к Сакуре, вновь ударяя по больной теме. Я понимаю. Но другого выбора у нас нет. Этот Сасик съехал. Он чуть не прибил мою сестру, когда уходил и, поверь, тебя он тоже не пощадит, если вдруг меня не окажется рядом, добавил тот, говоря вполне себе серьезные вещи. Сакура это понимала. На ее глазах постепенно выступили слезы, от осознания того, что этот Узумаки чертовски прав, а Саски вообще поехавший головой псих. Однако, он все еще был в ее памяти, все еще он был слишком дорог для нее. Еле как сдерживая слезы, Сакура опустила голову, чтоб скрыть свои чувства, однако, Наруто прекрасно понимал, что она ощущает. Аккуратно приобняв девчонку, тот слегка уткнул ту лицу в свое плече, чему Сакура не сопротивлялась. Поплачь как следует. Тебе станет проще произнес Наруто, аккуратно поглаживая тупо ее прекрасным розовым волосам. Теперь уже в такой атмосфере Сакура не сдерживала чувств, сильно плача, да нет же, буквально таки рыдая. Она понимала, что пощады для Саски не будет, понимала, что это справедливое решение, но она так не хотела терять его. Крепко обнив Зумаки от безысходности та еще достаточно долго плакала, пока, наконец, не успокоилась. Тебе полегчало? Спросил вдруг Наруто по окончанию истерики. С отрешенным выражением лица остранившись, Сакура слегка кивнула, все еще сидя рядом. Ее глаза слегка опухли от продолжительного плача, а сама девушка выглядела так, будто бы три дня находилась в состоянии тяжелого запоя. Взглянув своими изумрудными глазами на Наруто, та немного опустила голову. Простите за это, и спасибо вам большое тихо произнесла та, искренне благодарна за поддержку и помощь. Ничего, все хорошо. Проявлять чувства и эмоции это нормально. Главное не давать им волю на поле боя воистину по-доброму проговаривал тот, также посмотрев на Сакура единственным голубым глазом, пока левый был закрыт. И да, можешь обращаться на ты. Как-никак, сегодняшнего дня мы напарники произнес вдруг тот, не по-своему, как-то мягко улыбнувшись. Эта улыбка заставила сердце Сакура дрогнуть, но не от влюбленности, как многие могли бы подумать, а от действительно хорошего отношения, что для нее, как для не особо талантливой особой, было весьма редким. Часто Сакуру презирали и заслужить уважение для нее было весьма таки трудно, но все-таки, она не была так безнадежна, как кто-то мог бы подумать, ведь Сакура была очень талантливым Иринином, который мог бы спасти не одну жизнь, что тоже является очень важным навыком, особенно для Шиноби. Однако, много кто ценит в Ниндзе лишь глухую силу, без ничего, что так же неверно, и нельзя судить человека только по его силе. Наруто понимал это, так же понимая, как ощущает себя Сакура, а потому, мог понять и саму Сакуру, что не давало ему относятся к ней так же, как и остальные. Айо, Сакура. Он просто ставил себя на их место и в голову сразу же приходили воспоминания из жестокого детства, то отношение к нему, постоянные издевательства и насмешки, общественные травли, как, слабака, из-за отсутствия гениальности, что по мнению тупых людей должна быть врожденной у сына четвертого Хакаги, не дав шанса для развития, начали уничтожать парнишку как развивающуюся личность, что не могло не сказаться на психике уже взрослого парня, что сейчас сидел у костра, грея свои и по локоть измазанные в крови ручонки. Почему-то, он не чувствовал к погибшим ничего, ни сожаления о содеянном, ни сочувствии, ни какой-либо другой позитивно-негативной эмоции, лишь отвращение. Живя в том окружении, а также, научившись воспринимать свою жертву как добычу, Баунти Хантер стал относиться к падшим от его руки, как к мусору, как к чему-то, недостойному жизни, недостойному существованию. Отдыхай. Ты наверняка устал и тихо проговорил тот, аккуратно поправив угольки в костре длинной палкой, спокойно, умиротворенно смотря на пламя. Сакура, еще раз благоговейно взглянув на своего нового капитана, также тихонько улеглась под деревом и достаточно быстро погрузилась в бессознательное состояние. Наруто же еще долго смотрел на спокойные, как он сам, но при этом обжигающие языки уже не особо сильного огонька, что медленно начинал затухать. Но, решив поправить этот беспредел, Узумаки подбросил в него веток, не желая прекращать любоваться этим костром, что будто бы создавал определенную, уютную атмосферу. Однако, об уюте в голове можно было только мечтать. В моменты, когда Узумаки сильно задумывался о чем-то, он буквально-таки погружался в себя, перед глазами часто всплывали травмирующие воспоминания, он мог даже зависнуть, смотря куда-то в пустоту. Постравматический синдром, что выработался спустя несколько лет перебывания в плохом окружении сыграл немалую роль на юном охотнике за головами, не давая ему покоя по сей день. Казалось бы, что в этом такого страшного, однако хуже вряд ли возможно придумать. Ежедневные кошмары, один и тот же ужасный сон, что снится из-за дня в день. Порой баунти-хантер может просто замереть, смотря в одну точку, иногда, это случается даже в бою, но за жизнь такое произошло всего-то один единственный раз. Все это, постепенно начинало сводить с ума, принося ужасную боль, заставляя мучиться и страдать, казалось, что это все никогда не закончится. Время было поздним, однако, Наруто не пешил ложиться спать. Он желал, чтоб ночь прошла хорошо, не желал поднимать напарницу, а также, следил за безопасностью их обоих, все время распространения чакру по округе. Но, благо, все прошло хорошо, и помимо диких животных, которые, учуяв неприятную, мерзкую чакру, тут же уходили, гостей больше не было. Сокуру будет, не пришлось, проснулась она самостоятельно, тут же получив завтрак в виде жареного кроля. Мясо было мягким, приятным, но не особо вкусным. Как-никак, отсутствие в нем соли и других специй сыграло свою роль, а потому, есть это было не то, чтобы приятно. Но глот не тетка, а потому Сокура молча употребила всю пищу, выданную Наруто, ни разу не возразив ему, что непомерно радовала молодого, командира. Пойдем, немного словно, скомандовал тот, аккуратно поднимаясь и отряхиваясь, розовенькая тут же поднялась вслед за ним, после чего, оба выдвинулись в путь. Дорога, в целом, как и вчера, не была особо интересной, говорить особо никому ничего не приходилось, а потому шли я не молча. Да и в конце концов, это задание, они дружеские посиделки, так что, они не для этого сюда пришли, успев только обсудить план по захвату кукловода. Их цель сасарь и красного песка, не стоит забывать про это. Как только те выследили его, Наруто использовал свою технику, отчего те смогли бы беспрепятственно напасть на кукловода, однако, рядом с ним ашивался какой-то высокий блондин, отчасти похожий на девочку. Черт, это ведь может перепортить все планы. Это Чезуеба. Присматриваясь, слегка прищурившись, тихо прошипела лавласой, пытаясь распознать Дейдару, часть лица которого скрывалась под широким воротником черного плаща, кажется. Этот Сукурина Дейдару один из Акацуки слегка напряженно произнесла Сакура, что как Шиноби листа тщательно изучала список обкухалатников, простите, а потому знала почти каждого состоящего в ней Шиноби в лицо и по имени. Наруто же чем-то подобным не занимался, его не особо интересовали те самые Акацуки, помимо того, что в них состоял Йору, который в свою очередь уже весьма сильно интересовал Наруто, буквально таки заставлял его стискать зубы от злости. Что ж, злость злостью, а добыча сама себя не поймает. Да вы, произнес парень, смотря на Сакуру, Таня чуть немедля прыгнула к Сасаре, ведь он был весьма немалым на вид, а Сакури как раз таки атаковать по большой области благодать Божья. Наруто же рванул к Дейдаре, однако, эти шиноби были достаточно опытными, а также не сказать, что были безрассудными. Дейдар отпрыгнул в сторону, только почувствовав неприятную ауру Баунти Хантера, так как уже был знаком с ней, а Сасаре, пожертвовав Хирука, тоже уцелел, не попав основным телом под удар. Но теперь, взглянув себе под ноги, Наруто увидел несколько паучков. Взрыв! вскрикнул Дейдара, после чего, все глиняные паучки немедленно взорвались. Но он не учел, что те, кто находится в мире тени, не получат урона от такой атаки. Уворачиваться на интуитивных рефлексах? Пожалуйста. Чувствуете понимать, что твой противник здесь? Конечно. Но не атаковать нет уж, так это не работает. Наруто попытался сделать еще одну атаку, из-за чего на сей раз невидимость развеялась, но все же, блондин успел отпрыгнуть, снова сбрасывая кучу глины. Вновь прогремели взрывы, после которых остались немалые вмятины на земле. Дейдара ехидно усмехался, смотря на слегка обгоревшего Наруто, а Сасари же. Его здесь просто не оказалось, как могло бы показаться на первый взгляд, однако, спустя совсем недолгий промежуток времени, тот также показался, будучи фирменным плащей Акацуки. Битва набирала серьезные обороты. Они упустили бойца дальнего боя, а также, не смогли сразу убить кукловода, попавшись на его удочку. Это, черт побери, было ужасно и неприятно для двоих Шиноби. Мелкие хрени из глины взрываются, будь осторожнее, спокойно проговорил Наруто, чуть сильнее стиснув мечи в руках. Сейчас, осталось лишь узнать, как именно они детонируют по желанию владельца, либо же случайно, а также, как можно обезвредить эти мины. Сказать что-либо еще ему не дали, так как без предупреждений напал Сасаря, воспользовавшись марионеткой третьего Казикоги. Успев среагировать, оба отпрыгнули, но под ногами оказались мины. Проклятые Нукинины, они успели подготовиться, они знали, что на них нападут. Придурок! Твою чакру за километр ощутить можно, но и кретин! Вскрикивал с воздуха Дейдара, смотря на восхитительные вспышки, раздавшиеся неподалеку. Вот тут-то уже стало гораздо тяжелее. Если Наруто успел раствориться, то Сакура. Она оказалась слишком далеко от него. Новая напарница в мгновение ока лишилась ноги, упав где-то недалеко от потерянной по самые колено конечности. По округе разошлись ужасные вскрики, вопль от боли, что эхом приходилось по телу. Из раны то и дело брызгала кровь, пока все еще теплый, равномерно прожаренный взрывом кусок ноги дергался в конвульсиях. Обескураженно, с некоторой долей испуга, Наруто вскользь взглянул на Сакуру. Твою ж! Она была в ужасном состоянии. Мало того, что осталась без половины правой, для нее ведущей ноги, так еще и была ранена помимо этого, так как ее сильно приложило об дерево. Изо рта девочки потекла кровь, видимо, из-за внутреннего кровотечения. Наруто не знал, что делать, а потому, все еще будучи невидимым, подобрал Сакуру, не успев защитить ту от одного единственного синбона, брошенного Сасаря, попавшего прямо в плечи девицы. Через всего мгновение Сакура тоже растворилась. Дейдара заохмылился пуще прежнего, а Сасаря, подняв свою фарфоровую кверху, деловито, с долей гордости произнес эта победа, Дейдара. Все-таки, твое искусство на что-то, да способно без граммы сочувствия к противнику, произнес тот, заставив Дейдару задуматься. Обычные головорезы, подумаешь, хм спокойно, на удивление, произнес Дейдара, слегка отведя взгляд в сторону. Все же, ему было приятно слышать лестные слова про свое искусство, в котором тот души не чаял. Тот красненький произнес Сасаря, когда Дейдара опустился на землю. Это был Баунтихантер довольной работой произнес тот, смотря за реакцией Дейдары, которая действительно стоила того. Блондин вмиг будто бы познал суть мироздания. Да ну, ты гонишь состроив недоверчивую мину, Дейдара активно не доверял словам своего напарника. Он же на кинаху работая. Вдруг ему в голову пришло осознание, ведь тот видел на голове у парня защитную повязку деревни скрытого листа. Нет, Дейдара это точно был он перечил Сасаря, недовольно осматривая сломанную хирука. Но тогда это действительно победа расплываясь в довольном оскале, Дейдар на самом-то деле был не недоволен работой. Он вряд ли успел уйти далеко. Убьем Баунтихантера многое заработаем завел шарманку Сасаря, чтобы спровоцировать Дейдару на подобную авантюру. Ему же самому очень хотелось иметь при себе куклу столь сильного шиноби, как Баунтихантера, а потому упустить такую хорошую возможность было бы очень глупо. Не имея силы, ты ничего не сможешь защитить. Наруто же, держа уже медленно погружающуюся в огонь девушку был не особо, но все же на достаточном расстоянии от противников. Аккуратно усадив Сакуру, тот панически заметался, не понимая, что ему нужно делать. Он никогда не проходил курс Иренина, да и даже бинтов при себе не имел. Рана сильно кровоточила, чего уж тут вся округа уже была в кровавых пятнах. Ногу оторвало прямо-таки с массом, кусочки которого свисали от места ранения, вместе с хлещущей из разорванных вины артерии кровью. Сакура уже, кажется, смирилась с смертью, она больше ничего не могла сделать, она понимала, что умрет здесь, но ей совсем не хотелось обременять Наруто таким мертвым грузом, подобное как раз-таки терзало розово волосу девушку. Хотя, сейчас ее волосы уже были грязно-кровавого цвета, от всех полученных травм. Глаза оказались блеклыми, а сама Сакура заметно побледнела. Нет-нет, нет. Не умирая судорожно таратарел Узумаки, что не может ничего сделать. Девица слегка улыбнулась, словно бы в последний раз та аккуратно протянула руки к парню, что отчаянно пытался спасти ее от смерти. Израненные и сцарапанные руки медленно протянулись к шее юноши, аккуратно поглаживая по голове, стараясь успокоить Красноволосого. Меня уже не спасти, тихо произнесла та. Голос становился охрипщим, говорить с каждой минутой было все сложнее и сложнее. Нет. Не-не-не судорожно умолял тот, просто в неверие. С ним такое происходило впервые, что более или менее важный союзник вот так погибал. И ладно, если он был бы его противником, как Сай, так нет же, это его напарница, которую он должен был защищать, но он не справился. Глаза слегка намокли, было видно, как они блестят, однако, это ничуть не исправлялось ситуации. Спасибо. Ка-ха. Что? был так добр ко мне. Очень жаль, что мы совсем не успели нормально узнать друг друга. С искренне теплыми чувствами, ощущая, как жизнь постепенно покидает тело, Харана аккуратно поцеловал вузу маке, а после ее тело обмякло, а веки сомкнулись навсегда. Широко распахнув глаза от удивления и горячия, которая навалилась, прекрасно чувствуя, как его буквально таки раздирает скорбь, Наруто и не заметил, как по щекам скатилось несколько соленых слез. Он не верил, он не хотел верить, он просто не знал, куда ему деться. Все еще держа Сакуру в руках, тот был и тот пробыл весьма долгое время. Аж до тех пор, пока не пришли Сасари с Дейдарой. Они все-таки смогли его найти. Чакра вышла из-под контроля из-за многочисленных эмоций, которые переживал Узум маке, а потому найти его смог бы даже Генин. «Вот мы и нашли тебя», Баунти Хантер проговорил на админа Сасари, заметив, в каком подавленном состоянии тот находится. обмякшее тело, будто бы подсознательно двигаясь, желая разорвать подровняка на мелкие кусочки. Но его пыл поубавил Сасари, который решил добить его. «Так случается всегда. А в твоем же случае это закономерность. Забери что-то у других и что-то заберут у тебя, таков закон спокойно», надменно произносил слово за словом Сасари, все сильнее подавляя дух Красноволосого. Либо же он наоборот лишь сильнее разжигал в нем пламя ярости. «Нам еще предстоит узнать». «Ты прав», тихо произнес Баунти Хантер, ожидая хоть каких-то атак, остекленевшими глазами обернувшись в сторону усопшей девушки. «Я убил многих, а теперь, видимо, расплачиваюсь за свои грехи». Но я был рожден, чтобы убивать слегка яростно произнеся последние слова. Баунти насквозь. Марионетка третьего Казикогена нанесла весомый урон, однако в ответ вместо вскриков боли и агонии лишь злорадный, чуть ли не безумный хохот. Правый глаз блеснул красным цветом, а в радужке образовалось две запятые. Ухватившись руками за культи куклы, тот резким движением разломал их, оставив лезвие в своем теле. Боль медленно поражала все его тело, растекающийся по всему телу горячим металлом, но он не собирался останавливаться на этом. Схватившись за клинок, тот лишь успел подумать. Боль. Вот, ради чего сражаясь в конец погружаясь в безумие, Наруто вырвал меч из своего тела, с усилием метнув его в главное оружие кукловода, разнеся его в щепки. Сасаре явно был не в восторге от такого поворота, но все-таки, но все же, приготовился к сражению, которого, казалось бы, было не избежать, но... Дейдара был убит в мгновение ока, но, по крайней мере, Наруто так показалось, он не разбирал, кто и где, не смог отличить склоны от человека. Но в целом, сейчас это было совсем не важно. На Сасаре же так напасть не вышло. Стоило только двигаться, как тут же появилось немало кукол, которые принялись защищать хозяина. Но весомой помехой на пути они не оказались. Наруто без каких-либо усилий, но с весомой яростью разрубал каждое препятствие на своем пути. Он желал добраться до них, добраться, убить, разорвать на части. Он явно был не в себе. Но и Сасаре не лыком шит, он не позволит так просто себя победить. Из его свитка, что тот достал за долю секунд, появилось три сотни кукол, целая армия кукол. Но каково могло бы быть удивление любого, когда вдруг куклы начали палить различными техниками разных стихий. Вспышки молний, волны воды, взрывы от огненных шаров, земляные лавины, ветровые завесы все это можно было увидеть здесь. Стоит признать, Наруто достаточно сильно потрепало, но тот все еще не мог перейти из эдакого режима Берсерка, все еще не в состоянии простить произошедшее несколькими минутами ранее. Тело Сакуры уже не было видно возле поля боя, вероятнее всего, ее либо унесло куда-то ветром, либо же погребло под землю, но для Наруто уже этого было достаточно, чтобы делать очень опрометчивые действия. Сосредоточившись, тот резко вынул свой клинок из ножен, используя свою ультимативную, самую сильную и мощную технику, финальный удар правосудия, который уничтожил множество кукол чуть ли не на атомном уровне, разрушая их структуру множеством разрезов. Но и после этого, Сасари все еще был жив, а это значит, только одно сражение будет трудным. Запас чакры был сильно опустошен, отчик двигаться было труднее, но тут, по телу разошлись многочисленные черно-красные линии, заставляющие двигаться быстрее. Глаза налились кровью, и даже слепой, раненой еще в детстве, белый глаз полностью украсился красным. Также, красная пелена затянула и взор Сасари. Один удар его кукла разбита, но этого все еще оказалось недостаточно. Он просто перешел в другую куклу. Что ж, убивать их одну за одну не такая уж и плохая идея, не так ли? Баунти Хантер думает что так же, а потому, не жалея сил, рубрил одну куклу за другой, пока не добрался до ядра. Один четкий удар конец сражения. Но и здесь, из-за спины его ждали две куклы, что с двух сторон пронзили Наруто. Действие деформированного сердца монстра уже заканчивалось, и пора было прекращать это сражение, как-никак, регенерация не бесконечная, а травмы были весомые. Наруто тяжело дышал. Он все еще чувствовал все то, что ощущал пару минут назад и он даже не представляет, что ждет его в совсем уж ближайшем будущем, что он будет ощущать. Посмотрим, кто из нас умрет. Первый все еще спокойно произнес Сасари, смотря прямо в глаза о зумоке, в которых явно читался гнев. «Да я тебе!» В щепки порву ублюдок, нанеся сильный удар рукой по голове, тот раскрошил кукле череп, отправив Сасари на тот свет. Вырвать клинки из тела не было сложно, но было сложно просто стоять на ногах. Истощенный, и морально, и физически, Баунти Хантер рухнул на пол, пока демоническая рефлексия сторожила его бессознательное тело. Час расплаты еще придет, но до этого момента он должен получить еще больше силы, больше и больше силы. Процветающие деревни Летнее время доброжелательно одаряло все сие селения теплыми лучами яркого солнца, растелая прекрасный день, чем каждый пользовался по-своему. По улицам можно было заметить бегающих детей, что играли в прятки и догонялки, их родителей, что с улыбкой наблюдали за играми своих малышей, простых людей, торговцев всякий люд и стар, и мал, здесь можно было найти кого угодно, да и что угодно. Казалось бы, день был просто чудесным, на небе не облачко, палящее солнце только лишь медленно поднимается над горизонтом, а жизнь только успела проснуться от ночного сна. Но, для главного героя этот день, как и несколько предыдущих недель, были мрачными и пасмурными, как казалось самому ему. Последнее время, красноволосого постоянно мучили кошмары, бессонница, ужасные воспоминания того, что произошло на днях. Ведочек у него был, мягко говоря, так себе, можно было бы сразу определить, что он сильно истощен, однако, парень закрылся в комнате, не желая выходить никуда, кроме как поесть, дабы не умереть от голода. Кто бы как не поддерживал его, но все никак не помогало. Даже четвертый ежедневно заглядывал к сыну, дабы узнать, как тот себя чувствует, ибо знал, что такое потерять товарища на задание, либо на войне. Да чего уж там, и вы, и Айоа всячески пытались вытащить медленно сходящего с ума узумаки из этой чертовой комнаты, но все попытки были тщетны. Потеря Сакуры была весомой для всех ее товарищей и, разумеется, многие винили в ее смерти Наруто, Дая. Он тоже винил себя в ее смерти, поэтому и был в таком ужасном состоянии. Ну как он? Послышал свой обеспокоенный голос Минато за дверью. Я не знаю, он все еще не выходит из комнаты не менее взволнованной ситуацией и ответил Лавой, осматривая прибывших гостей. Минато со своей младшей дочерью снова пришли навестить Наруто. Айоа же казалась наиболее обеспокоенной подобным поведением своего брата. Она сама была не особо взрослой, а потому казалась слегка наивной, да и в целом была куда более эмоциональной, чем вы или Минато. Сама же антимаг казалась также подуставшей. Ее заметные синяки под глазами, небольшие ссадины, оставшиеся с последнего задания, а также истощенные выражения лица. Все это было неким показателем усталости. Да уж, потрепал Наруто нервы в окружающем. Когда Минато и Айоа уже собирались уходить, дверь из комнаты у Зумаки тихо скрипнула, после чего там показался виновник торжества. Слегка опухшие глаза, под которыми виделись посиневшие от недосып веки. Ужасно бледная кожа уже была по расцветке как у Арачимару, а растрепанные, грязные, красные волосы весели как хотели вместо привычного высокого, пышного хвоста, который все время виднелся на голове охотника. О выражении лица этот стеклянный взгляд на слезы пробивает. Айоа даже скривилась от внутренней боли, заприметив, в каком состоянии находился ее любимый братик. На глазах выступило пару неудержимых слезок, после чего та не смогла ничего с собой сделать, бросившись обнимать его, крепко сжимая в своих объятиях, не в состоянии остановить истерики. На лице Красноволосого выразилось сожаление, однако, в то же время, он казался очень измученным. Я в порядке. Ужасно стипло процедил тот, чуть-чуть присев, также слегка приобняв Алловолосую сестрицу. Кажется, он постепенно приходил в норму, хотя, как скоро он совсем поправится неизвестно. Сасари дал некоторые сведения, относительно Рачимару. Вернее, я извлек их слабо проявляя какие-либо чувства выпалил Наруто, взяв еще один бутерброд в рот. Извначает, мы можем выйти на очах у Сасовки говоря с забитым ртом, Узумаки часто не проговаривал некоторые слова, отчего ему впоследствии пришлось повторяться. Я говорю, что мы можем выйти на очах у Саски повторил тот, запив съеденный бутерброд кофеем. Это отличная новость, по сравнению с остальными. Саски нужно поймать, пока он еще ничего не натворил и, возможно, его не придется садить в тюрьму спокойно, говорил Минато, однако, было хорошо заметно, что он все же рад подобным новостям. На фоне остальных новостей за последние несколько недель, вероятность того, что старому змею запихают его меч куда подальше радовало, а если взять вдобавок-то, что последнего выродка из клана очаха также поймают, да по головке паукой постучат тоже была весьма приятной. Что ж, осталось только привести Наруто в порядок. Наруто. Я поговорю с Цунади, чтоб она определила тебя и вы в один отряд, как-никак, вы уже работали вместе, думаю, это как-то облегчит работу и твое состояние, предложил Минато, почти сразу же, совсем немного подняв Наруто настроение, ведь ему больше не придется терять союзников. Вы была явно сильна, уж точно сильнее, чем Сакура, а значит, больше такого скорее всего не повторится. Если что, она может в любой момент скрыться, при помощи своей особой Джико-Кон-Джу-Цублинг. Техника, которая применяется при помощи пространственных клинков клана-уничтожителей маги-антимагов, родом из которых и была эта девушка с волосами цвета чистого флюорита, будто бы хризалитовыми глазами. Могу выдвигаться прямо сейчас медленно вставая, произнес Наруто, заприметив клинок, стоящий около стола. Медленно, все так же, никуда не спеша, он подошел что стоял в ножнах. Беря тот в руки, парень осматривал свою катану, будто бы по-новому. Аккуратно предостав клинок из ножен, тот внимательно вгляделся в отражение. Снова ему казалось, что вместо него там стоит этот самый высокий и широкий брюнец с клинком в руках, однако вместо слов «ты жалок», либо же горделивой усмешки. Он почему-то лишь кивал ему головой, хмуро смотря вперед. Не было понятно, о чем эта галлюцинация, не ясно, что это может значить, но недосягаемый враг, нынче не казался недосягаемым, но и он не казался совсем уж врагом, но ведь он же отрубил ему руку, они с мусору убили Хайте, а кацуки прикончили Сакуру. Он не мог простить этого, но почему-то чувствовался обман. Однако, вполне скоро эта иллюзия исчезла, позволив Наруто немного более трезво смотреть на мир. Она захлопнула Джинаду, уже подходя к выходу из дома, как вдруг его окликнул Минато, Наруто. Я ведь сказал, что поговорю с Цунади, еще ничего не решено, произнес блондин, однако, его сыну, видимо, было абсолютно все равно, как собственно и вы. Проходя по улицам родного селения, Наруто нередко замечал на себе взгляды. Эти взгляды. Только стоило ему прийти в норму, как тут они. Эти презренные взгляды, а как же эти шепотки? Он не смог уберечь ту девочку. Либо же еще одного союзника ведет на смерть, жалкий отброс, ну а что насчет ничтожества? Нашел себе новый щит. Каждый из них сильно бил по самосознанию. Всего-то через пять минут с такой прогулки у Наруто уже начал дергаться глаз. Он не выдерживал этого давления, только не снова. Опять они решили довести его до этого состояния, опять они решили сделать так, как сделали много лет назад. Прошло всего-то навсего полчаса неспешной ходьбы по деревне, но Наруто уже не справлялся с агрессивным настроем всей мать его деревни. Что самое странное, конкретно к нему отнеслись так. Множество шиноби погибает, но именно он, и так потрепанный, психологически нестабильный, потерявший союзницу не самым приятным образом должен терпеть все это. Услышав нечто неприятное еще раз, тот будто бы погрузился в некоторые неприятные воспоминания, когда он ощущал себя так же. Выпыталась помочь хотя бы чем-то, по крайней мере, распугивая тех, кто пускал нелестные слухи про ее учителя, друга и когда-то спасителя, но Наруто в себя не приходил. В правом глазу снова загорелось нечто необычное. Шаринган, всего-то два тамы, однако, этого хватило, чтоб придать устрашающего виду. Из глаз постепенно скатилось несколько соленых капель, а лицо исказилось в гримас гнева и отчаяния. Хули пялиться из, в облядке, прокричал изумаки, резко выдернув к тону из ножен и направив ее на очередного распространителя слухов. Мужик также позволил себе состроить мину отвращения, смотря на баунти хантера сверху вниз. Наруто же терпеть этого не стал. Два весьма бодрых, тяжелых шага в сторону этого смельчака, и он тут же подавился спиртным, который охлестал. Вы аккуратно ухватил парня за руку, отдернув того. Наконец-то, хотя бы что-то подействовало на этого неадекватного, заставив его прийти в себя и не рубить все и вся. Прости за это. Виноват и признасил тот, убирая меч обратно. Вы же не злились на него, в отличие от тех же конахчин. Вот они то, запомнят этот случай еще надолго. Наруто прекрасно понимал это, а также, как и все, не продолжал винить себя в смерти Сакуры, вплоть до небольшого диалога свой. Она постаралась поддержать Алла Власова, что выходило с трудом, но все-таки немного, его получилось привести в порядок. Все еще не окрепший после потрясений Наруто был очень уязвим к подобному давлению и, только находясь уже вне деревни, тот сумел усмирить свои эмоции, что постепенно рвались наружу. На данный момент, путники просто удобно расположились возле нескольких деревьев в лесу, так как времени минуло немало, а солнце, что еще недавно только восходило, уже планировало садиться за горизонт, одаряя окрестности приятным, еле красным, теплым светом. Заняться сейчас было чем. Вы отобрала у Наруто пару каких-то, немного странных животных, решил, что она приготовит их лучше, а Наруто же после всей этой процедуры, от безысходности уселся под деревом, открыв книгу Бенва. А ведь, это уже было не в первый раз. Книга была обновленная, и ее только недавно принес Минато. Не открывавший эту книженцию на протяжении нескольких долгих лет, Узумаки был поражен тем, сколько новой работы там появилось. Старых Акигутсучей, либо еще кого-то, кто были в его последней книге Бенва, здесь и упоминаний не было. На первом же месте расположился некто. Ни имени непредполагаемого возраста, только внешний портрет, изображенный не фотографией, а рисунком. Это было достаточно интересно, ведь Наруто этот персонаж показался знакомым. Ему даже прозвище дали. Призрак-потрошитель. Жуть какая. Вчитываясь повнимательнее, Наруто замечал все больше и больше упоминаний сокрушительной силы, а также причины попадания в международную книгу Бенва. Заявился и распидорасил полкири. В одну рожу. Слегка удивленно произнес Наруто, внимательнее вчитывая за написанное. Устроил кровавую резню в кома. С каждым прочитанным словом становилось как-то не по себе, ведь с каждым описанием прилагалось и фото всех этих событий. Месва страшная, однако, Баунти-хантер и похуже видел, да и сам устраивал. Вместе с отступником из кома по имени Нико устроили разгром в Иве. Слушайте, да у нас тут какой-то гаденыш, сумевший насолить всем, или почти всем. Устроил резню в Ханзая, перебив несколько сотен отступников. Комментировал Баунти-хантер, заметив достаточно важную деталь. В описании было указано, что этот человек владеет Шаринганом, а также, в книгу Бенова был занесен совсем недавно. Значит, предположительно, он ошуется где-то в окрестностях Ивагакури, либо же в лесистых рощах около любимого Черного рынка, где когда-то Наруто сдавал тела убитых и пойманных преступников, однако, учитывая сказанное ранее, теперь там скорее руины, чем Черный рынок. Планы поменялись. Мы идем за призраком по Трошителям, прочитав строчку, где было большими красными буквами написано «Цена за голову», Узумаки моментально поменял приоритеты. Че там этот Саски? Никуда не денется, а вот несколько миллионов могут и убежать, так что он находится в Иве, точнее, в окраинах страны Камня. Думаю, «Нам не составит труда найти его», предложила Лавласый. Призрак-Потрошитель. Это еще Чеза. Возмущенная своей непроинформированностью, Ва яростно откусила кусочек жареной дичи, подвешенной на палке, одну из которых протянула Наруто. Сам только что узнал про него, ответил он, беря еду в руки. Запах стоял приятный, Ва явно готовит лучше, чем он. Нет ни имени, ни клана, ничего, но тут написано, что он владеет Шаринганом. Подробностей нет, но это высокий брюнет, на голову выше меня будет, пожалуй, а учитывая его кикегенкой. Тут не нужно быть гением, чтоб понять, что он учха. Цена за его башку стоит 2 миллиона с копейками, а если учесть, что он выродок из легендарного полумертвого клана, то тут все становится куда интереснее, разглагольствовал охотник, параллельно этому поглощая пищу, которая была действительно очень вкусной, пусть и жестковатой. 2 миллиона. Что же этот призрак натворил, что за него поставили такую цену всерьез задумалась вы, глядя на узумуки. Даже за тебя не стояло такой цены. Никогда. Устроил кровавую резню кума, разворошил полкири, ну и вместе с еще каким-то отступником устроили представление выви, как я погляжу ответил Наруто. Тут есть показания, что на момент действия выви, у него не было правой руки, что весьма интересно. То есть Хан Зайон расхуирил, будучи одноруким, забавно. Задумчиво добавил тот, выбросив опустошенную палку куда-то в кусты. Этого парня нужно было бы поймать, либо убить, а учитывая, что из его обоотступника никой этот неизвестный, вышли живыми, есть предположение, что теперь они работают сообща. Хотя, как сказать, работают. Потрошитель то просто развлекается, устраивая бойню то в одном, то в другом месте. Что ж, во всяком случае, они были совсем недалеко от того самого Хан Зая, вернее, его руин. Что ж, придется навидаться в Хан Зай, вынес вердикт Наруто, медленно поднимаясь. Вы, без слов, практически сразу поднялась вслед за ним. Несмотря на то, что время уже было ночное и они выдвинулись в путь. Молча, как и всегда, под покровом ночи и техники Наруто, уже к утру они были в Хан Зая, а если быть точнее, в том, что от него осталось. О! Первое, что произнес Наруто, заметив все эти разрушения, которые здесь были, а также множество остатков от людей. Руки, валяющиеся на полу, отдельно от телефон. Внутренности, размазанные по бетонным огрызкам от зданий. Совсем рядом на торчащую из пола арматуру был насажен чей-то глаз и буквально в полуметре от этого лежал кто-то, изрезанный, а голова его была размазана на стену. На пол вывалились куски мозга, а также кишки, что выпали из очень сильного ранения живота. Зрелище, мягко говоря, не из приятных, учитывая, что таких тут было сотни-три не меньше, все эти убитые бедолаги в виде горы трупов находились на одном, совсем уж маленьком участке земли, размерами 200 на 200 метров. Проходясь по этой местности, ненароком наступив на чье-то вырванное, полураздавленное сердце, Наруто заметил, что остатков чакроташи владельца рынка среди огромной кучи изуродованных трупов не видно и не слышно. Видимо, его не было здесь, либо же чакра уже угасла, что, конечно, было неправдоподобно, но все-таки, вполне могло случиться за долгий промежуток времени. Я ощущаю здесь враждебную чакру. Знаешь, она чем-то похожа на мою, а также следы, которые отличаются от остальных, поделился сведениями Наруто, после чего он вместе с вы, вмиг исчезли. Цель была совсем близко, осталось только найти ее и... Знаю я, что это застрел и послышался незадачливый голос где-то неподалеку, после чего оба охотника заметили того, кого искали. Высокий однорукий мужчина сидел, так сказать, на картанах, разглядывая платиновую стрелу. Рядом с ним же стоял коротышка, либо же совсем-таки пацан, которого баунти-хантер почти сразу узнал. Это был Нику, мальчишка из Кума. Все-таки они сотрудничают, это было нерадостной вестью, но ничего не поделать. Пойдем, и гуру произнес парнишка, незадачливо осмотрев платиновую стрелу, которую удержал его спутник. Баунти-хантер дал легкий, жесткий жест вперед, после чего в момент скрылся своего прежнего места. Вот так же последовало примеру, плавно передвигаясь в сторону отступников, которые заметили незванных гостей. На сильных шинобе не всегда работает техника невидимости Наруто, это далеко не уровень забуза Мамача, да чего уж там, даже Мусору. Сперва бывший непреодолимой стеной был куда слабее, чем все четверо, стоящие здесь. Выходи с легкой ухмылочкой произнес Игура, смотря куда-то вверх. Баунти-хантер решил появиться на поле эффектно, раз уж его все равно нашли. Он спрыгнул с ветки над противников, на которой стоял. По приземлению, земля с треском превратилась в месовое с песка и грязи, превращаясь в гигантский кратер. Такой Игуру явно нравилось, о чем свидетельствовала куда более свирепая улыбка, теперь уже растянувшаяся на все лицо. Значит, тебя зовут Игуру сделал простейший вывод Аллавласой, покручивая руку у ножен своей катаны. Я пришел за твоей головой, Игуру Учхо озвучил цель визита Наруто, сразу давая понять, что он не с добрыми намерениями сюда пришел. Что ж, во всяком случае, Учхо явно был готов к этому, а потому с странным выражением лица, стал готовить нечто не менее странное. В глазах сверкнул Мангики Шаринган, чему Наруто насторожился. Он поспешил напасть, однако, Игуру легко увернулся от его выпада, Наруто даже не осознал как. Он нанес удар Джинадой, однако, он будто бы обошел Игуру стороной, подав какой-то оранжевый всплеск. Странная техника. Наруто хотел снова напасть, однако, противник уже закончил подготовку. Вонзив Куну в свое плечо, тот пустил кровь. Глаза засветились ярко-красным. Кровь постепенно стала приобретать форму слегка громоздкой конечности возле правой руки, там, где она отсутствовала. Вполне себе скоро в его руках оказалось и длинное копьеобразное орудие из той же крови Нагината. И только сжав копье, сразу же оружие и правая рука вспыхнули более яркой краской, приняв твердую оболочку. Это все дико не нравилось Наруто, однако противник явно не уловил его настроя. Он, кажется, постепенно сходил с ума, приобретая все больше и больше безумных черт с каждым движением. Давай же начнем чуть ли не завизжав от восторга, как сумасшедший Игуру пустился в бой. Ничего не отвечая оппоненту, Наруто с трудом заблокировал на быстро действовал тактично, но в то же время предсказать траекторию его ударов и движений было просто на просто невозможно. Он передвигался абсолютно хаотично, равносильно тому хаосу, что творился у брюнета в голове. Но что самое интересное, стоило только попытаться Наруто нанести контратаку как тут же один удар и враг исчез с поля зрения. Я здесь смеясь как самый настоящий маньяк, Игуру стукнул на Генната и по земле, тут то до Наруто дошло, что этот удар не был так прост. Видимо, его враг использовал особую джеку конджутсу, дабы дезориентировать Наруто, однако, параллельно провел атаку на Геннаты, о чем говорил глубокий порез, проходящий через плечо. Ну а самым неприятным, что Игуру сумел оставить после себя остатки своей крови, которые почти моментально вскипели и взорвались, прямо на теле Узумаки, нанося однако, ее атаку остановил мальчишка, что все это время стоял в стороне. Священная битва не потерпит вмешательства. Я твой противник смело высказал тот, вставая в идеальную боевую стойку, из чего вы сразу уже сделал вывод, этот парнишка мастер тайджутсу. Битва намечалась сложная. Полностью непредсказуемый враг, а также мастер боевых искусств и тайджутсу, передряга хуже не придумаешь. Крепко обхватив руками рукоять меча, Наруто браво вернулся в битву, тут же продолжая блокировать очень неприятные залпы атака скольющих ударов, что вполне себе объяснимо, как для сражения на подобном оружии. Однако, все прелести игуры на этом не закончились. Только было Наруто достал его, но... он вдруг превратился в... несколько кругов на полу. Не знавший, что делать, Наруто тут же попытался отпрыгнуть от этих кругов, но все же не успел. Игура явился прямо перед ним, с своим появлением из одного из кругов, нанеся также множество атак режущей чекрой снизу вверх, слегка подбросив врага, в то время как ноги противника охватило кровавыми цепями. Обычно, такая комбинация разрывала его противников надвое, однако, не здесь и не сейчас. Наруто мог почувствовать, как у него прохрустел позвоночник, однако, он все еще мог двигаться и сражаться. Как бы не хотелось этого признавать, но враг оказался в сорок раз мощнее ожидаемого, немного не в себе, да и в целом был сильнее, чем главный герой. Осознание этого жутко бесило, но сделать он ничего не мог. Или же все-таки мог. Протяжный рев разнесся по полю битвы, взбудорожив даже вечно отрешенного Нику, который удосужился перевести взгляд на источник звука, за что и поплатился глубоких, но значительных в сражении против антимага. Источником звука же был Наруто. Цепи из крови разорвало будто бы магией, кажется, как будто бы они были уничтожены в крошку какой-то невероятной силой. Левая половина Наруто покрылась явно заметной, куда более плотной, похожей на какую-то кору кожи темно-синего цвета, а глаз блеснул ярко-голубым, как будто бы излечившись от слепоты. На самом-то деле, таким образом проявлялась сила террорблейда, что была несоизмерима ни с чем, кроме визуальной составляющей, глаз не имел больше ничего. Во второй руке резко появился серпообразный клинок, в то время как подженади пробежало несколько зеленоватых молний, в перемешку с желтыми. Слева от Наруто появился двойник, которого он использовал в сражении против Мусаруя, теперь то, битва обещала быть интересной и до беспредела. Игуру окончательно лишился рассудка, вкрикивая как Хидден, тот несся в атаку, нанося куда более странные и непонятные движения, отчего подстроиться под его стиль стало абсолютно невозможным, но и Наруто времени зря не терял. Теперь то он мог полноценно атаковать, хотя, точнее как. Он блокировал большинство атак и Гуру, в то время как двойник наносил атаки вслед за ним. Конечно же, он не мог блокировать Теджико кантехники, порой получая урон, но теперь и сам Наруто начинал сходить с ума. По все еще целые половины тела расползлись красные полосы, а глаза заполонила пелена ярости. Невероятная регенерация залечивала все раны, но, этого явно было мало, нужно было уничтожить врага, стереть эту самодовольную ухмылку с его физиономии, но, как бы Наруто ни старался, ничего не выходило. Враг был попросту сильнее, чем он. Наруто мог наносить атаки, мог бы победить, но, враг был все так же силен и от попыток слабее не становился, казалось, будто бы от всего полученного урона он только стал сильнее. Нико же свел сражение в ничью. Ва практически сразу использовала чакра вайт на нем, однако, он боец ближнего боя, что годами закалялся и улучшал конкретно свое тело чакра ему ни к чему. Если бы он тогда не отвлекся, Ва скорее всего либо проиграла бы сражение, либо была бы мертва, хотя скорее уж первая. Оба охотника были повержены, а Нико резво отрубил бушующего гора. Я не собираюсь убивать вас, но в следующий раз пощады не ждите протянул Ника, потирая ожоги на руках, что остались от выжженной чакры, а после испарился, использовав обратный призыв. Я проиграл, прохрипел Наруто, смутно различая мир вокруг себя, постепенно теряя границы с реальностью. Вы была в состоянии не лучше, тоже вся побитая, расположившись на поляне. Этот случай станет поучительным для них, так как недооценив врага, они оба не справились. Да и к тому же, сам Наруто теперь еще куда отчетливее понимал, что ему нужно заполучить куда большую силу. Все это напомнило ему Кэква. Снова. Снова этот высокий мечник с точно таким же шрамом, проходящим через левый глаз. Облаченный в плащ с красными облаками, недосягаемый, все так же непобедимый для Наруто, такой же, как и Егора. На шаг впереди.